Томанори Сугихара. Герб заклеймённого. Том восьмой. Дракон съедает лева и перерождается. Пролог. С мыслью, что услышала вдалеке крик зверя, фигура вздрогнув отступила. Потратив время на то, чтобы медленно осмотреть окрестности, она снова пошла дальше. Однако шаги её были шаткими, покачиваясь словно ветка на ветру, она хромала при каждом шаге. На ней был одет лётный костюм для полётов на дирижабле, но вся одежда оказалась разорвана по всей её площади. Однако причина, по которой кожа на её руке осталась полностью обнажена, заключалась в том, что она сама порвала там ткань, обернув её вокруг своей головы. Сквозь ткань виднелись слабые пятна крови. Даже время ощущалось смутно. Ей казалось, что она идёт практически в вечность, но в то же время будто прошло меньше часа с момента начала пути. Темнота вокруг определённо увеличилась, что означает по крайней мере десять часов. Казалось, туман навис над её сознанием, и она едва могла уловить эту мысль в уголоке своего разума. Она помнила, что бой начался незадолго до рассвета. В тот момент она пыталась остановить войну, но её способностей не хватило, чтобы справиться с этой задачей. В конце концов, недалеко от границы произошла перестрелка. Несмотря на это, она не могла сдаться. Она летела на дирижабле. Чтобы ослабить дух врага, она зашла настолько далеко, что сделала вид, будто бросается на них. Но когда она повернулась, чтобы увеличить расстояние между ними, случайный выстрел попал в корму корабля. Удачей среди несчастья можно было назвать то, что она не набрала слишком большую высоту из-за необходимости угрожать противнику. В один момент её выбросило из кабины в воздух, и в следующую секунду она обнаружила, что скатилась к водножью горной тропы. Когда она пришла в себя, какафония битвы полностью пропала. Ничего, кроме тихих горных пейзажей, раскинувшихся вокруг. Таща своё больное тело, она направилась обратно к дирижаблю. Если пойти по тропинке вверх, она должна найти корабль, а в нём карту и компас. Но сколько бы она ни поднималась, ни тени, ни очертаний дирижабли не было видно, и хотя битва однозначно произошла, трупов ей на пути не попадалось. К тому времени, когда она поняла, что удаляется с поля битвы, она уже потеряла чувство направления. В голове пульсировала боль. Поднеся к ней руку, она впервые заметила, что рана кровоточит. Хотя она разорвала свою одежду в клочья и обмотала ими голову, это не могло стереть тревожное ощущение того, что её бросили в одиночестве в неизвестной стране. Когда она осталась неподвижной, внизу живота возникло странное чувство. Её тело задрожало, инстинктивно хотелось закричать. Поэтому она бесцельно двинулась вперёд. Если она остановится, ей придётся признать, что это чувство можно назвать только страхом. К настоящему времени тропа тянулась вниз, несмотря на то, что она решила продолжить спуск, когда смотрела на него сверху. Пока шла по нему неустойчивыми шагами, по какой-то причине она снова обнаружила, что идёт по восходящей тропе. Признаков жизни вокруг не наблюдалось. Даже когда она напрягла уши, всё, что она услышала, было щебетание птиц. Эхо мечей и выстрелов до неё совсем не доходило. Подумав об этом, изменить направление на обратное оказалось ошибкой. В конце концов, так она терялась всё больше и больше. Окрестности постепенно окутывала тьма. Заметив это, её раздражительность усилилась. Ночью открывался бы прекрасный вид, на который можно любоваться изнутри, через окно. Но теперь, когда она лично оказалась в центре всего этого, он не сулил ничего хорошего. Свет погас, и ей пришлось продолжить идти в одиночестве по этому холодному миру без единой капли тепла. Разве хотя бы где-то здесь нету света? А разве где-то не мерцает хоть один огонёк, зажжённый человеческими руками? Словно пытаясь убежать от ночи, которая приближалась с каждой минутой, она ускорила шаги. Но она не привыкла ходить на такие большие расстояния. Хотя и была уверена в своей физической силе, её суставы ощущались такими тяжёлыми, а сама она уже прерывисто дышала. Она чувствовала себя подавленной. Она задавалась вопросом, действительно ли она настолько беспомощна. Гордое сердце, волевой взор, способность в любой момент расправить грудь, дабы столкнуться с любыми трудностями. Таким человеком она должна была быть. И всё же, как только она отошла на шаг от человеческих жилищ, и как только все люди, которые её защищали, ушли, она оказалась в этом состоянии. Её головная боль становилась всё хуже. Выяснив этот неутешительный факт, она остановилась и прислонилась к ближайшему дереву, собираясь снова начать идти после того, как немного отдышится. Но вместо этого медленно начала опускаться вниз. Хотя ещё мгновение назад вокруг был дневной свет, в этой области близко растущих деревьев уже стало темно, как ночью, а может солнце зашло незаметно для неё. Как будто убаюкиваемой тьмой, её веки невольно опустились. «Я не могу спать! Я не могу спать! Я не могу заснуть!» Подумала она, но её тело уже чувствовалось далёким. Её ноги не слушали её, как будто они принадлежали другому человеку, а невыносимая боль в голове постепенно уходила вдаль. Вместо этого в её сознании закрались бесчисленные, чёрные, словно ночеволны. Не было больше борьбы с истощением тела и разума. Наконец её поза полностью изменилась, как и её веки, и она осталась неподвижной. Вдали снова завыл зверь, дул ночной ветер, словно разнося тьму в каждой нише. Кто знает, сколько прошло времени, приближался шелест шагов, пробивающихся сквозь подлесок. Но фигура, прислонённая к дереву, не пошевелилась, она полностью потеряла сознание. В то же время в святилище бога дракона в Салоне, столице империи Мефиус, перед алтарём стояла одна неподвижная женщина, которая известна как наиболее набожная и преданная, чем кто-либо другой во дворце. Её глаза были закрыты, а голова опущена, как будто она возносила молитву. Императрица Мелисса Мефиус. Её пухлые красные губы выделялись на красивом лице, которое, несмотря на её возраст, оставалось похоже на лицо молодой девушки. На этих губах появилась улыбка, и там, где никого не было, они прошептали. Охотничьи собаки спущены. Глава первая. Репарации. Часть первая. Хотя до утра было ещё далеко, улица Таурио уже заполняла беспорядочная толпа людей. Шумный гул залил площади, закоулки и всё вокруг. К тому же поднимался дым из одного угла города, здания которого были превращены в щебень и разбросаны по окрестностям, однако это произошло не из-за нападения врага. Тот, кто приказал стрелить по ним из пушек, был никто иной, как Боуван Тедос, командующий всеми войсками в Таурии. Естественно, незадолго до этого Боуван эвакуировал население. Хотели они того или нет, но стук в двери заставлял людей вставать с их постелей. Когда они закончили вынос домашнего имущества на улицу, не без помощи солдат, произошла организованная подготовка к стрельбе. Вскоре рёв пушек и грохот взрывов вырвали всех в гордии сна. Опять война! Собравшиеся на расстоянии вокруг поднимающегося пламени, люди мрачно переглянулись. Война на Западе не считалась редкостью, сражения возникали каждый день в том или ином месте, но по их лицам ясно читалось, что им это сильно надоело. Наступление армии Гарды, которая повергла весь регион в хаос, изменило настроение людей на Западе до такой степени. Это остатки армии Гарды? Черрика раньше пытался сдерживать Таурию и мог перебросить свои войска, не так ли? «Нет!» Покачал головой человек, у которого имелся знакомый при дворе, и поэтому он был хорошо осведомлён. «Вы будете поражены, когда услышите...» «Говорят наш противник Мефис!» «Ерунда!» Это звучало как явное доказательство того, насколько сильно изменился Запад, ведь тут же раздался голос, опровергающий его. По сравнению с прошлым антимефийским настроением жителей, текущие настроения в Таурии значительно изменились. Жители Таурии вспомнили, как всего несколько месяцев назад наследный принц Мефиуса Гилл махал им рукой, проезжая по улицам города вместе с их повелителем Аксом. Именно в то время две страны, которые считались давними врагами, почти чудесным образом оказались связаны дружбой. Однако... Принца Гилла больше нет с нами. Имперский принц Гилл был предан своим вассалам, и его молодая жизнь прервалась. Люди Таурии, естественно, уже знали об этом. Несомненно, это произошло потому, что этот слуга не мог с радостью принять мирный переговор с Таурией. Некоторые даже говорят, что приказ дал сам император. Но поскольку принц Гилл умер... Пожилой мужчина встряхнул седой бородой. Тем не менее, с их стороны неправильно говорить, что нет необходимости выполнить обещания, данные Западу. Не так ли? Эй, нет смысла злиться на меня. Что бы то ни было, будет неплохо, если все это затянется на слишком долгое время. Иначе поля снаружи снова будут разрушены. Когда ночь почти полностью отступила, и утренний свет озарил людей, на лицах которых смешались гнев и уныние, вернулись солдаты, действовавшие в качестве передовых посыльных, принеся вести, от которых крики тут же разразились по всему городу. Они возвращаются с триумфом! Возвращаются с триумфом! Триумфальное возвращение! В этот момент казалось, что мрачная атмосфера, которая установилась в городе, полностью рассеялась утренним солнцем. Ворота тут же распахнули, и отряды Таурии во главе с Боуваном начали въезжать друг за другом. Послышалось упорядоченное эхо подков. Стали видны взору бойкие фигуры солдата и дерзкая острота высоко поднятых копий. Даже те, кто всего минуту назад переглядывались друг с другом с тревожным выражением на лицах, встречали солдат аплодисментами и радостными улыбками. Помимо всего прочего, они победили. Таурия защитила их жизни, их имущество и семьи. Боуван махнул рукой в ответ на приветствие толпы. Хотя он был молод, он оставался главнокомандующим, который взял на себе всю ответственность за защиту Таурии, пока Акс отсутствовал. Он добился известности, защищая город вместе с принцессой и сменой, когда Росван Базган поднял восстание. Вместе с королем-героем Аксом, победившим Гарду, он считался гордостью народу Таурии. Боуван еще раз продемонстрировал свой редкий талант и защитил их от бедствий войны. А люди еще живо помнят чувство победы после поражения Гарды. Теперь, когда они попробовали его снова, даже при том, что не знали подробностей, хотя имя врага оставалось неясным, они на какое-то время оказались опьянены экстазом. Но эмоции Боувана, когда он улыбался налево и направо, сидя на лошади, были совсем небеззаботными. Он чувствовал, что битва только началась, и это еще не конец. Кроме тех слухов, что, мол, врагом, напавшим на Таурию, являлась соседняя страна Мефиус, они также получили информацию о том, что внушительные военные силы все еще остаются в приграничной крепости Апта. Боуван уже разослал запросы о подкреплении по всему Западу, но если из-за этого количество их войск увеличится, а Мефиус все равно не откажется от вторжения, он опасался, что нынешняя ситуация может перерасти в тотальную войну. Буйство Гарды и его порабощение стащили Запад. Неужели у него осталось достаточно сил, чтобы одержать победу в столь масштабной борьбе? И вдобавок ко всему, если Акс и Боуван считались героями, то был еще один прославившийся в войне против Гарды, но его фигуру не было видно в длинной очереди, следовавшей за ним. На мгновение, когда Боуван Тедос задумался об этом герое, его улыбка приобрела мрачный оттенок. Положите его там! Эй, твой ребенок ведь скоро родится, верно? Что будет, если его от Саня окажется рядом? С одной стороны, солдаты Боувана маршировали грандиозным парадом по главным проспектам. В то же время в закоулках Таурии солдаты, которые оказались слишком ранены, чтобы идти пешком, перевозились на телегах и носилках, а их друзья подбадривали их. Среди них имелись те, кто получил пулю в живот, те, у кого была отрезана рука или нога, те, кому сломали кости, будучи растоптанным драконом. Были и такие, что оказались до такой степени тяжело ранены, что было трудно найти хотя бы одну часть на теле целой и невредимой. Один из них, чье лицо было залито струями собственной почерневшей крови, умер. А также... Орба! Фехтовальщик, которого так звали, лежал в одной из повозок. Несомненно, это был Орба, мечник в маске, победивший Гарду, но теперь по маске, похожей на его символ, пробежало несколько трещин, и почти половина ее левой стороны оказалась оторвана. Тем не менее, от цвета его голой кожи не было видно, она полностью скрылась под растекшейся вязкой кровью. Орба! Орба! Держись! Ты же здесь не умрешь, верно? Шейки и Гелиам мчались по задним переулкам, по обе стороны от телеги, в которой он лежал. Некоторое время Шейки неоднократно тянулся к нему, славно пытаясь разбудить. Гелиам уже несколько раз останавливал его со словами «Лучше пока его не трогать». И каждый раз Шейки подчинялся, чтобы повторить то же самое через несколько секунд. В этот момент Орбу охватил приступ сильного кашля. Пенистая кровь, которая затвердевала вокруг его рта, словно томатная паста была стряхнута. «Орба!» Шейки продолжал звать его по имени. Ответа не последовало. Хоть он и дышал, но все же почти потерял сознание. Наблюдая, как его грудь то сильно, то временами слабо вздымалась, Шейки задержал собственное дыхание. Накануне вечером несколько резервных сил, оставшихся в пределах городских стен Таурии, устроили засаду на армию Мефиуса, которая внезапно пересекла границу. Естественно, к ним добавился отряд наемников Орбы. Более того, по решению Боувана им была доверена важнейшая стратегическая позиция. Подразделение Орбы великолепно выполнило свою миссию. Застав вражеские отряды внезапной атакой из засады врасплох и уничтожив их, они направились к основной армии противника, которая шла по пятам за бегущими силами Боувана и атаковали их с фланга. Это произошло после того, как они выиграли тяжёлую битву, и казалось, что армия Мефиуса наконец отброшена. В этот момент в Орбу выстрелил вражеский солдат, спрятавшийся среди трупов. Пуля практически целиком задела лишь его маску, а его голова не получила прямого падания. Но удар был очень сильным, и Орба упал без сознания с лошади. Левая сторона его маски трёснула, но в данной ситуации оставшаяся половина была больше проблемой. Бесчисленные трещины, проходившие через маску, впивались в его лоб и даже сейчас заставляли его непрерывно кровоточить. «Чёрт!» – простонал Гиллиан, бегая рядом с тележкой. «Он был в хорошей форме, даже когда победил Гарду. А теперь ты говоришь, что он будет убит мифийцем, таким же, как и мы? А они умрёт!» – закричал Шейки. По сравнению с его обычным поведением, сейчас его лицо казалось похожим на лицо совершенно другого человека. «Он в такой момент... Он не умрёт! Он намного больше!» «Ага, да, правильно! Вот так! Мы гладиаторы, пережившие ад! Мы снова и снова ускользаем от смерти, особенно этот парень! Наверняка он просто притворится, что его нет, или что-то в этом роде!» Раненых вынесли во двор казармы. Командиры или те, кто имел в родственниках таурийских аристократов, были доставлены в эксклюзивные медицинские учреждения, а обычных солдат отправили в простые палатки, установленные в дворе. Сбежали с темнокожие врачи в белых мантиях, указывающих на их статус, которые тут же окрашивались кровью. Солдаты, которых не смогли поместить в палатках, положили на сыновках в дворе. «Всюда!» Несколько солдат подбежали к тому месту, где орбу вытащили из тележки, и собирались положить его на носилки. По всей видимости, они получили приказ из уважения к герою сделать исключение и отнести его в медпункт. Однако... «Подождите!» Резко остановил их Шиике. «Дайте ему немного отдохнуть! Он совсем измучился! Орба, тебе нужна вода?» Он предложил орбе свою флягу. Поскольку сознание орбы все еще оставалось туманным, реакции не последовало. Шиике капнул немного воды на пересохшие губы. «Эй, лучше поторопиться!» Подгонял Гелям сзади, но Шиике почему-то не хотел вставать. Он схватил орбу за руку, словно пытаясь подарить ему хоть немного собственного тепла. Хоть с одной стороны он и выглядел как мать, что беспокоится о его здоровье, однако на самом деле Шиике волновало другое. Для лечения необходимо будет снять маску. Естественно, это означало, что лицо орбы будет открыто для всеобщего обозрения. Как и в предыдущих воспоминаниях горожан, многие жители Таурии видели лицо Гилла Мефиуса. Он не знал, сколько из них запомнило его, увидев лицо только один раз, и то всего лишь в течение нескольких секунд. Что случится, если найдется хотя бы один скрупулезно запомнивший неприкрытое лицо орбы человек? Чёрт возьми. Позади него Гелиам ещё раз спросил, что он делает, и, конечно, Шейке тоже хотелось поторопиться, он хотел, чтобы его вылечили как можно скорее. Если уж на то пошло, даже если это смехотворное объяснение, он просто должен сказать, что это случай, когда разные люди во многом похожи. Поскольку он был так сильно похож на наследного принца, это привело к разного рода бедствиям, из-за чего в конце концов он оказался вынужден надеть маску и избежать от Мефиуса. Другой альтернативы он не видел. В тот момент, когда Шейке наконец собирался встать, нежданный человек шагнул во двор, полный раненых. В тот момент, когда он увидел, кто это, Шейке сглотнул и встал, чтобы оказаться между этим человеком и собой. Она как раз была одной из тех, кто хорошо знал настоящее лицо Гила. «Принцесса? Как это возможно? Почему принцесса в таком месте, как...» «Вы говорили, что вас зовут Шейке, не так ли?» Это была эсмена Базган собственной персоной. Дочь лорда Акса Базгана эсмена сложила руки за талию, а её поведение оставалось совершенно спокойным. Тем не менее, её глаза горели решительным светом. Солдаты тоже заметили её и быстро остановились, даже среди раненых нашлись те, кто пытался заставить себя встать и поклониться ей. Эсмена подняла руку, останавливая их. «Все, пожалуйста, расслабьтесь», мягко сказала она. «Вы, смельчаки, защитившие Таурию, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы хорошо отдохнули». Хотя она говорила весело, лицо эсмены выглядело бледным, ведь здесь находились солдаты, потерявшие глаз, полуобнажённые, получившие пулю, у которых имелись опухшие и искривлённые сухожилия, солдаты, у которых оказались отрезаны пальцы или уши, для эсмены, которая впервые увидела нечто подобное, это скорее было похоже на сцену из самого Ада. Для придворной дамы не было бы ничего удивительного, если бы она упала в обморок от одного этого вида, но... Шейки. Она подошла к наёмнику из Мефиуса. «Я слышала, что Орба здесь». «А?» «Я слышала, что героя принесли сюда». «Где он теперь?» Поскольку он не думал, что принцесса Таурия лично приедет повидать Орбу, Шейки на мгновение оказался ошеломлён. Во время разговора эсмена увидела Орбу через плечо Шейки и тут же на мгновение потеряла дар речи. Когда он заметил это, Тау изменил своё положение, чтобы загораживать её поле зрения, но... «Кто-нибудь! Здесь есть кто-нибудь?» крикнула эсмена неожиданно громким голосом. Солдаты, которые собирались унести Орбу, бросились к ней. «Как долго вы собираетесь оставлять этого джентльмена лежать на земле? Поторопитесь и занесите его внутрь!» «Немедленно! По приказу генерала Боована мы собирались унести капитана Орбу!» «Это великий герой, спасший Запад! Можно сказать, его заботы... заботы страны! Пожалуйста, переместите его в отдельное крыло замка!» «Я позову одного из придворных врачей!» «Принцесса!» «Что необычно для Шиики, он оказался так ошеломлён, что ничего не мог сказать. Хотя, с одной стороны, он чувствовал, что это выглядело самым безопасным для здоровья Орбы, с другой стороны, было бы опасно позволить принцессе, которая так хорошо знала лицо Гила, приблизиться к нему. «Мы также не должны показывать его лицо слишком большому количеству людей!» Решительно сказала Эсмена, Шиики теперь опишу по другой причине. «Таури не настолько неблагодарна, чтобы игнорировать желание героя и разоблачать то, что он спрятал. А теперь, Шиики, пожалуйста, помогите!» Сказав это, она слегка опустила века. В каком-то смысле это удивило Шиики больше всего на свете. «Не говорите мне!» Мелькнула в его голове мысль. «Что принцесса знает о Борбе и Гиле?» Эсмену похищал Гарда, и тем, кто её спас, был никто иной, как Орба. Вероятно, чтобы отблагодарить его, она пригласила Орбу в свои покои после возвращения в Таурии, что между ними произошло в то время. Разум Шиики находился в смятении из-за множества вещей, но в любом случае было очевидно, что лицо Орбы не могло быть открыто для большого количества людей. Он сопровождал тех, кто нёс Орбу на носилках. Гилеам издали наблюдал, как их фигуры покинули задний двор и исчезли в коридоре, ведущем к замку. Наемники из того же подразделения прибыли с опозданием, когда они узнали, что их капитан, по всей видимости, будет лечиться в замке, они почувствовали облегчение. Но... «Празднование победы! Мне это не очень нравится!» Сказал Талькот. «Нет, я собираюсь выпить весь ликёр, который нам предлагают!» Сказал Гилеам, встряхнув бороду. «Знаю себя, я не могу спокойно сидеть и беспокоиться о друге в таком состоянии. Есть такое!» Талькот энергично взмахнул левой рукой, похоже, он получил удар топором по нарукавнику, и она всё ещё была онемевшей. «Мефиус обязательно вернётся, не так ли?» «Наверное». «Казалось бы, мы легко можем продолжить наш наёмческий бизнес, хоть наш противник, а то Мефиус. Однако это означает, что даже если не считать травмы, капитана будет действительно тяжело». Несмотря на то, что он был молод, Талькот стал помирски мудрым, переключаясь с одного на другое, от пирата до кочевника и наёмника. Его слова наполовину звучали как предсказания, и даже Гилеам не мог не почувствовать лёгкую тревогу. Прибыв в пристройку к замку, смена на мгновение вышла из комнаты и заставила своих служанок вызвать врача, с которым она была знакома. Принцесса знала его очень давно, и он считался предыдущим старшим управляющим придворных врачей. В данный момент он находился уже в преклонном возрасте, но в хирургии оставался уверен, его звали Фаисал. Естественно, смена выбрала его из-за доверия к его характеру и таланту, но имелась ещё одна важная причина. Раньше, когда Гил Мефиус приезжал в Таурию в качестве посланника доброй воли, сам Фаисал был болен и лежал в постели. Смена запомнила это потому, что после того, как банкет для Гила закончился, она лично нанесла ему прощальный визит, другими словами, Фаисал не знал лица Гила. Хотя было раннее утро, Фаисал с готовностью согласился на просьбу Эсмены. О, наша крошечная маленькая принцесса сама вызвала меня. Надо сказать, что Эсмены воспитывали с чрезмерной опекой. Так что с детства, всякий раз, когда она простужалась или падала на улице, Акс призывал Фаисала. Несмотря ни на что, даже если в этот момент была глубокая ночь, осматривал ли он других пациентов, его вызывали в любое время. Он был врачом, которому перевалило уже за шестьдесят, но он всё ещё оставался бодрым. Он также являлся давним соратником Равана Дола, травмы которого он в настоящее время лечит. А ведомый солдатом он вошёл в комнату, где лежал Орба. И стал свидетелем странной сцены. Мужчина, похожий на женщину, почти полностью завалился на лежавшего пациента. Похоже, он воспользовался суматохой, чтобы лишить раненого всего его имущества. «Что ты делаешь?» – крикнул Фаисал, но другой не подал вида, что оказался удивлён. Его лицо блестело от пота, он, казалось, наматывал свежие бинты на верхнюю часть тела раненого. «Я займусь им с этого момента, любители могут отступить!» На первый взгляд Фаисал был мягким человеком, но когда дело касалось медицинских вопросов, он становился столь же властным, как генерал. «Не подходи!» Мужчина, похожий на женщину, естественно, Шейки, коррекнул ему в ответ. Доктор задавался вопросом, потерял ли этот человек рассудок, но глаза, которые смотрели на него в ответ, светились неожиданно интеллектуальным светом, и Фаисал остановился с видимым удивлением. Шейки закончил наматывать бинты и спокойно уложил орбу. Галей на него, повязка была полностью намотана вокруг него, груди до живота. Шейки спрыгнул с кровати и подошёл к Фаисалу. «Это что-то вроде мифийских чар», объяснил он совершенно другим тоном. «Кто-то, кто находится рядом с раненым и искренне заботится о нём, наматывает на него повязку. Ах, это не обязательно должно быть там, где он действительно оказался ранен. Пока он не проснётся, пожалуйста, не снимайте их без его разрешения, или вы погибнете из-за проклятия». В тот момент его лицо выражало сдержанную ярость. «Вместо проклятия-то человек сам может направить против тебя клинок со смертельным намерением, если ты нарушишь данное ему слово». Фаисал какое-то время смотрел на подобное выражение лица Шейки. «Я понял». Он почесал в затылке и согласился. «Я ненавижу ворчание жены так же и сильно, как проклятие колдовства». Шейки поклонился, как бы давая понять, что всё остальное он доверил ему, и вышел из комнаты. Повязки были наложены, чтобы скрыть клеймо раба на спине Орбы. Люди в Таурии знали, что Орба является бывшим рабом-гладиатором, но кто знал, что будет дальше. Он готовился к ситуации, в которой станет известно, что Орба – это Гил Мефиус. Шейки верил, что сделал всё, что мог. Он не верил ни в одного бога, которому поклонились в этом мире, поэтому не молился. С этого момента он мог делать ставку только на удачу и жизненную силу Орба. Когда он прислонился к стене, ему казалось, что он слышит крики своего тела, которое оказалось перенапряжено с прошлого вечера. «Он будет убит такими же мифийцами, как мы?» Слова, которые Гелиам пробормотал ранее, всплыли в его голове. «Мефийцы?» «Верно. Мы ведь тоже мифийцы, а?» Гелиам, вероятно, раньше не задумывался о том, что он мифийц, но переехав на запад, он не мог не осознать разницу в национальности то же самое из Шейки. Орба тоже мифийц. Этого нельзя отрицать. Солнце собиралось зайти, когда он шёл по коридору, ведущему от пристройки к замку во двор. Солнце собиралось взойти. Когда он шёл по коридору, ведущему от пристройки к замку во двор, сбоку дул тёплый ветер. Он посмотрел на голубое небо. Там, по ту сторону границы, которую он не мог видеть, находится Мефиус. Мефиус, который является их нынешним врагом и в то же время их родиной. Часть вторая. В том самом Мефиусе, в Апте, а если быть точным, в её самой западной части, несмотря на ранний час собралась большая толпа, как и у жителей Таурии, их лица были наполнены тревогой и трепетом. Орёва артиллерийского огня, разразившегося на рассвете, оказалось более чем достаточно, чтобы нарушить их спокойный сон. После того, как солнце полностью взошло, войска под предводительством на Барло вернулись. В отличие от Таурии, это не было триумфальным возвращением, доспехи всадников казались тяжёлыми, повсюду мелькали фигуры раненых, как ни крути, они выглядели изрядно потрёпанной и разбитой группой из побеждённой армии. Неустранимые усталости и унижения также застыли на лице на Барло Мэтти, который ехал первым, но, как главнокомандующий, он принял позу настолько гордую, на которую только был способен. Однако это произошло только после того, как он прошёл через ворота, ведущий в город. Он скакал верхом на лошади в неудобной позе вплоть до того момента, пока они не перешли реку Юнос, не обращая внимания ни на что, кроме своего побега. Пашир прижимался к нему сзади, положение которое он был вынужден принять, чтобы защитить спину на Барло, и которое только ещё больше разоблачило постыдное поведение генерала. На Барло являлся полководцем, гордившимся своими многочисленными военными достижениями. Перед отъездом на фронт он считал, что этот бой невозможно проиграть. Они получили информацию, что в Таурии осталось очень мало войск. Тактика, которую он выбрал, заключалась в том, что как только он сам соберёт оставшиеся силы Таурии и границы, отдельные части войск на Барло внезапно атакуют столицу Таурии с тыла. Даже если по какой-то случайности его восприятие окажется неверным, на это уйдёт лишь немного больше времени, поражение было немыслимо. По сути, на Барло считал, что у него 90% шансов на победу на поле боя, но затем ситуация резко изменилась. В Клешни взяли не Таурию, а основную часть войск на Барло. Отряд Даррена, вероятнее всего, был уничтожен. Цезаря, который исполнял обязанность заместителя командующего войсками на Барло, также не видно. Это было сокрушительное поражение. За эти несколько часов пухлые щёки на Барло Мэтти, которые обычно дрожали, когда он ехал верхом, казалось, полностью впали. Но даже в этом случае, когда он ехал по улицам Апты, его лицо оставалось невыразительным до самого конца. Когда он спрыгнул с лошади, его поведение оставалось таким, как будто он только что совершил долгую поездку или что-то вроде этого. Затем, передав уздечку слугам и не обращая никакого внимания на приветствующие его голоса, он большими шагами вернулся в самую высокую комнату в замке Апты, комнату, в которой когда-то останавливался принц Гел. Как только он закрыл за собой дверь, на Барло взбесился. Он сбил вазу, выставленную у входа, вытащил свой меч, прорезал стол и стулья, а затем отбросил осколки изо всех сил. К тому времени, как Роук и Адайн поспешили к нему, узнав о возвращении на Барло, не осталось ни единого целого стула, чтобы предложить им сесть. Когда ему сообщили о визите двух генералов, на Барло очень хотелось закричать, но к тому времени он уже немного успокоился, и тяжело дыша, приказал камергерам быстро убрать комнату, из свободной комнаты внесли длинный стол, а сверху разложили карту окрестностей Апты, как если бы он внимательно изучал стратегии. Получив разрешение на Барло, Роук Саян, генерал дивизии Крылья Зари и Адайн Лорга, генерал дивизии Серебряных Топоров, вошли в комнату. Они прибыли в Апту, получив приказ завоевать Таурию, однако поскольку на Барло был озабочен тем, чтобы сделать это своими солдатами в одиночку, они остались в Апте, чтобы удерживать линию обороны. Хотя ни один из двух генералов не был в восторге от завоевания Таурии, они всё же не могли скрыть своего удивлённого выражения лица от того, что на Барло вернулся полностью разгромленный. Неужели у Таурии такое количество солдат? Примерно вдвое больше. Ах, нет, больше, чем ожидалось. Но не так уж и много. Запинаясь, произнёс на Барло, ему было стыдно, что он потерпел поражение от небольшого вооружённого отряда, но если бы он сказал, что количество солдат превзошло его ожидания, это также сделало бы его собственное понимание ситуации, на котором он основывался свою стратегию слишком поверхностным. В довершение всего перед выходом на поле боя на Барло с большим достоинством заявил, что эта стратегия разработана вместе с его императорским величеством. Роу Гасаяну внезапно стало жаль этого человека. Война – живое существо. Независимо от того, насколько тщательно продумана стратегия, ситуация может измениться в мгновение ока. Кроме того, это также вопрос удачи. Похоже, на этот раз удача находилась на стороне Таурии. Он говорил сочувственно, но его манеры произвели противоположный эффект и только разожгли пламя гнева на Барло. Нет! На Барло внезапно повысил голос и стукнул миссистым кулаком по столу. Я не бог, и я мог бы смириться с этим, если бы это оказалось моей судьбой, но это не тот вопрос, который можно решить несколькими словами об удаче. Это было гнусное предательство! Предательство? Да! Принцесса Гарберы, Велина Ауэр, эта проклятая женщина предала нас ради Таурии! Невозможно! Оба генерала одновременно закричали, поскольку упомянутое имя прозвучало настолько неожиданно, они заподозрили, что шок поражения возможно заставил человека перед ними потереть рассудок. Они оказались правы более чем наполовину. Хотя это правда, что Принцесса выдала секретную информацию, когда он услышал об этом, на Барло не поверил, что это изменит военную ситуацию. Скорее он наоборот чел это удобным, поскольку информация, принесенная Велиной, помимо того, что несомненно привлечет врага границы, так еще и растердит его. Но на Барло нуждался в хорошем предлоге, чтобы оправиться от потрясения и тяжелого удара от проигранного сражения. Хотя он часто бывал на передовой, он не привык к должности главнокомандующего и не мог нести все тяжесть ответственности за поражение. Разглашение Велиной секретной информации представлялось для на Барло идеальной деталью. Эта проклятая гадюка, ее определенно послали из Гарбера, чтобы вонзить свои ядовитые клыки в Мефиос. В то время, как он рассказывал Роугу и Адайну о сцене, в которой она изображала из себя своего рода героя и надменно приказала ему разбить лагерь, на Барло даже сам в глубине души начал верить, что его слова действительно правдивы. Адайн позвал одного из своих людей, которого он оставил наготове за дверью и попросил его проверить, находится ли в настоящее время принцесса в замке. Ответ последовал незамедлительно. Со вчерашнего вечера горничная принцесса подняла шум, так как принцесса не вернулась. «Почему ты не предупредил меня сразу? Потому что, в конце концов, вот-вот начнется война. Мои глубочайшие извинения!» Адайн прищелкнул языком, он обменялся взглядами со старым генералом Роугом, стоящим рядом с ним. Казалось, каждый ожидал увидеть свои эмоции и выражение лица другого, и это ожидание не было ошибочным. Принцесса приняла меры. Дело не в том, что Роуг или Адайн имели особенно глубокую связь с принцессой Велиной, но они также не верили, как и на Баррелл, что она является просто маленькой девочкой с пустой головой. Конечно, она должна была понимать, какими будут последствия ее действий для Мефиолса, для Запада, а также для ее родной страны Гарберы. «Нет смысла больше говорить об измене принцессы!» Сказал на Баррелл, хотя он сам продолжал говорить о ней казалось безостановочно, а затем немедленно приступил к реорганизации войск, так как был полной решимости нанести второй удар по Таурии. «Это правда, что враг устроил нам засаду, но даже несмотря на это, Таурия практически в наших руках. Если уж на то пошло, их сторона тоже понесла потери, однако они будут убеждены, что отбросили нас, поэтому мы атакуем снова без промедления. На этот раз я также попрошу вас двоих о помощи!» Глядя в глаза двум генералам, он сказал это почти наполовину угрожающе. Однако оба решительно возражали. На Баррелл еще не остыл от волнения войны, если они позволят себе снова вступить в бой с врагом, высока вероятность, что они получат еще одно поражение. «Вы потеряли самообладание?» На Баррелл сердито посмотрел на них. «Ситуация изменилась с того момента, когда вы получили приказ его величества. Прежде всего, отправьте гонца в салон. Или вы говорите, что приказ его величества состоял в том, чтобы вести войну на истребление, независимо от того, сколько раз нас отбросят назад?» Сказал Роук. На Баррелл был напуган тем, что император обвинит его в поражении, однако также сильно он боялся изменить приказы императора. Его психическое состояние до битвы было аки у бесстрашного даже перед лицом богов человека, но как только его поддержка пошатнулась, эта уверенность стала хрупкой. Поэтому он неохотно согласился со словами Роуга. Возможно, именно он потерял часть своего самообладания, но все же он не собирался снова атаковать Таурию только своими частично уничтоженными войсками. В салон был отправлен посланник, и пока они ждали ответа, на этот раз он попросил Роуга и Адай на сотрудничестве и укреплении линии защиты Апты. На данный момент Таурия не двигалась, похоже, ни Атака, ни Вестник не приближались, и все, что у них имелось, это информация о том, что их подкрепление быстро набирает силу. И за дня в день нетерпение на Барло росло. Роу Ксаян также получил подробный отчет от солдата, дежурившего на дозоре. Были замечены некие движения, которые, казалось, указывали на то, что весь Запад обединился против Мефиолса. Если все было так, то как только кто-то из них вновь пересчет границу, это может перерасти в крупномасштабную войну. Даже императору Гулу Мефиолсу нелегко будет решиться на сей шаг, но император, каким он является сейчас, может попытаться силой заставить Запад подчиниться. Когда он решил захватить Таурию, у Гула Мефиолса не было для этого никаких оснований. Он слышал от Набарла, что это произошло потому, что наследный принц Гил якобы убит подчиненными Таурии, но даже так называемая и как он подозревал теперь принадлежал Набарл, вряд ли поверило, что это правда. Если его величество отдаст приказ атаковать еще раз, сомнения по поводу того, что он должен сделать, закружились в груди Роуга. Если бы его приказ означал величественно сражаться против ненавистного врага и умереть, даже сейчас Роуг не покачал бы головой и не отказался бы. До тех пор, пока он мог написать хоть одно письмо своей семье, этого было бы достаточно, чтобы он ни о чем не жалел. Облаченный в доспехи, которые передавались из поколения в поколение его предками, он с радостью бы отправился на поле последней битвы с мечом в руке. Но Роуг не злился на запад, кроме того, принц Гил выбрал дружбу с этой землей. Даже если это будет приказом его господина, сможет ли он загнать своих людей в бой, лишенные всякой праведности, и приказать им умереть? Даже в его возрасте сомнений не оставляют человека. Не проходило и дня, чтобы на лбу Роуга не появлялись складки, не исчезающие даже во время дневных тренировок. Судя по тому, что он слышал, чувства жителей Апта разделились на два лагеря. Даже в этой крепости, которая была связана с принцем, раздавались голоса, яростно кричащие, что им нужно уничтожить Таурию и отомстить за принца, а также такие, которые спокойно упрекали их, говоря, что должно быть произошла какая-то ошибка, поскольку не так давно к ним приезжал посланник дружбы прямо от Таурии. Если люди Таурии помнили принца Гила, то жители Апты помнили, что видели принца свою смену. К тому же существовал практический вопрос. Если война разразится снова, Апта может стать полем битвы. Крепость была разбомблена самим принцем Гилом, чтобы отразить тотальную атаку, и когда её полной реконструкции наконец почти не за горами, люди снова оказались глубоко обеспокоены. По мере того, как эти разговоры доходили до его ушей, колебания Роуга становились всё сильней. Однако он оставался прирождённым воином, отдельно от его личных убеждений или его заботы на строение людей присутствовала та его честь, которая тщательно исследовала текущую ситуацию. Если нельзя будет избежать обмена боевыми действиями, то как им воевать? Роуга уже слышал подробности битвы от Пашира, солдата, который участвовал в ней вместе с Набарлом. Раньше он состоял в имперской гвардии, но поскольку Набарл хотел, чтобы его навыки, позволившие ему занять второе место в гладиаторском турнире, помогли ему, или же, возможно, чтобы его собственный отряд выглядел лучше, он насильно включил Пашира в свои войска. По его словам, Набарлу не удалось прорваться в центр врага не из-за недостатка тактики, а он предпринял попытку внезапной атаки, смело продвигая своих солдат через вершины Белганы, которые можно назвать естественной цитаделью. Дерзкий метод, который возраст Роуга не позволил бы ему рассмотреть. Несомненно, Набарл тщательно исследовал местность перед походом, это точно необычный план, и он был скрупулезно подготовлен. Тем не менее, несмотря на это, Таури отбросила войска Набарла лишь с помощью небольшой армии, даже если бы у них имелось географическое преимущество и информация, полученная от принцессы Гарберы, он не думал, что это вся причина. Принцесса. Верно, принцесса. Независимо от его убежденности в том, что он должен сосредоточиться сейчас именно на войне, сомнения в груди старого генерала не утихали. Каждый раз, когда он думал о действиях принцессы Гарберы и продолжал беспокоиться о её местонахождении, Роуг производил впечатление беспокойного человека, а его щеки непроизвольно напрягались. В то же время, хоть он и потерпел поражение, главнокомандующим в апте по-прежнему оставался Набарла Мэтти. Ни Роуг, ни Адая не могли передислоцировать ни одного солдата без его разрешения. Эти двое приставали к нему, чтобы он организовал отряд отдельно от оборонительного формирования. Поисковый отряд принцессы. После битвы с Таури её местонахождение оставалось неизвестным. Набарл безразлично фыркнул. Похоже, Роуг и Адаин всё ещё не верили, что принцесса вела себя так, как он рассказывал. Нанабарл своими глазами видел её, будучи направляющейся в сторону Таурии, и слышал те слова, что она сказала перед отбытием. Он также лично был свидетелем того, как она создавала беспорядки на поле боя с помощью дирижабля. Она пропала? Должно быть, она вернулась в Таурию, наверняка сейчас она разыгрывает роль героини, будто из какой-то старой сказки, и раздувает моральный дух таурийцев, распространяя клевету на Мефиос. Набарл выглядел совершенно незаинтересованным в её поисках, но тут к нему пришёл неожиданный гость. Говорили, что это посланник из салона, Набарл побледнел, гадая, какой выговор он получит от императора, но если хорошенько подумать, для этого было слишком рано, чтобы являться реакцией на извести его поражение. Более того, внешность посетителя оказалась ненормальной, возможно, он являлся последователем Бодейна, так как его голову покрывала ткань, из-за которой достаточно трудно было различить черты его лица. В любом случае, его нельзя было сразу же связать с Гулом Мефиосом, который, как говорили, хотел сделать веру в богов-драконов государственной религией, но то, что тот протянул в руке, несомненно, являлось письмом с подписью императора Мефиоса. Набарл почувствовал себя загнанным в угол, будучи в состоянии крайнего волнения, но посетитель имел совсем другую цель. «Принцесса Гарбера?» «Точно», сказал мужчина ржавым голосом, из-за чего было трудно понять, мол, от он или нет. Его величество разрешило ей отправиться в район Недайн, но она неожиданно и без разрешения взяла один из завиаперевозчиков нашей страны и направилась в сторону Апты. Даже для гостей ее свои нравия заходят слишком далеко. Принцессе не будет позволено больше свободы, и мой долг сопроводить ее обратно в салон. «На принцесса?» «Я знаю, так что, пожалуйста, одолжите мне солдат. Мы отправимся на ее поиски». Человек, представившийся Кириллом, даже не дрогнул, когда ответил. «Принцесса выдала секретную информацию в вражеской стране и, кроме того, пропала без вести на вражеской территории, а говорил он, словно эта ситуация была совершенно обуденной. «Ты будешь?» «Будет удобней, если я лично буду ее искать». Пальцы Кирилла раздвинули ткань, которая висела по обе стороны его лица. На баррел почти грубо ахнул, ведь то, что предстало его взору, оказалось лицом зердианца. Он чувствовал себя так, как будто его обманула листица, изменяющая форму. Но, если поразмыслить об этом, старейшины, с которыми император недавно сблизился, все без исключения являются с зердианцами. Похоже, он привел с собой еще около тридцати других зердианцев. Можно было бы подумать, что этого будет более чем достаточно для поисковой группы, но, как он и сказал, «Мы будем искать вдоль границы, так что есть шанс, что на нас нападет враг». Все это время на баррел словно воды в рот набрал. Даже увидев лицо Кирилла, он не мог с уверенностью сказать по его чертам, мол, тут или стар. Пространство между глазами выглядело пухлым, но щеки оставались такими впалами, точно их соскребли ножом. Хотя он не был особенно высоким, его руки, раскинувшиеся на столе, выглядели на удивление длинными. На баррел почувствовал, что этот разговор действительно странный, но в конце концов к Кириллу присоединилось около двадцати солдат. Это небольшая цена, если это означает, что Роуко и Адаин перестанут приставать к нему. Но он не понимал. Услушав, что они тут же немедленно покинули Апту, на баррел внимательно изучил переданное Кириллом письмо. В нем стояла им императрица Мелиссы. Оказалось, что это она вела переговоры напрямую со старейшинами об отправке такого большого количества людей. Я даже не думал, что императрица так сильно недовольна девушкой из Гарбера. Хм, но это не важно, как бы там ни было. Если бы о поступке принцессы стало известно, психологическая рана на баррел от проигрыша битвы несколько зажила бы, а его репутация также восстановилась бы. И что важнее всего, если бы он мог умело выдвинуть этот аргумент против Гарбера во время их обсуждения, император, несомненно, вспомнил бы о нем в более благосклонном свете. Таковы были мысли на баррела, но даже после того, как поисковая группа уехала, его нетерпение нисколечко не исчезло. И для этого оставалась причина. Одной решенной проблемы с принцессой недостаточно. Проще говоря, он чувствовал, что нужно больше, чтобы скрыть свою неудачу. Из того, кто нанимал наемников, на баррел добился поразительного успеха, будучи избранным в число двенадцати генералов. Но это произошло просто потому, что император пожелал этого. Другими словами, он был напуган тем, что на этот раз, не более чем по единственной прихоти, его положение может упасть ниже земли. Ему казалось, что он поднялся только на полпути к небу, и теперь испытывал сильное желание найти хотя бы еще один аргумент, чтобы избежать ответственности. Как насчет имперской гвардии? Тот, кто почувствовал беспокойство на барреле и прошептал ему это, был один из его давних слуг по имени Гарретт. Он был, как младший брат Даррену, вице-капитану, погибшему в бою на вершинах Биллиганы. Что? Императорская гвардия? Те бывшие рабы, которых специально отобрал принц, есть подозрение, что они знают правду о смерти принца, и поэтому они возложили преступление на генерала Оубери Билана. На мгновение на барреле казался удивлен горечностью Тона Гаррета, но, разумеется, для императора Гула показания имперской гвардии являлись препятствием для его утверждения о том, что принца убил Запад, из-за этого он приказал на барреле на время ограничить их свободу. Похоже, у них тоже имелась связь с принцессой. Разве это невозможно, что, оставаясь в Мефиосе, они передавали Таурии секретную информацию? Это вполне может быть так. На барреле торжественно кивнул. В такой ситуации, можно сказать, Гарретт играл ту же роль, что и Колинес Фан по отношению к императору Гулу. Проницательно читая эмоции тех, кто выше его, он подходил к ним и убедительно высказывал подобные мысли словно от их имени. Если бы не это, такое полное поражение было бы просто невозможно. В самом деле, если информация все еще просачивается, это начнет сказываться на моральном духе. Некоторых из гвардейцев придется заставить говорить правду после того, как они будут доставлены его величеству. Но ему все равно, если мы используем несколько из них в качестве примера. Хм. Скрестил местистый руки на баррел. Хотя ночи вапти ощущались прохладней, чем в салоне, в середине дня бывало достаточно жарко. Подтекся лбаи стекал по его пухлым щекам. Как и сказал Гаррет, казнить бывших имперских гвардейцев как предателей звучало действительно неплохо. Так же, как и он, его люди понесли моральный удар от своего поражения. Если они припишут свое бессилие к кому-то другому, они смогут восстановить свой моральный дух. Половина отряда на баррела состояла из других отрядов наемников, но другая половина из его товарищей, с которыми он обедал из одного котла с тех пор, как сам был капитаном наемников. Теперь, когда он стал одним из 12 генералов, он почувствовал, что хочет дать им немного удачи. В таком случае ему нужно вернуть им былой настрой. С этого момента, независимо от того, какое подкрепление прибудет из салона, безусловно, именно войска на баррела Метти должны победить Таурио. Тем не менее, время казни немного отстало, с момента их поражения прошло уже 7 дней. Ему нужно придумать какое-то оправдание. Через мгновение на баррела сжал руки. Если я правильно помню, среди имперской гвардии есть женщина. А, а, та, которая, как говорят, отвечает за заботу о драконах. Да, это женщина. Она определенно с запада, верно? Блеск нетерпения несколько погас в глазах на баррела, а на его месте вспыхнул огонь жестокости. Около 20 бывших имперских гвардейцев были заключены в большую камеру под казармами. Говен и Хоуран, а также командир отряда дирижабли Нил Томпсон, Мигель Тесс, сражавшийся против Орбы во время гладиаторского турнира, и Крау, который принц поручил руководить кораблями, находились здесь. Сюда же доставили Пашира, который вместе с Набарлом сражался против Таурии. Он никогда не считался разговорчивым человеком, но с тех пор, как вернулся, почти не открывал рта. Раздраженный тем, что его заперли, практически сорвался на Мигеле, который хотел услышать его военные истории, но получил холодный ответ, что почти переросло в драку между ними. Тем, кто отгородил их от драки, стал Говен, но по прошествии времени ничего не происходило, и его глаза иногда встречались с глазами Пашира. Поскольку казалось, что эти глаза пытались привлечь его внимание, Говен собирался приблизиться к нему, когда тот резко перевёл взгляд. Это было не похоже на человека, чьи разумы тела были подобны стали, иметь такое нерешительное выражение лица. Он ведь не думает о побеге. Но и Говен не стал исключением, и в этой ситуации, когда он не знал, что будет дальше, его раздражение также нарастало. Поскольку император объявил, что убийство принца Гилла совершено агентами Таурии, он имел некое представление о том, как с ними будут поступать, может быть, пора было отказаться от Мефиуса и серьёзно разработать план побега. Именно тогда в зале появились солдаты под командованием на Барло, думаю, что пришло время их казни, он собирался снять позицию на Готове, когда в этот момент позвали Хоу Ран. «Что ты хочешь от неё?» спросил Говен, приёмный отец Ран. «Драконы не успокаиваются», грубо объяснил солдат. «Когда мы спросили других укладчиков драконов, они сказали, что тебя слушают только приказы этой женщины. Так что мы отпускаем они надолго, но только для того, чтобы она позаботилась о драконах, вам же не дают никакой свободы». Ран не перебивала, понатуренно являлась девушкой, которую большую часть времени проводила с драконами, она не стала возражать. «Ран». Говен многозначительно взглянул на неё, чтобы предупредить. «Не думай о странных мыслях. Иди с ними пока спокойно». Хотя она оставалась девушкой, выражение лица которой не сильно изменилось, Говен научился понимать, о чём она думает. Они слышали новости о том, что принцесса Велина пропала после того, как их заточили в тюрьму, и отношение Ран показало, что она этим обеспокоена. Слабо улыбнувшись, Ран похлопала Говена по плечу, как бы говоря, «Я знаю». А затем солдаты вывели его из комнаты. Через несколько минут Ран под присмотром солдат начала ухаживать с драконами. Среди них находились не только драконы из Апты, но и те, которых генерал Саян отправил на корабли из Надайна. Другими словами, это были её старые знакомые. Солдаты не могли скрыть своего удивления, когда она без посторонней помощи прыгнула в клетку, коснулась чешуи драконов и повела этих могучих существ, сидя прямо на них. Но это только сначала. «Кажется, ты действительно привыкла общаться с драконами. А людей ты тоже приручаешь? Я слышал, ты также заботилась о рабах-мечниках. Не хочешь ли ты присмотреть за нами тоже? Мы можем быть такими же грубыми, как и драконы». Каждый из солдат непристойно повысил голос. Ран, однако, проигнорировала их. Точнее, она продолжила работать, как будто их слова даже не достигли её ушей. Выражение её лица оживилось. В конце концов, солдатам это надоело, и они замолчали, но наблюдение продолжалось. Их слова закончились, но взамен в их глазах засветился свет обнажённой похоти, когда они продолжили смотреть на тело Хоуран. Часть третья. Салон, имперская столица империи Мефиус. Завершив ряд запланированных дел во время утренней аудионции, император Гулу Мефиус, защищённый лесом копий, размахиваемых одетыми в красные имперскими гвардейцами, проехал по улицам в великолепной карете и прибыл в храм Веры Бога Дракона. В комнате глубоко внутри ждали старейшины. Это была пустая просторная комната, за исключением длинного хрустального стола в центре. Обычно кристалл относился не к кристаллу, найденному на Земле, в материнской планете, а к минералу, характерному для этой планеты, который просто напоминает кристалл по внешнему виду и твёрдости. Правда это или нет, но всё же было сказано, что вся мебель в храме как считалось сделана из настоящего хрусталя с первоначальной планеты, который загрузили на космический корабль-мигрант. Пламя, которое зажгли во всех углах комнаты, а также искажённые лица каждого и старейшина отражались на поверхности стола, почётного места не было, между императором и старейшинами, жившими в храме, не существовала разницы в статусе. Таким образом, старейшины не вставали, чтобы поприветствовать императора, когда он вошёл в комнату, и никто из них не озвучивал протёжных обращений. И всё же тон гула Мефиуса прозвучал решительно грубо. «Это первый раз, когда ваше суждение ошибочно. Разве Таури не должна была безропотно попасть в мои руки в течение нескольких дней? Я слышал, что сейчас там собираются солдаты со всего Запада. Забудьте, теперь это займёт не несколько дней, а шесть месяцев или даже целый год, и будет стоить им многих мифийских жизней». Старейшины переглянулись. Пусть все они были гораздо старше гула лет на 10 или 20, ни у кого не нашлось слов, чтобы ответить. Казалось, они избегают его взгляда. Гула лобнулся с чувством мрачного удовлетворения. «Возможно, я тоже стал опрометчивым. Я чересчур поверил в безошибочность ваших слов. Теперь нам, возможно, потребуется много времени, чтобы пересмотреть план. Подождите, ваше императорское величество». Среди старейшин нашёлся один-единственный встретивший его взгляд. «Наши суждения не исходят из определенного знания будущего. Это просто вопрос возможностей. Бесчисленные люди, которые живут и дышат в этом мире, каждый имеет перед собой тысячу, десять тысяч путей, по которым они могут пойти. Наши суждения заключаются в сужении их до тех, которые содержатся в поле зрения одного человека. Как мы уже неоднократно говорили, именно люди приводят в движение случай, а случай приводит людей в движение». Среди всех старших он был сравнительно молод, однако его лицо оставалось почти невыразительным. Это было не отсутствие выражения у религиозного человека, достигшего определенного философского состояния ума, а скорее пустое выражение того, кто оставил эмоции в утробе матери при рождении. На этот раз уже императору нечего было сказать, однако через мгновение «Религия удобна. Никто лучше вас не сбивает людей с толку», сказал он, будто вёл монолог самим собой. Голумефиус изначально не являлся человеком, который придавал большое значение древним обычаям страны, но он превратился в государственного деятеля, который пытался возродить старые древние верования в веру бога-дракона и уважал старомодные традиции. Примерно три года назад он получил стимул развивать отношения со старейшинами. В то время Мефиус находился как раз в разгаре войны с Гарберой. Более того, ни один из них двоих не видел выхода из этого конфликта, что лишь показывало все признаки затягивания противостояния. За два года до этого Гул потерял императрицу Лану из-за болезни. Во время долгой затяжной войны большинство солдат и офицеров, которые поддерживали его с давних времён, погибли. Люди начали шептаться, якобы Гул падает духом, отчасти из-за этого, а также для того, чтобы поднять настроение людям, в том числе своё собственное. В мавзолее под чёрной башней, возвышающейся в центре салона, Гул впервые совершил оракул. С мечом настолько новым, что казалось, словно он всё ещё источает искры из пламени, которым был только-только закалён, Гул отсёк голову самой красивой женщины среди рабов. Когда кровь, а вовсе не искры, капали с него на каменный пол, он провозгласил, «Пока передо мной не будет представлена голова короля Гарберы, я никогда не вложу свой меч в ножны». Оракул — это устная клятва, которой обмениваются император, потомок бога-дракона и божественные духи его предков. В тот же период император укрепил авторитет императорского дома, односторонне захватив власть у Совета. С точки зрения знати, он действовал в основном по совету многих старейшин, руководивших во время церемонии Оракула. С тех пор отношения между Гулом и старейшинами стали крепче. Год назад, примерно в то время, когда он обменялся свадебными клятвами с Мелиссой, старая клятва оказалась нарушена из-за заключения мира с Гарберой, но его доверие к старейшинам только выросло и в конце концов достигло точки, когда он построил такой большой храм в Салоне. «Император Гул, вы считали, что наша сила необходима для осуществления ваших давних амбиций?» — бесстрастно произнес старший прямо напротив Гула. «Ваше давнее желание разорвать отношения между тремя странами и заявить о своем превосходстве над центром континента, если это произойдет, ваше имя войдет в историю как имя самого сильного императора. Война с Гарберой объявлена оконченной, и ситуация в настоящее время заходит в тупик. Но, как вы знаете, в каждой стране есть тлеющие угли, единственная ошибка может разжечь эти угли, поглощая Мефиус пучины бушующего ада. С другой стороны, одержав серию маленьких побед одну за другой, Мефиус получит территорию, подходящую для статуса империи, и ваш суверенитет, а также учение бога-дракона распространятся по всему континенту». Император пристально смотрел на старца из-под тяжеловесных век. Это не были глаза человека, смотрящего на близкого друга или вассала, которому доверяли, но при этом они не выглядели глазами человека, смотрящего на врага. Почти пустое выражение лица императора Мефиуса прилепилось к нему как маска. «Будь сильным, голый Мефиус», сказал смуглый старичный голосом, подобным ветру пересекающему долину. «Чтобы наступил день вашего идеала, вы не должны забывать, что вы чувствовали. Как только вы потеряете это из виду, вы станете неким как обычным стариком. Так много людей становятся такими, что их утомительно считать. Конечно, на этот раз все пошло не так, как мы предполагали, но нет необходимости волноваться и проявлять нетерпение. Пока мы здесь, течение времени всегда будет к вашим услугам. Вскоре вы определенно получите власть, захватив запад и поглотите Гарбор и Энде». После того, как Гул ушел, среди старейшин, сидящих на рядах хрустальных сидений, один внезапно чуть не упал со стула. Именно этот старейшин наставлял его. С восклицаниями и скоростью, не соответствующей их возрасту, другие старейшины бросились к нему, демонстрируя замешательство противоречащее их обычной отстраненности. Словно находя их неприятными, старец стряхнул протянутые к нему руки. «Это тело приближается к своему пределу!» Пробормотал он хриплым голосом, если взглянуть на него, его тело определенно истощилось. Но его глаза светились ярким, как лисий хвост цветом. Скоро будет время подумать о следующем шаге. Но всё так, как я и сказал Гулу. Время дорого. Барбарой тоже скоро придёт в движение. Но перед этим Акс Базган, он стал чем-то вроде досадливой неприятности. Собравшиеся вокруг него старейшины молчали, даже в этом случае возможно существовало взаимопонимание, поскольку поведение старца, когда он шатко поднялся на ноги, оставалось равнодушным. «Обычно я бы избегал прямых мер, но тут ничего не поделаешь. Мы не всегда можем держаться на расстоянии. Сообщи Тахи, скажи ей, что даже если придётся использовать эфир, она должна убить Акса». «Что вы хотите, чтобы мы сделали с Гулом?» спросил тот, кто выглядел старше старейшины. Старец презрительно улыбнулся. «Даже если мы позволим ему действовать самостоятельно, он будет двигаться так, как мы и предсказывали. Он больше не может убежать. Он пытается быть твёрдым и демонстрировать силу. Эта страсть прилипает к нему как маска из плоти и контролирует его тело». Заявил тот. Затем сразу же стёр свой презрительный взгляд и выражение его лица стало таким же пустым, как когда он смотрел на Гула. «Придя к этому, наши планы на судьбу рискуют быть нарушенными. Я знаю. Вероятно, это связано с действиями другого человека. Для начала Гоул, приближающийся сейчас к Эндес цель разрушения отношений между тремя странами, является лишней переменной уравнением оригинального плана. Тем не менее, план, который мы сплели не настолько лёгок, чтобы сбить его с курса из одного рваного шва. Это подобно ветру. Если что-то отклоняется от курса, ветер немедленно поднимается и автоматически исправляет его. Это то, что называется изначальной судьбой. Никому не будет позволено разрушить её. Пока те, кто находятся в Барбаро не пробудились, мы, как люди, должны делать всё возможное, чтобы крепко держаться за этот мир. Заметив шаги Камергера, Саймон плотно закрыл ящик. Камергер поклонился, затем вошёл в комнату и, как обычно, сложил книги, которые просил Саймон в одном из углов, прежде чем уйти. Саймон поднял книгу сверху и листал её стоя, когда внезапно заметил, что в комнате стало темно. Он подошёл к окну и открыл шторы. Капли дождя падали за оконным стеклом одна с другой, затем и на окно начали попадать капли. Битва ради мести, Гул. Пробормотал Саймон, глядя в сторону сада, покрытого туманом от дождя. Затем взглянул на главный дворец, возвышающийся над холмами за ним. В дом никто не приходил с тех пор, как принцесса Велина уехала полмесяца назад. Однако, новости, естественно, дошли до него. Говорят, что император Гул послал солдата в Апту и что они уже обменялись ударами с Таурией. Он не слышал никаких подробностей о войне, но поскольку Гул пробудил настроение вассалов, говоря о войне как способе отомстить за наследного принца, результаты, вероятно, оказались неутешительными. Похоже, что вторая и третья части войск, которые должны были быть отправлены в Апту, находились в середине подготовки к отправлению. Таким образом, невозможно избежать крупномасштабной войны, и Саймон обеспокоила ещё одна информация. Нет никаких известий о том, что принцесса вернулась в салон. Не было никаких подробностей о том, что случилось с ней после того, как она уехала в Недайн. Конечно, она планировала пробыть там неделю, но с тех пор прошло уже полмесяца. У него было плохое предчувствие. Несмотря на это, казалось, что император отложил возвращение принцессы Веллины в её страну, потому что с самого начала он имел в виду войну с Западом. По этой причине он сознательно не устроил похороны наследного принца. Чтобы избежать Метру требовалось вовремя объявить, что принц оказался убит Западом. Собираешься ли ты использовать смерть собственного сына? Когда совет полностью прекратил своё существование, Саймон взял на себя ответственность присматривать за принцем, поскольку уже тогда было ясно, что Гул не питает особой привязанности к Гиллу, своему законному ребёнку, Саймон решил научить его, как стать прекрасным преемником. Но и это закончилось лишь наполовину, когда его старый друг, с которым он столкнулся на поле битвы, стоял плечом к плечу, а также смеялся, пока они вместе пили и внезапно изменился, он не знал, что делать. Также он не чувствовал, что имеет большое влияние на сына своего друга, Гила. Кажется мне, что я человек, который не может руководить людьми ни как друг, ни как педагог. Если подумать, Гул Мефиус тоже являлся человеком, который не оказался благословлён, когда дело касалось родительской заботы. Его мать умерла, когда Гуллу не исполнилось десяти лет, на его глазах её сожрал дракон. Это произошло в пору охоты на драконов, в то время, когда она всё ещё считалась формой развлечения по всей стране. И в разгар этой охоты, в момент, когда солдаты отвели от них глаза, мать и ребёнок вышли на прогулку. И из этого постепенно возникла теория заговора. Говорили, что некий влиятельный дворянин приказал своим подчинённым искусственно провести эту пору к дракону, чтобы впоследствии сделать свою дочь второй женой императора. С точки зрения Саймона, когда он оглядывался на это сейчас, императору, то бишь отцу Гула, в то время не хватало решительности. Теория заговора никогда не опровергалась, но и этого влиятельного дворянина, чьё имя всплыло, так и не обвинили. В результате страна осталась потрясена. Поскольку его собственная жизнь находилась в опасности, в течение полугода Гул едва мог ступить за пределы императорского двора. Саймон, который служил рядом с ним с тех дней, вспомнил тогдашние слова Гула. Поскольку мой отец тот, кто не смог защитить мою мать, правильно будет сказать Саймон, что это то же самое, как если бы этот человек убил мою мать лично. Яростно пробормотал он, при этом его глаза горели. Пока Саймон вспоминал, капли дождя растекались по оконному стеклу, и вид снаружи стал размытым. Он вернулся к столу и снова открыл ящик. В нём лежал блестящий чёрный пистолет. Глава 2 Палящая жара Часть 1 Зордианские купцы с товарами отдыхали на обочине горной дороги, когда внезапно по земле разнеслась грохочущая дрожь, как при землетрясении, и они тут же встали. Облако пыли взлетело над шоссе, по которому они должны были ехать позже, и изнутри появилась группа лошадей и драконов вместе с воинами, которые на них ехали. В то же время эту сцену можно было наблюдать снова и снова по всему западу, кочевники, сделавшие небольшой перерыв в выпасе своих овец и живущие в гордах Зордианцы, вспахивающие свои поля у внешних стен, могли видеть кружащиеся облака пыли и слышать эхо копыт лошадей вместе с яростными шагами драконов, которые приближались с другой стороны равнины лихолмов, возвышающихся над ними. Если бы это произошло раньше, они, наверное, подумали бы наполовину смирившись, а, где-то в другом городе начинается война. Но теперь всё было по-другому. Они остановили свои работающие руки и ноги, которые, казалось, двигались, не зная усталости, а затем подняли руки над головой и топнули ногами, единодушно восхваляя доблесть зердианских солдат. В Кадайне жили два храбрых генерала, известные как братья-драконы, старший брат Молдорф, красный дракон, и младший брат Нельгив, синий дракон. Когда они поднимали свои копии и неслись верхом на врага, говорили, что во всех западных странах нет воина, который бы не дрогнул. Известие дошло до них после полуночи. Они сидели на коленях лицом друг к другу в разгаре выпивки, Кадайне долгое время находился под контролем гарды и, кроме того, подвергался бомбардировкам, поэтому даже среди западных земелин получил значительный ущерб. В течение дня в реконструкции города принимали участие даже смелые генералы. С залитыми потом лицами они выносили мусор с территории города и помогали строить. Более того, во время бомбардировки было ранено очень много людей. И поскольку оказалось недостаточно врачей для их лечения, Нельгив и другие оседлали своих дорогих лошадей и поехали в Аймян, повторив этот же маршрут, дабы привезти еще больше врачей. Поскольку днем они были очень заняты, братья ночью пили кумус, который они любили, хотя оба и были готовы вести скромный образ жизни ради восстановления своей страны, но когда дело касалось их любимого напитка, для них становилось невозможным смириться с бережливостью и частной бедностью. Принцесса Кадайна, Али Махадейн хорошо это понимала. «Учтите, что весь алкоголь, оставшийся в городской пивоварне, предназначен для братьев-драконов», сказала она вассалам. Эти двое стали серьезными. Каждый из них что-то поставил на кон в этом соревновании по выпивке, Молдорф поставил на пари свою заветную коллекцию произведений искусства, они леги в ту прекрасную лошадь, что была унаследована от их отца. Поскольку все дошло до этого, они не собирались останавливаться, даже воины, которые обычно составляли им компанию на банкетах, услышав, что эти двое стали серьезными. «У меня есть еще завтра дела, о которых стоит позаботиться. Ой, кажется, моя старуха зовет меня через дорогу». Бермача похожие извинения они удрученно сбегали. Когда Молдорф и Нильгев становились серьезными, все обычно заканчивается не раньше следующего утра. Дело было не только во времени, но и в их темпе. Даже запойный алкоголик потерял бы сознание в течение часа, если бы попытался не отставать от этих двоих. С ярким светом в глазах они решительно и непрерывно глотали напиток, когда от Лимы пришла срочная повестка. За исключением Либы Хадейн, вся королевская семья была казнена армией гарды. Единственная выжившая 18-летняя девушка стала их нынешним хозяином и единственной наследницей престола. Поэтому никто из них даже не подумал ослушаться приказа. Молдорф тут же встал, а Нильгев последовал за ним тяжело волоча свое тело, производящее впечатление о бочке с вином. Каким бы сильным он ни был, так было всякий раз сразу после того, как он употреблял необычное огромное количество спиртного и, похоже, у него появились проблемы с ходьбой. Разве это не можешь подождать до завтра? Как неприлично, Нильгев. Это доказательство того, что у тебя нет нынешней подготовки. Ты понимаешь, что твой синьера лично вызвал тебя и... Ругая младшего брата, Молдорф пошатнулся, схватился за ближайший столб, чтобы не упасть и в конечном итоге единожды обернулся вокруг него. Нильгев весело рассмеялся и кровь прилипла к голове Молдорфа. Через несколько десятков минут «О боже!» Сказал Али Махадейн перед прибежавшими драконами-близнецами. Их лица выглядели полностью опухшими. «Если в Кадайне кто-нибудь способный ранить драконов-близнецов?» «Вломился вор! Очень грозный вор!» Сказал Нильгев. «Вероятно, это было выжившие из армии гарды!» «Верно, брат?» «Ага!» Энергично кивнул Молдорф. «Но...» «Единственные, кто может ранить драконов-близнецов, это те же драконы-близнецы. Молдорф, вы уже в том возрасте, когда у вас может быть внук. Я не скажу вам не пить, но, пожалуйста, проявите некоторую сдержанность». Твердо заявила Лима. У нее всегда была хорошая проницательность. Стоя перед этой восемнадцатилетней девушкой, они не могли не сжаться. Посланник только что прибыл из Таурии. Когда Лима перешла к главному вопросу, оба быстро пришли в себя. Когда принцесса, одетая валой одеждой, которые символизировали королевскую семью Кадайна, пыталась объяснить, что именно сказал посланник, они оба широко открыли свои глаза. Что? Вторжение Мефиуса? Как все знали, Таурия и Мефиус должны были заключить мирное соглашение. Благодаря этому генерал-губернатор Акс смог лично пойти и противостоять армии Гарды в войне, не беспокоясь за Таурию. И все же границу легко перешли, излишне говорить, что это могло привести только к вооруженному конфликту. Когда мы подумали, что с Гардой все кончено, в следующем стал Мефиус. Они не проигрывают Гарде в злобе. Похоже, для наших копий нашлась работенка, брат. Их умы внезапно вернулись к ясности даже после того, как алкоголь заставил их потерять контроль над собой из-за присутствия их госпожи Лимы. Вместе с резким ветром, который дул с поля боя, к двум братьям начала возвращаться серьезность. Их лица свидетельствовали о том, что они вдвоем полностью протрезвели от алкогольного опьянения. Галядин драконов-близнецов по очереди, Лима произнесла. Говорив со штабными офицерами, мы отправим обедненные силы из 500 солдат-кавалерии и драгунов-кадайна. Это большая часть военной силы, которая у нас осталась. Если Таурия падет, запад постепенно начнет рушиться. Красный дракон, синий дракон, вы немедленно отправитесь во главе войск. Да. Оба склонили головы. Когда они собирались отправиться и немедленно начать приготовление, Лима тихо позвала старшего брата. Молдорф. Да. Тот, кто победил гарду, будет Таурия. В самом деле, мальчик... Нет, воин, называвший себя Орба. Это человек-мифиец. Да. Это может вызвать осложнение, поэтому на этот раз наша очередь помочь ему. Я понимаю. Молдорф снова склонил голову и попрощался с Лимой. Когда он быстрым шагом шел по коридору, громким голосом призывая своих людей собраться, его мысли уже были в основном сосредоточены на поле битвы. Итак, снова война. Молдорф небрежно размышлял, надевая доспехи на свое исполинское тело, вкладывая меч в потертые кожаные ножны, вбирая два или три своих любимых копья и прикрепляя их к своему седлу. С одной стороны, горячая кровь бурлила и пульсировала изнутри мускулов и сухожилий, которые стали плотными с годами, а другая его часть волновалась. Было бы хорошо, если бы все закончилось быстро. С нынешней Таурией как долго они смогут вести войну? И все же спрятанные за бородой его губы изогнулись в улыбке. «Однако на этот раз этот мальчик будет союзником», пробормотал Молдорф, похлопывая свою любимую лошадь по шее. Как враг он был отвратительным ублюдком, но нет никого, кто мог бы стать более обнадеживающим союзником. Это то, что я хотел бы сказать, но... незнание того, о чем он думает, может сделать его еще более жутким в роли союзника. В другом месте, далеко к востоку от Кадайна, за озером Сома лежал город Гелио. Во время вторжения Гарды это было государство, в котором восстания следовали одно за другим, а имя правителя часто менялось. Если хаос затянется, страдания людей естественно станут глубже, было бы неудивительным вспыхни конфликты не только между военными и дворянами, но даже между простыми людьми, или, что еще хуже, с другими странами западных земель. Но вместо этого национальное единство населения укрепилось и обратилось к надежде в то, что законная королевская линия, состоящая из Хардерса, и его внука Рожа Гелио вернет контроль над узурпаторами. Если героями Кадайна считались красные и синие драконы, то героем Гелио являлся Ласвилс. Как командир драгунов, он был человеком, имя которого было хорошо известно повсюду даже до войны с Гардой. Во главе с ним солдаты Гелио оказались первыми, кто выступил против Гарды, а ведь она была на грани того, чтобы заявить о своем абсолютном превосходстве над Западом. Благодаря этому жители Гелио громко хвастались, что именно они оттолкнули Гарду, и слава командира драгунов стало еще больше. Ласвилс, который оставался во имени достаточно долгое время после войны с Гардой, только-только вернулся в Гелио. Естественно, его тепло приветствовали его люди, друзья, а также жители Гелио. Вражая Гелио, конечно же, был рад возвращению Ласвилса. Будучи осиротевшим сыном покойного царя Ларгона, он первым в очереди унаследовал трон, восемнадцатилетняя принцесса Лима из Кадайна тоже была молода, но молодому парню исполнилось к этому времени всего лишь девять лет. В настоящее время Хардрес, который однажды отвекся от престола, растряхивает свои старые кости, представляя принца. Он заявил, что скоро выберет регента. Прошло совсем немного времени с возвращения Ласвилса, как Хардрес поспешно вызвал его. Это связано с Мефиусом. Встроенное лицо Ласвилса выглядело напряженным, Хардрес кивнул. В настоящее время Тауран не может позволить себе снова оказаться окутанным угрозой войны. Таурия должна создать прочную линию обороны любой ценой. Мы закончили подготовку отряда численности примерно 600 человек. Вы будете их вести. Да, хорошо. Об этом человеке нельзя было сказать, что он потеряет самобладание среди званой мечей и градопуль. Эта тенденция стала еще более заметной с тех пор, когда он скрывался на вершинах Билиганы. К тому же он вел войну не просто как лидер отдельного отряда. Во время кампании против гарды он часто представлял Гелио на встречах с генерал-губернатором Таурии Аксом и королем Черрика Ямкой II. Этот опыт стал отличной пищей для роста. После состоялся обряд выхода армии в бой. По указанию Хардреса обряд возглавил девятилетний Роже Гелио. Перед толпой вооруженных людей Роже, конечно, не мог скрыть свои нервозности, но по натуре он не был робким. Вскоре он освоился в этой роли и всех подбадривал. Он талантливый. Ласвиус улыбнулся. Как только церемония закончилась, к нему подбежал Роже. Когда Ласвиус почтительно склонил перед ним голову, ему задали неожиданный вопрос. «Ты все еще не отрастил бороду?» На мгновение Ласвиус от удивления широко раскрыл глаза, прежде чем ответить. «Я все еще не опытен. Мое раскаяние еще не окончено». Ласвиус обеспокоило собственное стройное лицо, и он отрастил бороду, чтобы сохранить свое командирское достоинство, но из-за сожаления о том, что он не смог спасти Гелю от пожаров гражданской войны, он каждое утро сбривал бороду в знак возражения самому себе. «Точно?» для него было характерно то, что он не мог выносить насмешек, Рожей еще больше рассмеялся. «Об этом слуги тоже говорят, что ты не понимаешь шуток, Ласвиус». Ласвиус опустил глаза и почти нечаянно рассмеялся в ответ. Рожей внезапно приблизился лицом к величайшему генералу Гелио. «Этот человек, он сейчас в Таурии, не так ли?» спросил он. Понимая нюанс, скрывающийся за этим человеком, в словах молодого члена королевской семьи, Ласвиус «Я был удивлен, когда услышал, что он убил Гарду, но я подумал, что раз уж это тот человек, тогда вполне возможно». Я тоже так отреагировал. «Пожалуйста, скажите ему, что когда все закончится, ему обязательно нужно приехать и повеселиться в Гелио». «Непременно». На этот раз на тонких губах Ласвиуса появилась искренняя улыбка. Находясь среди боевых коней, стартовавших из разных западных городов, Акс Базган, естественно возглавивший свое тысячное войско, стоявшее во имени, спешно гнал их «Черт возьми, Мефиос!» Когда Акс получил неожиданное известие, то схватил свой застренный меч и разрезал надвое выгравированное копье, украшавшее стену его комнаты. Он совершенно забыл, что это не его кабинет в Таурии, а комната, которую ему выделили в чужой стране. В настоящее время Акс являлся не только генерал-губернатором Таурии, но и носил титул лидера Западного Альянса. Не задумываясь ни о чем, он скакал вперед, предоставляя своим союзникам следовать за ним, строго упрекая тех, кто медлит. Он больше не мог вести себя так же, как и обычно, он рассказал лордам и военным из разных стран, собравшихся во имене о вторжении Мефиоса, и они тут же пообещали подкрепление. Следовательно, он покинул Аймен посреди ночи в течение следующего дня после того, как получил известие. Несколько дней спустя, когда они отдыхали на обочине дороги недалеко от города, возле ретрансляционной станции на спуске из холмов Колдрина прибыл посыльный из их родной страны Таурии. Акс получил письмо, в то же время находясь в доспехах, и хотя солнце уже село, после их перерыва он планировал продолжить движение. Меж тем, корпус обороны под командованием генерала Боуана Тедоса успешно отразил первую волну мифийских войск, перешедших через границу. Ха, все же есть человек, на которого я могу положиться. Это был приемный сын эрцгерцога Хирго Тедоса, который погиб во время разгара восстания. Хирго, служивший со времен отца Акса, имел большое доверие к себе, поэтому получение уведомления его смерти не казалось ему реальным, но теперь выходило, что Боуан превратился в фигуру не менее надежную, чем его приемный отец. Акс улыбнулся сообщение о победе, но проблема заключалась во второй половине письма. «Милорд, я прошу вас пересечь реку Куран и направиться к землям кочевых племен к северу от Гелио». Было сказано в нем. Также там говорилось, что, хотя Акс считается лордом Таурии и имеет власть над союзными западными силами, было бы хорошо, если бы он вошел в город немного позже. Я хочу узнать немного больше о положении Мефиуса. Мой господин, если вы поспешите, боевой дух непременно возвысится до высшей точки и будет стремиться к повторению той славы, которую западные силы ощутили после поражения злого колдуна. Однако, если допустить ситуацию, в которой это невозможно обуздать, если Мефиус сосредоточит свою военную мощь в Апте, это может привести к длительному противостоянию. В своем нынешнем состоянии Таурия не может позволить себя содержать солдат из других стран так долго. Что? Акс невольно громко взревел. Далее в письме говорилось, что хотелось бы, чтобы Акс обратился с призывом к очевым племенам, живущим к северу от Гелио. Среди них нет ни одного племени, присоединившегося к карательным силам против Гарды, но посланники будут отправлены ко всем им заранее. Если лорд Акс Базган придет к ним лично, они все должны собраться в одном месте. Пока вы собираете их силы, пожалуйста, оставайтесь на время в Гелио или где-нибудь еще. Этот старик! Акс рефлекторно швырнул ругательство и выбросил письмо. Если подумать о том, что было сказано в этой учтивой фразе вкратце, так как вы можете причинить неудобства, сплотите дух наших союзников и подавите дух врага с безопасного расстояния. Кроме того, раз уж я подготовился, идите и увеличьте число наших союзников, пока этого будет достаточно. Мефио занял агрессивную позицию, но, похоже, даже Раван не мог сказать, закончится ли эта ситуация с первым столкновением или это будет еще одна затяжная война. Он боялся, что если в это время Акса промечиво возглавит все армии Запада, точно так же, как когда они противостояли Гарде, он не сможет вернуться. Акса славили как величайшего героя на Западе и к тому же прошло совсем немного времени с тех пор, как он победил Гарду. Другими словами, сейчас на него возлагались завышенные ожидания. Таким образом, выходит, что если сразу после того, как Акс размахивал своим военным вером в качестве верховного главнокомандующего, он не достигнет нового уровня военных успехов, вера в него резко упадет. Поэтому Раван решил пока держать Акса подальше от Таурии. Перемещая армию на восток, от Гелио можно было пересечь границу и войти на территорию Мефиуса из точки отличной атопты. Конечно, хотя они и не могут избежать сражения с приграничными крепостями, даже Раван не думал, что до этого дойдет. Важно то, чтобы Акс, лидер Западного Альянса, разбил лагерь на позиции, с которой у него будет возможность нанести удар по вражеской стране. Вдобавок, Мефиус наверняка осознает, что поскольку лорд Таурии разместил войска на территории Гелио, противником в войне будет не только Таурия, но и все западные земли. Хм, этот проклятый Раван. Похоже, его здоровье в полном порядке. Акс приказал своему личному рабу жечь письмо, затем изменил расписание марша и направился к Гелио, расположившись на их территории. Там он послал половину своих войск в Таурию и, возглавляя оставшуюся половину, изменил курс на север. Так как среди войск, которые отправились из-за имена с Аксом, имелся отряд, состоящий из кочевников того же региона, он сделал их ведущими. Поскольку это была армия Акса, лидера Альянса, во всех деревнях и городах, через которые они прошли, находилось много наемников и молодых людей, которые обращались к ним со словами «Я хочу присоединиться к вашим войскам». Это не ограничивалось только ими, поскольку военная компания считалась прибыльной, вместе с ними путешествовала толпа проституток и разносчиков. Они продавали не только еду и алкоголь, но нашлось и много ушлых продавцов, которые также продавали доспехи и оружие, собранные с полей сражений, а также лошадей. Среди них появился один торговец, который торговал чем-то вроде диковинок. С виду это был невысокий мужчина средних лет, закутанный в тюрбан, в котором были натыканы птичьи перья и в туфлях с закрученными кончиками. Его можно было принять за какого-то артиста, но он возглавлял трёх маленьких драконов. Они выглядели очень похоже на тенго, которых мифийцы и люди на западе использовали вместо лошадей, но эти казались немного короче, как будто применяв рост на более крепкие ноги. На их головах росло что-то вроде тёмного гребня. По характеру они казались более кроткими, нежели другие драконы, и двое из них послушно бежали по обе стороны от того, на котором сидел торговец. Когда они останавливались на короткие перерывы или оставались на ночь в деревне, торговец растягивался на своём седле, и звук храпа усиливался. Он был популярен среди проституток и детей, которые их сопровождали, потому что, когда ему хотелось, он выполнял трюки, похожие на магию, при этом всё ещё растягиваясь, лёж на драконах. Один из солдат Акса, в котором он пробудил любопытство, спросил его, «Это не обычные драконы? Ты собираешься наизвести их продажу лорду Аксу?» «Нет». Торговец нежно провёл по щеке, цвет кожи которой был до странности блестящим. «Мне просто интересно, можно ли меня нанять клоуном?» Сказал он с беззаботной улыбки. В контакте с Аксом, конечно, ему было отказано, тем не менее, в конце концов, он продолжил путешествовать с ними на север от самого Гелио до деревни, где кочевники разбили свои палатки, чтобы подготовиться ко встрече с Аксом. Возможно, из-за того, что вожди племени стремились первыми поприветствовать Акса, поблизости уже было разбито множество палаток, а сама деревня кипела от активности. За этим в самой высокой точке деревни наблюдал торговец. «Воняет, действительно воняет», пробормотал он уморщив нос. «Зловещая зловония. Это нелегко будет уладить, но это нельзя просто проигнорировать». Часть 2 В казарме 5-го армейского корпуса располагались обедающие наемники, и из-за их вклада в победу им полагался более роскошный обед, нежели обычно. Стоял только полдень, а алкоголь уже тек рекой. Собственно, ни количество, ни качество не пожалели. Талекот пел матросскую песню, которую вспомнил с тех времен, когда он служил на флоте у прибрежных стран. Все в отреде сообразили, что когда Талекот сказал «флот», вероятность того, что на самом деле он имел в виду пиратов, составляла 10 к 1. Вульгарные метафоры переплетались с комедийной лирикой, поэтому застолье казалось особенно ярким. При этом на этот раз Гелиам не соглашался с шутками Талькота, вместо этого он клевал свою еду, сидя в одиночестве за столом, подперев подбородок рукой. Во рту у него находилась мясная кость, которую он тщательно пережевывал. Все были внимательны к чувствам Гелиама и не заставляли его присоединяться к оживлению, врагом, с которым они сражались, был Мефиус. Поскольку Гелиам, как было известно, сам являлся мефийцем, его душевное состояние, вероятно, было непростым. К тому же, будучи давним знакомым капитана Орбы, он определенно должен беспокоиться еще и о нем, так все думали. Он действительно думал об Орбе, в этом смысле их догадка попала в цель. Но он не просто беспокоился о своем благополучии, другие наемники никогда не смогли бы представить, о чем именно тогда думал Гелиам. Могут ли слова, сказанные шейки, не являться ложью? Он знал Орбу с тех пор, как они вместе состояли в группе гладиаторов Таркаса, но их отношения не были до такой степени близкими, чтобы они делились мыслями в дружеских беседах между собой. Наоборот, они часто обменивались оскорблениями и чуть ли не дрались друг с другом. Просто время от времени у него складывалось впечатление, что этот парень сообразительный. Однако, поскольку они были не более чем простыми гладиаторами, имела значение только физическая сила. И в этом смысле Орбе считался просто тем, кого ему нужно было опасаться, если бы они оказались вынуждены сражаться друг с другом. Поэтому, когда встретившись с ними спустя долгое время, он услышал от шиики, что Орбе пользовался властью в роли императорского наследного принца Мефиолса, он воспринял это как пустую шутку. Каким образом этот молчаливый человек, который владел лишь искусством владения мечом, мог выступать в роли двойника наследного принца страны? Даже в заброшенном театре, если бы ему дали роль принца, он определенно вызвал бы недовольство публике тем, что его неправильно использовали. Но, когда они вместе сражались с будущими омниками, здесь, в регионе Таурана, это впечатление постепенно изменилось. Дело не в том, что он оказался просто сообразительным. В отличие от Гелиама, единственная ценность которого заключалась в том, чтобы броситься на поле битвы, размахивая топором, Орбе очень внимательно наблюдал за постоянно меняющимся состоянием поля боя и мог ощутить будущий результат своим уникальным чувством запаха. Прежде чем кто-либо осознал это, он уже возглавлял отряд, в который входил сам Гелиам, а затем, опять же, прежде чем кто-либо смог это понять, он стал героем, имя которого теперь известно по всему западу. Гелиам не мог сказать, что ему просто повезло. Он не мог не признать, что Орб обладал талантом. В таком случае, поскольку принц ранее совершил несколько похожих военных подвигов, Гелиам не мог уже просто посмеяться над этим, как над сказкой. Только теперь, когда он перестал быть гладиатором, он почувствовал, что может понять, почему Орба упорно скрывал свое лицо. Но даже соглашаясь с этим, у Гелиама оставалось еще одно впечатление об Орбе, не столько, как о личности, сколько о целом феномене войны. Чтобы этот парень сражался против Мефиуса, Шейки вбежал в столовую. Он вбежал так, как будто ад наступал ему на пятки, из-за чего разум и тела всех вокруг напряглись от страха перед новым вторжением Мефиуса. Даже Талькот мгновенно перестал петь. Орба проснулся! От этой новости место взорвалось шумом даже еще сильнее, чем раньше. Орба корчился в вязкой грязи. Земля приобрела вид странного красновато-коричневого цвета и пахла кровью. Все его тело ощущалось невероятно тяжелым. Орба застонал от неудовлетворения и вложил силы во все свое тело, чтобы попытаться вырваться, но уже какое-то время он был совершенно не в состоянии пошевелиться. Поскольку он был погружен в воду по шею, ему даже повернуть голову казалось непосильной задачей. Когда ему наконец удалось поднять ее, он увидел идущую одинокую женщину. Ее руки были грубо связаны веревкой, позади нее шли люди, похожие на вооруженных солдат, толкая ее своими копьями и заставляя ее идти все дальше и дальше вперед, даже когда она шаталась. «Мариллиан!» мысленно крикнул Орба. Он вспомнил эту сцену. Чтобы защитить королевскую семью, за которую она вышла замуж, королева Мариллиан Гелио намеренно выбрала путь бесчестия и казни со стороны народа. Смотрел ли он сцену из своей памяти или реконструкцию во сне? Пока Орба напрягал глаза, фигура Мариллиан постепенно превращалась другого человека в Велину Ауэр. Девушка 14 лет, она тоже уехала из дома, чтобы выйти замуж в чужой стране. Велину вели как преступника, Орба инстинктивно попытался встать и побежать за ними, но все его тело все еще сковывало грязь, и он не мог отойти не на дюйм от того места, где находился. Подождите! Как только Орба собирался закричать, предательница! Он услышал голос, ругающий Велину. Прежде чем Орба успел удивиться, один за другим посыпались голоса, несущие проклятия. Ты продала Мефиос, ты предала Гарберу! В какой-то момент красновато-черная почва возле Орбы вздулась и превратилась в глиняные куклы в форме людей, которые сердито кричали «Казните ее!» Земля перед Орбой вздулась снова. Эта женщина предала свою страну и пошла с врагом! «Отрубите ей голову!» Теперь они стояли рядом с Орбой, а затем «Убейте ее! Убейте ее! Убейте ее!» Крики раздались вокруг Орба со всех сторон в унисон. В тот же момент Велина остановилась, на этот раз уже перед ней земля грохотала и вздувалась, копья снова Орба толкнули ее в спину, заставляя идти по земле, которая теперь имела форму лестницы. На вершине, темной склизкой от крови, ее заставили встать на колени. «Стойте!» Подгоняемый дурным предчувствием, Орба отчаянно сопротивлялся, кости в его руках и ногах скрипели, а кожа почти раскалывалась, когда он изгибался под невозможными углами. «Стойте!» Даже голос не вырывался с открытого рта, а все, что выходило, это глухой звук свистящего воздуха. Солдат позади насильно стоящий на коленях Велины слегка пошевелился. При этом, словно комья земли, копье в его руках сместилось и превратилось в огромный топор, он небрежно поднял его над головой. Этого и опасался, Орба. На мгновение топор завис над землей, затем силой качнулся вниз, со свистом растекая воздух лезвием. «Стойте!» Когда он наконец обрел голос, Орба проснулся на кровати. Это произошло примерно за час до того, как Шейки получил об этом известие и вскочил в восторге. Это был лазарет при дворе, которым пользовались исключительно дворяне. На первый взгляд это была идеальная белая комната, наполненная чувством чистоты. Если бы он не сосредоточился, чтобы внимательно осмотреть ее, Орба наверняка подумал бы, что он потерял свою жизнь и был призван на сторону богов-драконов, чтобы вступить в ряды воинов, как сказано в мифийских традиционных преданиях. Боги действительно не хотят моей души, а? Прежде всего, все его тело мучила боль, пульсация во лбу и шее казалась особенно сильной, боль напрямую связывала с воспоминаниями о битве. Воспоминания о том, как его застрелили, а также его последующее падение с лошади, резко промелькнуло в его голове. Орба мягко пошевелил руками и ногами. Его грудь и спина болели, но похоже у него не было сломанных костей. Я могу держать меч. Проверку подобного в самую первую очередь можно назвать гладиаторской привычкой. Даже выживи они в дневной битве, если будут ранены до такой степени, что больше не смогут взять меч, то обязательно умрут в битве следующего дня. Когда он оглянулся, рядом с кроватью лежала маска, хотя пуля должна была ее разбить, она излучилась и о неновенького железа. Орба беспокойно коснулся своего лица, верхняя половина была туго перевязана от алба до щеки. Однако остальная часть кожи, конечно, осталась обнажена. Это было очень похоже на его перевязанный вид, когда он обманул окружающих, сказав, что давно подхватил инфекционные заболевания. В этот момент вошел человек в белом халате, действуя как дикий зверь, решивший помешать другим украсть добычу, на которой он только что охотился, Орба быстро схватил маску и ударил ее по лицу. А, вы только что проснулись? Восхищенно спросил пожилой мужчина. Не похоже, чтобы его особенно беспокоило состояние Орбы. Он подошел к нему так близко, что это было почти грубо, и махнул рукой перед глазами. Вы хорошо видите? Изменились ли ваши физические ощущения? Чувствуете тошноту или головокружение? Орба несколько мгновений молчал, словно советовался с самим собой. Через некоторое время он покачал головой, и почти силой сказал, что чертовски голоден. Действительно? Мужчина широко улыбнулся. Вы находились в коме после сильного шока. Если бы это продолжалось еще три дня, ваша жизнь оказалась бы в опасности. Мозги людей удивительно хрупкие, знаете ли, но это точно не про вас, герой. Вы можете быть благодарны за свое крепкое тело и удачу. Отныне, в течение как минимум месяца, вам следует обязательно каждый день посещать храм. А, но поскольку фрагмент маски глубоко вонзился вам в лоб, хотя, конечно, я удалил его полностью, все же лучше смириться с тем, что на всю оставшуюся жизнь у вас будет шрам. Но это вроде как знак чести для воинов, не так ли? Кроме того, у него не так много возможности быть разоблаченным, поскольку у вас есть маска. Мужчина представился как врач по имени Файсал. Узнав о деталях того, как его сюда доставили, Орба понял, что эсмена приложила немало усилий, чтобы не допустить раскрытия его личности, новую маску также приготовила принцесса. Хотя Файсал без сомнения осознавал тот факт, что у Орба должны быть какие-то необычные обстоятельства, поэтому он сознательно избегал говорить на эту тему. Была длинная очередь людей, желающих прийти к вам в гости. Однако по приказу принцессы я их всех отослал. И благодаря этому слух о том, что ваше состояние критическое и вы находитесь на грани смерти широко распространился. Хорошо, что вы проснулись, но с этого момента вам придется нелегко из-за всех будущих визитов вежливости. А Мифилс? А? Орба приподнял свое тело, его обнаженный торс также был обмотан бинтами, у него не должно быть травм от шеи и ниже, так что вероятно это тоже благодаря принцессе или шейке, которые знали ситуацию. Мифилс сделал следующий ход. Как долго я спал. А, трудно быть героем. Все это время вы оставались без сознания, ваша жизнь определенно находилась в опасности и было бы не странно, если бы остались затяжные эффекты. Но вы просыпаетесь и сразу начинаете говорить о войне. Несмотря на свои слова, Файсал объяснял, что за почти два дня, которые Орба находился в коме, не произошло никаких заметных движений со стороны Мифилса. Поэтому генерал Боуан Тедос несомненно одним из первых получит новость о его пробуждении. Они скоро явятся. Уходя, Файсал тихо прошептал. Он поймет, как ему повезло, что он мог спать в полном покое эти последние два дня. После того, как Файсал ушел, Орба навестил другой посетитель. «Простите, что вам пришлось посетить меня лично, генерал. Мне очень жаль. Я проявил себя не лучшим образом. Не беспокойся об этом. Главное, что ты здоров. И кроме того, я знаю, что ты защищал меня. Это я виноват в том, что не заметил присутствия врага». Хотя Боуан облегченно вздохнул, он все еще оставался напряжен. Казалось, ситуация ничуть не изменилась. Ведь еще нельзя точно сказать, когда враг надумает атаковать. «Отдохни немного. Тебе не о чем беспокоиться. Вскоре в Таурию прибудет подкрепление. Согласно информации, доставленной курьером, первым среди них будет командир драгуна в Гелио Ласвилс, который уже должен быть в пути. Ласвилс. Я также в долгу перед ним. Возможно, на этот раз мы будем сражаться бок о бок. Что ж, лучше, если что-то вроде широкомасштабной войны не вспыхнет вовсе. Из-за предательства командира наемников Грейгана Боуван оказался тяжело ранен в битве на холмах Колдрина. После этого он полагался на отряд Ласвилса, когда они скрывались на вершинах Бельганы и получил от них лечение. На данный момент, пусть выражение лица Боувана все еще оставалось напряженным, вероятно, благодаря его предчувствию того, что они вышли из затруднительного положения, оно стало немного ярче. Однако, честь людей как с запада, так и со стороны Мефеуса более беспокоены тем, что если боевые порядки с каждой стороны продолжат увеличиваться, существует риск того, что отступить будет невозможно. Боуван действительно хотел избежать затяжной войны в данный момент. Вдобавок ко всему оставался вопрос, который не выходил из головы Орба с тех пор, как он начал разговор с Боуваном. «Это происходит безостановочно со времен войны против Гарды. Да, что останется нам, солдатам Запада, если вся слава достанется иностранцу? Сделай перерыв на время». Когда Боуван с улыбкой сказал это и встал, чтобы уйти, Орба наконец не выдержал. «Принцесса Гарберы», сказал он. «Появился ли посланник, который знает, где сейчас принцесса Гарберы?» Улыбка исчезла с лица Боувана, и он, промолчав, машинально переключил свое внимание на окно. Снаружи солнце слегка отклонилось от зенита, погода стояла пасмурная, возможно, из-за артиллерийской практики сдалека прозвучал грохот пушек, сначала раз, потом второй, однако Боуван не выразил беспокоиться по этому поводу. «Тем, кто сообщил нам информацию, был не мифиец, это была сама принцесса Гарберы, Виолина Ауэр». Об этом Орбе сказал сам Боуван, но в тот момент Орба оказался застрелен вражеским солдатом, спрятанным под трупами. «Генерал, принцесса...» После некоторого колебания произнес Боуван, все еще глядя в окно. «В настоящее время она пропала. Ха? Ее местонахождение неизвестно. Приехав к нам в качестве посыльного, принцесса сказала, что вернется в Апто, но в то время враг уже перешел границу. Принцесса вернулась на территорию Таурии и присоединилась к нам, когда мы уже выдвинулись». Естественно, Боуван оказался удивлен, но им пришлось начать маневры, чтобы сразу же вовлечь врага. Эту тактику разработал не кто иной, как сам Орба, поскольку время на тот момент было важно, Боуван не мог лично позаботиться о принцессе. А после, по свидетельствам очевидцев, солдат, она использовала свою дирижабль, чтобы прерывать атаку вражеских солдат. Честно говоря, какая необычная принцесса. Когда она направила свой корабль прямо на вражескую конницу, которая шла по пятам за нами, она... Знаешь, этого оказалось достаточно, чтобы вздрогнули даже наши солдаты. Орба затаил дыхание и вспомнил поле битвы. Поскольку на Борл, главнокомандующий противника, нейтрализовал их стрелков раньше, чем ожидалось, и быстрее, чем Орба смог ворваться в качестве подкрепления, преследователи подошли почти достаточно близко, чтобы нанести удар по хвостовой части основных сил Боувана, и в этот момент дирижабль полетел прямо на врага. Орба искренне восхищался смелостью и навыками пилотирования того пилота. Благодаря этой атаке погоня на Борлу оказалась приведена в замешательство, пусть даже ненадолго. Если бы не это вмешательство, они бы дорого заплатили. Велина. Не осознавая этого, Орба сильно прикусил нижнюю губу. Сама по себе казалась немыслимым, чтобы кто-то в ее ситуации сообщил Таури о нападении Мефиуса. Несмотря на то, что она является гостью из другой страны, Мефиус не оставит принцессу безнаказанной. Также нужно учитывать, что отношения с ее родной страной Гарберой значительно ухудшатся. Почему она сделала такую глупость? Подумал он, но ответ был уже очевиден. Просто потому, что это Велина. Поскольку она это она, из-за ее характера она не позволила бы напасть на партнера, с которым она когда-то помирилась, без предупреждения. Из-за ее характера она не смогла бы закрыть на это глаза, даже подвергни ее этой опасности, даже если бы Мефиус и ее родная страна из-за этого поносили ее как предателя. Ему хотелось содрогнуться. Сцена из кошмара, который он только что пережил, запечатлилась в его мозгу и не могла покинуть его. Глаза Боуэна по-прежнему были обращены к окну. Есть вероятность, что она вернулась в Мефиус, но в любом случае ее фигура исчезла из поля зрения посреди битвы. Он тихо вздохнул. «Конечно, в настоящее время я отправляю людей на поиски в предместе Таурии, но, к сожалению, в рамках военной обстановки и поскольку мы не можем открыто иметь ничего общего с принцессой, мы не можем мобилизовать слишком много людей. Принцесса – благодетель всех таурийцев, и мы хотим защитить ее изо всех сил, но... Орба!» Шики ворвался в комнату раньше остальных, но улыбка на половину лица мгновенно исчезла. На мужчине, который должен сейчас лежать на кровати, был надет кожаный жилет, и он, надев маску, занимался починкой одежды. «Подожди, Орба!» Подбежал к нему Шики. «Ты всегда делаешь что-то так внезапно, что я иногда думаю, не пытаешься ли ты сознательно напугать меня? Отдохни, тебе не к чему так спешить. Я пойду искать ее». «А?» «Ты не можешь не знать это, верно?» Вилину пропала без вести. Орба посмотрел на Шики краем глаза, как будто он смотрел на врага. Шики на мгновение остолбенел, но затем быстро повернулся к Гелиаму и остальным, которые собирались войти в комнату позади него. «Эй, в чем дело? Что ты пытаешься сделать? Посетители не допускаются!» «Чего?» «Пожалуйста, выйдите все!» Выражение лица Шики разительно отличалось от обычного. Орбу можно было увидеть лишь меликом через его плечо. Гелиам собирался спросить, в чем дело, как вдруг что-то почувствовал. Если бы, как он думал ранее, история о том, что Орба является двойником наследного принца действительно правдива, наверняка сейчас начнется разговор, который, безусловно, не предназначен для чужих ушей. Чувствуя, что с ним обращаются как с посторонним, Гелиам развернул свое большое тело. Телькот, входивший в комнату, ударился носом о массивную грудь. «Ай, черт, Джамбо!» «Мы вернемся завтра», сказал Гелиам без особого удовольствия. «На данный момент капитан благополучно проснулся, давайте пока оставим его в покое». Схватив протестующего Телькота за шиворот и силу и вытащив его, он всех убедил покинуть лазарет. После того, как сам Гелиам тоже вышел из комнаты, Шики убедился, что дверь закрыта. «Орба!» Он еще раз повернулся к нему. «Что произошло? Местонахождение принцессы действительно неизвестно? Я правда ничего об этом не слышал». Натянув ботинки, Орба как раз собирался отправиться на поиски, Шики успокоил его и каким-то образом заставил объяснить ситуацию. Услушав подробности, он невольно потерял дар речи. Когда-то, будучи в составе имперской гвардии, Шики необычайно поддерживал принцессу Гарбары, Виолину. Узнав, что она в опасности, он, естественно, не мог больше сохранить спокойствие. Однако перед ним находился человек, которому еще сложнее было сохранять самообладание. На первый взгляд, он казался обычным холодным и раздражающе отстраненным Орбой, но Шики ясно видел нетерпение и беспокойство за железной маской. «Это нехорошо, Орба. То, что ты говоришь сейчас, ни на что не годится. Что ты имеешь в виду? Таурия в настоящее время находится в эпицентре войны. Человек на твоем месте, с людьми под своим началом, не может делать все, что захочет. Генерал Боуэн приходил раньше, но ты не получил от него разрешение на поиски, верно? Какое это имеет? Это имеет прямую связь. Ты слишком выделяешься. В настоящее время это применимо для любого места в западном Тауране. Любой узнает тебя с первого взгляда». Точно так же, как Орба сделал раньше, Шики открыто бросался взглядом, словно перед ним стоял заклятый враг. «Если ты будешь действовать сам, тебя могут заподозрить в чем-то. Нечего и говорить о поисках». «Не о чем говорить». «С дороги, Шики». Орба повысил голос и уже собирался толкнуть Шики в плечо, но... «Я не сдвинусь в место. Ты забыл, Орба? Ты мифиец. А сейчас враг, сражающийся с Таурией, Мефиус». С этими словами Орба остановился. «В нынешних обстоятельствах что произойдет, если ты будешь передвигаться, как вздумается? Тебя будут подозревать связи с Мефиусом, и не только тебя. Всех нас объявят предателями и заключат в тюрьму. Ведь все мы состоим в отряде, который последует за тобой. Ведь мы двигаемся в соответствии с твоими приказами и будем действовать, как твои щиты копья. У нас нет другого выбора, кроме как оставить поиски принцессы генералу Боувану. «Возможно, в поступающих отчетах есть ключ к разгадке?» «Сдаткнись!» Сердито крикнул Орба и взмахнул рукой. Шейки подумал, что тот ударит его по щеке, но кулак ударил не в лицо, а в стену рядом с ним. «Убирайся!» Серьезным выражением лица Шейки по очереди посмотрел на Орбу и на кулак. Затем, убедившись, что Орба повернулся спиной и вернулся на кровать, он вынул что-то, что было прижато к его груди. Положив это на полку возле кровати, которая использовалась для кувшинов с водой и прочих вещей, он спокойно вышел из комнаты. Послышался звук открывающейся и закрывающейся двери, а затем примерно через дюжину секунд... «Дерьмо!» Орба еще раз сильно ударил по стене. Он слишком хорошо знал то, о чем ему говорил Шейки. Правде говоря, негодование Орба скорее было направлено больше на него самого, чем на текущую ситуацию, поскольку пусть он и осознавал всю серьезность ситуации, он все еще не мог держать свои эмоции под контролем. Стоит начать с того, что это была та же самая причина, по которой он получил травму и потерял сознание на два дня. Во время войны он забыл о себе. Будь то арена или поле боя, где таилась смерть, те, кто не мог оценить и контролировать себя, умирали один за другим. Орба видел такие сцены бесчисленное количество раз. Два дня. Из-за собственного беспорядка он зря потратил время. Если принцесса не вернется в Мефиус, риск резко возрастет. Если дела пойдут таким образом, даже стараясь вам не думать об этом, сердце Орба болезненно сжималось. Уже поздно. Эта мысль внезапно пришла ему в голову. И при этой мысли его разум и тело полностью застыли. Однажды Орба уже пожалел о том, что опоздал. Когда он увидел надгробие своего брата Роана. В то время Орба, чувствуя, что он слишком медленно шел к капте, что его действия были слишком вялыми, упал на колени, зарыдав на взрыд. «Еще не поздно», сказал Орба, стеснув зубы. «Если он зря потратит время, ему придется много работать, чтобы быстро это исправить». Больше не было времени думать об этом. Прошло мгновение, и он заметил, что шейки положил на пол кредом с кроватью. Это был клочок бумаги. Когда они оказались официально приняты в армию Таурии, Орба и несколько подчиненных ему солдат в качестве онтер-офицеров получили несколько высококачественных предметов повседневного обихода для личного использования, одним из этих предметов была пачка бумаги. Его взгляд поймал белизну бумаги, Орба поднял ее и начал пристально изучать. Новость о том, что Орба проснулся, дошла не только до Боуэва на шейке и других. Однако в данном случае новость не поступила через официального курьера от врача, а чуть поступил от мужчин, дежуривших в этом районе. Он гласил о том, что генерал Боуэван посетил медицинский кабинет, и поэтому было установлено, что Орба пришел в сознание. Орапорт получил командир 6-го армейского корпуса Наток. С его смуглой кожей и тонким истребиным лицом он выглядел солдатом с типичной зародианской внешностью. Во время внезапной атаки на Апту Акс поручил ему командовать первыми штурмовыми войсками. «Усильте стражу», приказал Наток. «Не только на Орбу, но и на каждого из его людей, которые тоже являются мифийцами. Сообщайте обо всех их действиях, даже самых незначительных. Что такое?» Причиной его вопроса стало выражение лица подчиненного, которому он отдал приказ. Мужчина опустил голову, как бы извиняясь за грубость. Взгляд на Атака стал резким. «Я понимаю. Он герой, который спас Запад. Я тоже не хочу этого делать. Однако, если ничего не произойдет, даже если он мифийц, у нас не будет больших причин сомневаться в нем. Вот почему Эда и Ом это задание. Понимаешь? Да!» Его подчиненный встал по стойке смирно. Убедившись, что его человек ушел, Наток, оставшийся теперь один, имел такое уже сложное выражение лица, как и у его подчиненного. Но в ночь на следующий день после того, как он получил это сообщение, в казармах шестого армейского корпуса внезапно вспыхнуло волнение. Часть третья Наступила полночь, когда Орба вызвал шейки не в медицинский кабинет, а в отдельную комнату, выделенную ему как капитону пятого армейского корпуса. Было очевидным, как трудно ему было, ведь Орба насильно прекратил лечение. Хотя он только что проснулся, шейки все же понимал, что его чувства сейчас расстроены из-за принцессы и войны с Мефиусом. Неразумность в этот момент могла привести к непоправимому ущербу. Хоть он и не хотел ввязываться в очередную ссору, шейки решил отругать его и открыл дверь. Ой. Однако слова, которые он приготовил, испарились, как только он вошел в комнату. Орба находился внутри один, но атмосфера вокруг него явно отличалась от того, когда они видели друг друга в лазарете. Безо всякого предисловия, Орба взял письмо со стола перед ним. Я хочу, чтобы ты доставил это в Апто. Сказал он. Шейки разинул рот. Апто, конечно же, находилась на территории Мефиуса и, разумеется, в настоящее время считалась вражеской землей. Могу я прочитать это? Конечно. Орба разрешил, все еще глядя в другую сторону. Похоже, он не хотел смотреть в глаза подчиненному, которого позвал в полночь. Понимая, почему, шейки нечаянно ухмыльнулся, но когда он прочитал содержимое, его желание подшутить над Орбой испарилось сразу же. Прочитав еще один раз, он снова вернулся к началу документа. Орба, которого заставили ждать, скрестил ноги и беспокойно огляделся, но шейки специально не торопился, чтобы перечитать. А потом... Содержание довольно неожиданное. Да, но он в Апте. Ты хочешь доставить это генералу Роугу Саяну, верно? Верно. Казалось, сказал Орба, безмолвно кивнув. Генерал Роуг Саян находится в Апте, эту информацию Орбе сообщил не кто иной, как сам шейки. Пока Орба находился в коме, он искал информацию о стороне Мефиуса, когда наткнулся на торговца, который прибыл сюда по поручению богатого биракского купца Азаджа Хармана. Из-за этой внезапной войны не легко вернуться домой, ворочал он, сидя в таверне. Напоив торговца выпивкой, шейки получил информацию, что генерал Роуг Адайн прибыли в Апту, шейки резюмировал информацию на бумаге и намеревался дать устное объяснение, но поскольку Орба не выглядел склонным выслушивать его, он оставил ему записку. Шейки еще раз бегло взглянул на содержание письма, переданного ему Орбой, имя отправителя не значилось от Орбы, подпись гласила «Императорский наследный принц Гилл Мефиус». Это могло означать только одно. Орба собирался воскресить Гила Мефиуса, которого он собирался навсегда похоронить. После сообщения о том, что Гилл живет в Таурии, в письме объяснялось, что «Узнав о плане генерала Оубори убить меня, я сознательно заставил себя исчезнуть и отправился в Таурию». Короче говоря, в письме осуждалось заявление императора Гула о том, что за смертью Гила стояла Таурия. Это было не более, чем сфабрикованное обвинение, а затем продолжалось «Кто в армии Мефиуса в настоящее время хочет войны с Таурией? Только один человек желает этого. Мой отец Гул Мефиус. Не совершайте ошибку, идя против своего сердца. Если вы полководец, искренне любящий Мефиус, чья обязанность защищать его людей, то вы должны понимать, как вам следует поступить». С учетом сказанного нельзя наверняка ожидать того, что Роук и другие поверят в то, что принц Гилл выжил просто на основании одного единственного письма. Из-за этого Орба закончит документ, сказав, что он лично явится в апту через три дня после того, как письмо будет получено ими. «Три дня!» Тихо пробормотал шейки. Трехдневная отсрочка также дает Роугу и Адайну время для принятия решения. Другими словами, за то время, которое он дал им дождаться проверки того, жив ли принц Гилл, у них также будет время подумать, как они должны действовать в случае, если это правда. Игнорировать приказ императора Гула значит игнорировать приказы Мефиуса, а это означает бросить ему вызов, что является изменой их стране. Какое бы мизерное количество слуг не любили слова и поступки императора, это все еще нелегкое решение. Но что если бы за ними стоял наследный принц, несомненно унаследовавший ту же самую императорскую кровь? Орба! Да уж. Орба впервые посмотрел шейки в глаза. У шейки имелось сотни вещей, которые он хотел сказать, но когда они уставились друг на друга, все было решено в одно мгновение. Направиться к Апте в роли Гилла окажется равносильно отказу от своего нынешнего положения героя, чьи похвалы воспевались по всему западу. Появиться в образе Гилла означало отбросить тщательно сфабрикованный факт его смерти и снова броситься в великий водоворот на переднем крае истории. Не сожалею об этом, хорошо? Да уж. Шейки владевало желание подробно рассказать об этом. Предотвратить войну между двумя странами это чертовски непростое решение, приведшее к единственному результату. Если использовать несколько преувеличенное выражение, это вероятно можно было бы назвать поворотным моментом в истории. Однако мысленно думая об одном, Шейки сказал другое. Тебе не хватает слов, Орба. Слов? Мы сейчас поссоримся. Неужели ты уже забыл? Когда я ранее высказывал разумное мнение, кто тогда кричал «Убирайся»? Вызвать другого человека только в удобное для тебя одного время, отдавать приказы, не слушая мнения другого. Скажи, неужто ты хочешь сыграть роль без сердечного принца? Хоть никто и не мог знать, какое выражение лица было у Орбы сейчас за маской, он прекрасно это понимал. И для Шейки этого оказалось вполне достаточно. Орба заговорил, когда он уже собирался разразиться словами «Это просто шутка». Мне жаль. Шейки казался ошеломлен, Орба снова заговорил. «Ты единственный, кого я могу попросить. Пожалуйста, Шейки, отнеси это письмо в апто». «Я понял, я понял». Чтобы скрыть смущение, Шейки намеренно гордо засмеялся. «Ты сейчас скажешь, чтобы я уходил, верно?» «Я понял, великие Шейки отлично справятся с этим. Потому что ты просто ничего не сможешь сделать без меня». Когда он ушёл, Орба выключил свет в комнате. Он залез в кровать, но не закрыл глаза. Что-то отделилось от тени. Когда он пристально посмотрел в темноту, что-то отдалённо напоминающее призрака приняло форму и появилось поле его зрения. Разве это не привидение? Человек с таким же лицом, как и он, Гилл Мефиус. Человек, которого он должен был когда-то похоронить своими собственными руками, чей призрак теперь должен быть возрождён его же руками? Конечно, было несколько путей, которые привели к этому решению. Как он сказал Шейке, он принял это решение и верил, что не пожалеет об этом, но как бы то ни было, он чувствовал странную неуверенность. Разве он не слишком быстро бросился по дорогам, которые привели его к этому? Другими словами, упустил ли он какие-либо важные моменты, необходимые для того, чтобы будущее, которое он представлял, стало реальностью? Голопый. Орба впил со взглядом в бледное лицо Гила, новые формы появлялись и нечётко верцали позади него. Это фигуры Гула Мефеуса и племени войны, опоясывающие весь Запад. Ещё не поздно, так что спешить тоже не пришлось. Орба закрыл глаза, через несколько секунд он погрузился в полную темноту. Из-под окна раздал царёв, будто дикий зверь. Выстрел. Его глаза резко распахнулись. Вспомнился тот самый момент, когда в него стреляли на поле боя. В то время, когда Орба потерял себя из виду. Только что Орба снова испытал чувство потери себя, беспомощности, колебания, когда его обнаружил враг, и того, что он оказался ранен в голову. Через час после выхода из комнаты Орбы Шейки ехал верхом. Он дал старому солдату, дежурившему на конюшне, небольшое количество алкоголя, который подавали в казарме, утверждая, что это закуска, а затем выслушал его длинные и хвастливые военные рассказы. Когда солдат стал беспечным и начал дремать у стены, Шейки спокойно оставил его и пошёл убирать себе лошадь. Бросившись в седло, он прошёл по-тихому возле барака. Он помахал часовым, стоявшим на пути от казармы к воротам замка, как если бы это было самой естественной вещью в мире. Вау, это Шейки из подразделения Орбы! Эти солдаты оказались полной противоположностью того, который находился в конюшне, как по своей очевидной молодости, так и по взглядам полным устремления, которые они послали в сторону бывшего гладиатора. Он вышел за ворота замка. Лампа, которую поднял Шейки, слабо освещала темноту, и, похлопывая по шее своей нервной лошади, он пошел по дороге на восток. Благополучно покинув Таурию, он вздохнул с облегчением. Тем не менее, я удивлен. Орба честно извинился. Он продолжал мысленно обдумывать эту сцену. Собственно, нельзя сказать, что он не был счастлив от всего сердца по этому поводу. Это не похоже на него. В нем больше очарования детства, когда он продолжает жаловаться и ругаться. Ну, хотя Шейки признавал, что Орба по-своему очаровательна, если честно. Письмо, то, которое написал Орба, конечно же, было прижато к его груди. По своей природе, почерк Орба выглядел ужасно, но раньше, когда он играл принца, он ссылался на доступные записи, написанные Гилломефиусом, чтобы имитировать его почерк. Например, когда он написал письмо о включении Шейки и других бывших гладиаторов в свою имперскую гвардию. Когда он вспомнил, в каком отчаянии находился тогда Орба, пытаясь запомнить этот почерк во время письма, Шейки не мог не найти это восхитительным. Как и то, что Орба снова вернётся на передовую истории. Шейки сознательно избегал слишком глубоких расспросов об этом. После того, как он был освобождён от мести, казалось, будто истинное лицо Орба постепённо начало проявляться, но вполне вероятно, что даже он сам не знал, чего ожидать, если он ещё раз наденет маску Гила. Мир аристократии является не более, чем адом нескончаемой борьбы. Всевозможные желания любой формы и виды таились за рядами улыбающихся лиц и последовательностью цветочных слов. У Шейки не имелось возможности узнать самые глубокие тайники этого мира, но он на самом деле соприкоснулся с одной маленькой его частью. И именно из этой маленькой части неизгладимые шрамы на его сердце превратились в клеймо, выжженное на нём. Это пламя Ласкиида. Вспоминая эту старую легенду, Шейки ехал вперёд, и его охватила дрожь. А затем... «Подождите!» Перед ним раздался голос. Нет, то же самое происходило у него за спиной. Когда Шейки быстро огляделся, он уже был окружён. Во всех направлениях свет его лампы освещал лица зордианцев, а в руках они осторожно держали мечи и ружья. Глава третья. Угли войны. Часть первая. «Пожалуйста, подождите!» Изменив тон, один из них подошёл к Шейки. Судя по его оружию, он несомненно являлся таурийским солдатом. «Куда вы едете, стар Шейки?» «Думаю, сегодня вечером ваше подразделение не должно было получить никаких приказов». Его окружили семь или восемь человек, каждый из них одновременно зажёг факела в руках. Когда его фигуру осветили огни, Шейки отчаянно подавил свою внутреннюю панику. Судя по тому, как они сознательно потушили огонь и скрылись, они не могли следовать за ним из таурии. Засада располагалась здесь с самого начала. Другими словами, окружение Орбы уже какое-то время должно было находиться под неусыпным наблюдением. Если его поймают здесь, то, несомненно, секретное сообщение, прикреплённое к его груди, будет найдено, а затем ситуация повернёт в худшем из возможных направлений. Для Орбы это, по всей видимости, тоже не закончится ничем хорошим. Шейки намеренно улыбнулся. «Здравствуйте! Спасибо за вашу тяжёлую работу! Но разве это не перебор? Я союзник, даже если я мифиец. Я хочу, чтобы вы это доказали. Не могли бы вы подойти сюда?» Те, кто окружал Шейки и являлись подчинёнными Натака, командиры 6-го армейского корпуса, а тот, кто приказал им следить за Орбой, был лорд Аурии сам Акс Базган. Поскольку Орба поспешил покинуть Эймян, Акс стал подозревать его личность, и дело даже не в том, что он ощущал от него признаки предательства, но становилось очевидным, что Орба больше не мог считаться просто одноразвым наёмником. Поэтому Акс сообщил своим людям следовать за Орбой, приказав им держать его под наблюдением и следить за его передвижениями. Его выбор человека, кому можно было бы поручить эту работу, являлся не более чем простым совпадением, но когда Натак получил приказ, его осенила мысль. Как раз в то же время среди людей Натака ходили определённые слухи. Это касалось Орбы, героя, победившего Гарду. Ранее отряд Натака находился в авангарде атаки на Апто. Пока отдельные силы двинулись в вражеский тыл, им поставили задачу привлечь внимание врага. Но вместо того, чтобы поймать Мефиос в ловушку, они сами попали в засаду. Во главе отряда, устроившего эту засаду, находился фехтовальщик в железной маске. Сам он не называл себя Орба, однако как только они заключили мир с Мефиосом, информация из соседних стран сразу стала доступной. Конечно, это включало в себя множество героических подвигов, совершённых менее чем за полгода Гиллом Мефиосом, который победил силы Акса, а также помимо этого заключил мирное соглашение. И среди этой информации были анекдоты об одном из её подчинённых, таинственном мечнике в маске. Он победил великого полководца Гарбера Рикона, а затем великолепно выиграл гладиаторское соревнование, проводившееся в столице Мефиоса в Салоне. Как оказалось, его зовут Орба. Слух распространился среди подчинённых Натака, сам Натак услышал об одноимённом фехтовальщике в маске вскоре после поражения Гарды. Натак только мельком видел их обоих, но их телосложение выглядело одинаково, совпадение или... В то же время, как его охватило внезапное подозрение, он получил приказ Атакса следить за Орбой. Следовательно, Натак стал куда бдительнее в отношении Орбы, чем кто-либо другой, если бы получил подобные инструкции. Именно поэтому Шейки был пойман в эту сеть наблюдения. «Звучит так, будто я уже враг для вас». Он сделал мрачное выражение лица, пусть и чувствовал на себе холодный пот. «Теми, кто победили Гарду, является наш отряд. Вы же не можете всерьез думать, что я шпион, посланный Гарду или Мефилсом, не так ли? Я прошу доказательства этого. Если вы сможете доказать свою невиновность, то в качестве извинения за нашу гробость позвольте нам угостить вас. Уже так поздно. Мы могли бы расслабиться и выпить вместе. Чего? Похоже, мне не стоило ехать в эту страну. Может мне посоветовать Орбе поторопиться и собрать отряд?» Глаза Шейки метались по сторонам, пока он делал вид, что оборачивается. «Должен ли он вернуться сейчас?» Он задавался этим вопросом, но судя по состоянию солдат, ему бы не удалось избежать расследования, если бы он пошёл сейчас с ними. В таком случае... «Чёрт, это глупо! Зря я стал наёмником таурийцев! Я возвращаюсь в Мефилс. Передайте привет парню в маске. В следующий раз, когда мы встретимся, мы будем находиться по разные стороны. Я согласен с тем, что наша связь с местными оказалась настолько слабой, можете так ему и передать». У него не оставалось другого выбора, кроме как погнать лошадь вперёд, как только он увидит любую возможность. После этого орба станет обращаться с ним как с дезертиром, если расследование затянется, орба, конечно, также будет привлечён, но пока секретное сообщение не обнаружится, он, как герой и спасший запад, сможет вырваться. Окружение вокруг Шейки стало ещё более узким, один из солдат поднял пистолет в руке. Даже если он пришпырит свою лошадь, его шансы на успех будут равняться не более 50%. Как только он собирался нанести резкий удар ногой в бок своей лошади, «Ах, что за...» Кольцо солдат на мгновение пришло в замешательство, и издалека в них бросались камнями. «Эй вы, зордианские солдаты, вы собираетесь драться с членом нашего отряда?» Сбитые с толку солдаты направили свет на голос, откуда внезапно появилась огромная тень. «Гелиам!» Как показал крик шейки, появившийся силуэт принадлежал фигуре гигантского наёмника «Гелиама», он встряхнул своими гривистыми волосами и бородой, угрожающего улыбнувшись. «Что вы собираетесь сделать, если Мефиус снова нападёт, пока вы тут ссоритесь?» «Если он хочет уйти, отпустите его!» «Солдат, который убегает в последний момент, бесполезен с самого начала!» «Подождите, сэр Гелиам! У нас нет...» «Ах!» Камень, брошенный Гелиамом, попал протестующему солдату прямо в нос. Мефиус вёл себя так легкомысленно, как если бы он был пьян. «Эй, шейки! Мы давно знаем друг друга, но это прощание! Куда бы ты ни собрался, быстро убирайся отсюда! Но запомни мои слова, если мы встретимся на поле боя, я тебя не отпущу! Я уже какое-то время думал, что ты неприятный, поэтому если я снова тебя увижу, сразу раскрою тебе череп! Это именно то, на что я надеялся!» Весело рассмеялся шейки. «Подождите! О, плётки! Делайте, что хотите!» Несколько солдат повернулись к Гелиаму. Несмотря на то, что он швырял в них камни, они приблизились к нему и попытались повалить его, однако Гелиам легко справился с такующими солдатами и сам сбил их с ног. В это же время, воспользовавшись своим шансом в тот момент, когда их внимание оказалось отвлечено, шейки резко пнул лошадь вбок. С ржанием лошадь помчалась вперёд. «Подожди!» Солдаты попытались поспешно схватиться за шею лошади или за ноги шейки, но их руки схватили пустоту. Шейки на коне собирался исчезнуть в темноте за пределами их света. «Дерьмо!» Солдаты получили строгий приказ от Натака. Один из них поднял выточенный им пистолет. Он собирался прицелиться в лошадь, но её очертание уже почти полностью поглотило тень. Пусть и без особой надежды на успешный выстрел, но он всё же нажал на курок. «Выстрел!» Вместе с тем тень на коне казалось сильно дёрнулась, но по всей видимости его просто задели. А может он просто оказался удивлен звуком выстрела, однако сразу поправил позу и ещё заспулю зрения. Оставшись позади, Гелиам весело рассмеялся. Вскоре все солдаты столпились вокруг него, но пусть и без возможности двигаться, он всё равно смеялся. Хм. Внутри он издевался над самим собой. Достигнуть всех этих подвигов и думать, что отношение к ним изменится по сравнению с теми днями, когда они были гладиаторами, Гелиам начал действовать сразу же после того, как понял всё то, к чему стремились Орбой и Шейки. Он просто не мог вынести того, как Шейки после встречи с Орбой на дне в медицинском кабинете тайком передвигался один. На самом деле неприятным он считал того мальчика, мысли которого невозможно было понять. Но... Этот парень всегда делает всё возможное, чтобы победить. Он определённо признал это, и поэтому думал, что в случае необходимости он может просто одолжить свои силы ради этого. Он подумал, что если он возьмётся за топор рядом с тем местом, где находится этот мальчик, он сможет увидеть что-то сверх того, что он знал до сих пор. Во всяком случае, наследный принц Мефиуса и герой Запада нет на свете двух других таких интересных парней. В прошлом Гелиан когда-то был солдатом, который встал на сторону определённой фракции, проиграв тот, боин попал в рабство, и как гладиатор размахивал мечами и топорами. В настоящее время он стал известным наёмником. Но к чему могло привести положение наёмника? Если его жизнь собирается состоять из безмозглого размахивания сталью, ему следует хотя бы выбрать более интересный вариант. Гелиан продолжал притворяться пьяным и плевать на солдата, который пытался связать его. Когда солдат вздрогнул, он громко рассмеялся. Даже получив сильный удар в живот, он ничего не почувствовал. Не теряя времени, подчинённые на тако отправились в казармы пятого армейского корпуса, где находился орба. Когда они выбили дверь ногой, он сидел в постели. На нём была одета маска, но он не выражился ни мечом, ни ружьём, а в руках у него лежала книга. «Какие дела у вас ко мне посреди ночи?» Спросил орба. Невозможно было определить его выражение лица, но сквозь маску его глаза резко блестели. На мгновение мускулистые зардианские солдаты затаили дыхание, хотя у него поблизости не виднялось оружие, у них проступило пугающее чувство, что в любой момент он бросится на них с голыми руками. В тот момент гнев орба был безграничен. Услышав незадолго до сего момента выстрел, сейчас он мог спровоцировать его на них. А один из солдат пришёл в себя. «Мне очень жаль, но я прошу вас поехать с нами. Если вам нужно взять с собой какие-то личные вещи, пожалуйста, приготовьте их немедленно!» Солдаты были вооружены штыками, но на него не указывали. «Ничего подобного. Пожал плечами орба. Мне ничего не нужно. Я пойду с вами. А, но... Но...» Его глаза опасно блеснули в темноте, и на мгновение солдаты снова затаили дыхание. Но то, что сказал орба, было... «Не трогайте мою маску. Это личный подарок от принцессы и смены. Никто не должен тронуть его даже пальцем». Часть вторая К северу от Гелио, на расстоянии, которое можно преодолеть за два с половиной дня на скачущей лошади, находилась сравнительно большая деревня. Она процветала в основном за счёт торговли с кочевниками. Говорили, что поскольку западное озеро Куран считалось священным, предки у жителей расчистили местность для деревни с намерением защитить эту священную землю. Встреча между Аксом и старейшинами из основных кланов должна была состояться примерно в дюжине километров к востоку от деревни. Сама деревня внезапно жила благодаря Аксу и огромной толпе людей, которые спонтанно собрались вокруг него. Везде, где он проходил по пути, Акса приветствовали каждый раз, когда он приближался к городу или деревне. Толпы людей собрались по обе стороны шоссе, чтобы хоть мельком увидеть его. Его имя неоднократно называлось, глаза, обращенные к нему были глазами тех, кто смотрел на несравненного короля. Оседлав коня, Акс находился на пике своего триумфа. Он глубоко чувствовал, что могущество дома мозганов наконец будет восстановлено, причём никем иным, каким самим. Похоже, мне нужно поблагодарить гарду. Подумал он мимолетно. Поскольку этот колдун безудержно разгуливал, став смертельным врагом Запада, он приобрёл статус благодатной почвы для такого героя, как он сам, чтобы выступить вперёд и продемонстрировать свою мощь. Даже в мифах и легендах злобные враги существуют только для того, чтобы герой усердно трудился и в конце концов одолел их. Хм, это может стать основополагающим рассказом о возрождении Зерта Урана. Акс Базган с удовольствием предавался детским фантазиям, в этой деревне тоже планировалось провести приветственный банкет, все знатные жители села подходили один с другим, чтобы поприветствовать его. Более того, выяснилось, что несколько молодых людей из этого села присоединились к карательным силам против гарды, Акс лично похвалил заслуги одного из тех, кто выжил и стал второстепенным героем в деревне, щеки юноши вспыхнули, а его лихорадочные пылкие глаза потемнели. Если бы Акс тут же приказал умереть за него, то парень вполне мог бы перерезать себе горло своим мечом. Неудивительно, что Раван Дол в каком-то смысле опасался слава Акса больше, чем врага, но самому Аксу этот фанатичный экстаз юноши в старосты деревни завели танец, который считался фирменным для Таурана, пусть, поскольку это всего лишь сельская часть Таурана, ни внешний вид, ни движения танцующих девушек не были особенно изысканными. Я скучаю по танцам Джайна. Выражая внешнее удовлетворение, Акс мысленно думал о своей жене, бывшей танцовщице. Изменилась мелодия Флейт, и танцующих девушек сменила другая группа. Большинство из них не сделало ничего, чтобы опровергнуть впечатление Акса, но одна красавица привлекла его внимание. О, это редкость для сельской местности. Ее осанка выглядела легкой, от движения от развивающихся волос до кончиков пальцев ног очаровательными. Поскольку Акс остался очень доволен ею, после того, как групповой танец закончился, красавица осталась стоять и танцевать перед днем. Он продолжал пить, и даже напился, что было необычно для него. Неудивительно. Несмотря на то, что Акс был уверен в своей стойкости к алкоголю и в своей выносливости, покинув Таурию, попобедить Гарду, была организована серия встреч во имени, в ходе которых такие вещи, как выпивка, стали довольно частым явлением. Конечно, приятно понимать, что с этого момента его будут восхвалять как величайшего героя Запада, но с другой стороны, осознавать, что теперь каждому его поступку будет обращено максимальное внимание, ощущалось немного утомительным. Алкоголь и танец красавицы, казалось, просочились в его тело. Ночь стала поздней, и Акс пригласил красавицу в комнату, которая служила его жилищем. Акс до сих пор полон энергии, но после того, как он сделал Джайну своей женой, не появилось ни единого слуха о его любовных интрижках, и на ложниц он тоже не брал. Удивившись самому себе, он спросил, «Ты... Как твое имя?» Она на мгновение остановилась, наливая спиртное. «Меня зовут Тахи, господин». Красавица сказала свое имя, сверкнув отражением ярких темно-черных ламп в своих глазах. Акс снова приказал Тахи танцевать, когда он смотрел, как она танцевала одна, в тусклом свете, без одежды. Акса сам начал чувствовать себя так, как будто он выскользнул за пределы реальности. Совершенно естественно, что в итоге они вместе лежали в постели. Даже тогда Акс находился в сонном трансе. Пламенная кожа, мягкие губы и гибкие конечности Тахи стали цепями, лишившими разума тела Акса свободы. Это чувство комфорта ощущалось странно. Откуда-то не по своей природе его, казалось, переполняло желание передать все свое другому человеку и просто заснуть. И поэтому, когда Тахи оседлала его грудь, как если бы она ехала на лошади с кинжалом в руке, он выглядел так, будто бы смотрел спектакль из театрального представления и не мог понять, что его жизнь в опасности. Немного пухлые губы Тахи раскрылись в улыбке, и она взмахнула рукой, напробив лезвие к груди Акса. В этот момент снаружи послышался грубый шум, прозвучал звук, похожий на звук удара тысячи армейских сапог или звук молнии, только что упавшей рядом. Это был повторяющийся рев дракона. Невидимая цепь оказалась сорвана с тела и разума Акса. Ах ты с... Он протянул руку за мечом, но не почувствовал даже подушки, которая должна была быть там. Быть обманутым женскими уловками. Акс горел от сожаления, а Тахи прищелкнула языком. Однако она сразу же поставила клинок в боевую стойку и толкнула его вперед. Акс дважды увернулся, но его тело ощущалось вялым. Даже его мозг казался замедленным, как будто в него проникло какое-то постороннее вещество. «Кто угодно! Кто-нибудь, идите сюда!» Он хотел крикнуть, но из него просочился только голос, хриплый как у старика. Когда Тахи прыгнула в третий раз, Акс поткнулся о собственные ноги и упал. Для человека, которого всюду превозносили, точно он правитель запада, жизнь оборвалась после того, как он попал в лапы женщины, которую сам же и пригласил в свою спальню. Пока Акс думал об этом, только клинок собирался вонзиться прямо в его сердце, снова послушался вой дракона. «Почему здесь драконы?» кричал они Тахи, а солдаты возле жилых домов. «Прогони их! Ублюдок, что ты здесь делаешь?» Сразу после этого дверь спальни открылась, и то, что предстало перед ними, не выглядело ни мускулистым солдатом, ни новым убийцей, ни сообщником Тахи. Это был очень обычный, на первый взгляд, мужчина средних лет слабого телосложения. Когда Акс, Тахи и солдаты, мчащиеся сзади, уставились в удивление замешательстве, мужчина средних лет удовлетворенно кивнул сам себе. «Это случай, когда тебя выдал стойкий запах гарды, как и ожидалось». «Это ты мне помешал?» Горько выплюнула Тахи, выражение её лица приобрело выражение ненависти, и теперь она выглядела совершенно иначе, нежели та девушка, которая танцевала перед Аксом. «Не я, мои милые дети». У него сохранилась такая же улыбка, как когда он показывал детям фокусы. Акс не был знаком с ним, но этот человек был торговцем, который путешествовал вместе с драконами. «Голоса этих детей мешают эфиру. Подойди и позволь себя спокойно связать, ты больше не будешь свободно передвигаться». «Не стоит недооценивать меня! Я Тахи!» Сказав это, Тахи ударила ногой по полу, одним прыжком она оказалась прямо перед купцом. Рёв драконов прозвучал трижды, очевидно, и их оставили в саду. Тело Тахи задрожало и покачнулось. Как по волшебству торговец вынул из груди длинную верёвку и небрежно бросил её. Одна из уловок, которые он продемонстрировал на публике, заключалась в том, чтобы использовать лассо, дабы им поймать шею дракона, который находился вдалеке. Но на этот раз он безошибочно обвился вокруг шеи Тахи и, неоднократно обвиваясь вокруг её чувственных конечностей, не давал ей двигаться. Это была сильная способность, тем не менее. Как только Тахи издала звук, верёвки разорвались в воздухе, и её гибкое тело подпрыгнуло гораздо выше. Приземлившись позади торговца, она проскользнула мимо ошеломлённых солдат и исчезла из виду. О! Повернувшись в том направлении, в котором она рванула, торговец заговорил без улыбки и вздоха. Это сюрприз. Если бы она оказалась обычным колдуном, то не смогла бы использовать ни одного магического трюка после того, как эфир был нарушен. «Быть может, это не имеет отношения к нам». Наконец, придя в себя, солдаты окружили торговца с обеих сторон. «О, болюдок! Не двигайся! Подождите!» остановила Хагс в махом руки. Обычно он сердит и бы заречал на солдат за то, что они так легко позволили подозрительному человеку приблизиться к нему, но в этом случае он сам пригласил гадюку в свою спальню. Его голова всё ещё ощущалась затуманенной, и он прижал к ней руку. «Ты сказал Гарда? Эта женщина, кто она? И кто ты такой?» «А вам действительно следует быть осторожным, господин Аксбазган». Как будто игнорируя вопрос Акса, торговец кивнул всё ещё закутанный в тюрбан с застрявшими в нём перьями. Это тоже был жест, напоминающий жест фокусника перед зрителем. «Похоже, колдуны тоже не могут игнорировать тебя. Хотя на западе мы и не можем беззаботно вмешиваться, однако, если бы мы сейчас потеряли господина Акса, для нас это стало бы тяжёлым ударом. Пусть это только сейчас. В данный момент я не могу обещать, что через год или даже завтра всё будет по-прежнему». «Колдуны, не так ли? Значит, эта женщина действительно выжившая из подчинённых Гарды?» «Это наполовину верно, наполовину нет, поскольку Гарда не уничтожен». «Что?» «Упс. Мне было дано строгое указание не давать слишком много ненужной информации. У людей есть свой путь, а у злых духов свой». Говорят, что слишком глубокое проникновение двух областей друг в друга приводит беспорядок даже золотую середину судьбы. «За семья откланиваюсь, господин Акс, правители Запада». «Подожди!» На этот раз Акс собирался отдать приказ Салбетам схватить человека, но в руке, которую он поднял, ощущалось что-то странное. Казалось, что генерал-губернатор Таури снова попал в магическую ловушку. «Вам нужно запомнить только это». Голос торговца уже затих, но всё ещё сопровождался странным гудением. «Вы спросили меня, кто я?» «Но моё имя не имеет значения, однако я родом из деревни Барбарой. Пока запомните только это». Акс резко огляделся, но вокруг стояли только солдаты, которые выглядели так, как будто они тоже только что пришли в себя, а фигура купца исчезла. Он мобилизовал очень много солдат и приказал им обыскать окрестности, но мужчину средних лет, трёх необычных драконов, которые были с ним, и, конечно же, танцовщицы, называвшие себя Тахи, найти не удалось. Вскоре начался рассвет, Акс купался в лучах солнца, которое ярко сиело над горным хребтом, и когда тени рассеялись, он начал задаваться вопросом, не оказались ли все события той ночи иллюзиями. Тем не менее, Гарда и Барбарой. Акс крепко сжал боевой веер, который держал близко к себе. На данный момент имя Гарды не нуждается в объяснении. Что касается Барбарой, то это название деревни, которая, как говорят, расположена вокруг священной земли Куран. Согласно легенде, Рюджин, коренные жители планеты, были перемещены туда человечеством и все еще живут на этой земле. Его внезапно охватила мысль, что между яростью колдуна, называвшего себя Гардой, и внезапным вторжением Мефиуса, может существовать доселе неизвестная связь. Хммм, громко фыркнул Акс. Какие бы заговоры ни лежали под поверхностью этого мира, все они просто приготовления, которые позволят мне, Аксу, управлять всеми западными землями. Так же, как и сам Гарда. Я не могу умереть, пока мощь дома Базган не осветит всю эту западную пустыню. Это единственное, в чем можно быть уверенным. Это единственное, о чем мне следует переживать. Следующее, о чем подумал Акс, было «Хорошо, что Равана здесь нет. Нет большего позора, чем быть убитым женщиной, которую он призвал сам. Прямые ругательства, это нормально, но в случае с Раваном он определенно столкнется с безжалостным и нескончаемым сарказмом. В то же время, когда он подумал, «Если бы здесь присутствовал Раван, я бы вообще не попал в такую ситуацию». Акс почувствовал себя некомфортно уже по другой причине, а именно, что его жизнь стала мишенью. Часть третья Вернувшись домой после сбора дикорастущих растений, Роне увидел толпу людей вокруг своего дома и криво улыбнулся. Однако, сдерживая это чувство, он громко крикнул, «Привет!» Толпа сразу же разлетелась, и участники разбежались в разные стороны. Большинство из них были мальчиками-подростками. «Это похититель Мефики!» насмешливо крикнул один из них. Затем другой сказал, «Он снова похитил кого-то в горах!» «В следующий раз найди для нашего брата хорошую невесту, ладно?» Загорелые молодые люди шумели от чести, чтобы скрыть смущение. В этом не было ничего удивительного. Приграничное село казалось относительно большим, но даже так численность населения не доходила и до тысячи. Вокруг него простирались только горы и дикая местность, поэтому мальчики жаждали волнения. Но Роне это понравилось. Не прошло еще и трех месяцев с тех пор, как они прибыли в эту деревню к западу от реки Юнос. Другими словами, даже не смотря на то, что они считались мифийцами, жители Тауранской деревни тепло их приветствовали. Сначала его жена скучала по жизни в городе, но теперь она подружилась с женщинами ее возраста и ее фигура, когда она возделывала поля, постепенно приобрела привычный вид. «Бабы, которые я посадила, наконец-то стали достаточно твердыми, чтобы раздавить их», сказал он они так давно, гордо показывая их Роне. Он был одновременно удивлен и тронут тем, что его жена, привыкшая к зажиточному образу жизни, стала такой решительной. Хотя их жизнь трудно назвать легкой, но они были в безопасности. Однако, Роне по-прежнему беспокоился о дочери. Поскольку полгода назад в их среде произошел полный переворот, Роне считала вещи из их прежней жизни далекими. Но для его дочери тот кошмарный день все еще казался произошедшим, будто вчера, а он не смог адаптироваться так же гибко, как его жена. В этом случае Роне столкнулся со странной преемственностью. Случился инцидент, про который дети кричали, называя его похитителем. Примерно полмесяца назад, возвращаясь с ежедневной работы по сбору дикорастущих растений, он внезапно заметил тропу в сторону, по которой раньше не ходил. Он любил изучить окрестности, поэтому любопытство владел им, и он повернул ноги в том направлении. К тому же урожай выдался плохим, он не нашел ни съедобных растений, ни какой-либо их замены. Когда Роне собирался вернуться домой, он заметил фигуру человека, которая выглядела прислонённой к дереву. Человек получил множество ран, похоже, он успел худо-бедно оказать себе какую-то медицинскую помощь, но кожа, просвечивающая сквозь грубую повёстку, была обожжённой и тёмной от застывшей крови, прилипшей ко всему лицу, а одежда находилась в печальном состоянии. Он задался вопросом, может ли быть, что этот человек был пойман где-то на воровстве, в городе, и, будучи изгнанным, превратился в бродягу. Человек всё ещё дышал, раны какое-то время колебался, но как человек, которого выгнали из того места, где он родился и вырос, он в чём-то походил на него. Подняв тело на плечи, он вернулся в деревню. Они поделились своими скудными припасами, позвали пожилого мужчину, который был единственным в деревне, кто имел какие-либо медицинские знания, и залечили раны. Хотя, по сути говоря, это означало только применить лекарства, приготовленные из отжимов трав, и заменить повёзки на новые. И пускай этот человек пришёл в себя, но явно пережив ужасный опыт, продолжал лежать весь день в кровати и даже сейчас почти не разговаривал. Похоже, ему каждую ночь снились кошмары. Однако в эти последние несколько дней он, казалось, снова обрёл присутствие духа, его насторожность по отношению к Ране и его семье значительно уменьшилась, и он бормотал слова благодарности, когда они приносили ему еду. В любом случае, когда это произошло, Ране почувствовал облегчение. Это... Бессознательно пробормотал Ране вчера утром, когда его ноги остановились на горной тропе. Менее чем в километре от того места, где он нашёл первого человека, он наткнулся на другого человека, который потерял сознание. На этот раз это была женщина. Более того, девушка, выглядящая всего на 14-15 лет, её состояние было не таким ужасным, как у мужчины, но у неё шла кровь из головы, а кожа приобрела пепельный цвет. К тому же, было ещё два странных момента. На девушке было что-то вроде лётного костюма для полёта на дирижабли, а также, вероятно, она не являлась ни зародианкой, ни мифийкой. Ране ищел это подозрительным, но и на этот раз он не смог проигнорировать ситуацию, поэтому в конце концов привёл девушку обратно в деревню. «Ты человек, который умеет подбирать людей», сказал глава деревни, наполовину изумлённый, наполовину раздражённый. Естественно, девочка стала притчей его из-за цех. Как и в случае с этим мужчиной, Ране предположил, что она попала в бродяжничество или рабство, но в любом случае она оставалась молодой девушкой. Возникли самые разные слухи, ходили рассказы, что она женщина из другой страны, сбежавшая потому, что какой-то иностранный король собирался заставить её стать своей любовницей, или что она принцесса из прибрёжной страны, которую занесло сюда течением после того, как корабль, на котором она плыла, потерпел кораблекрушение. Красивая девушка, потерявшая сознание в горах, особенно вызвала интересы молодых людей, и их, жаждущих заглянуть внутрь, часто находили около дома Ране. Пока он их выпроваживал, доктор снова оказал ему помощь. «Не о чем беспокоиться», кивнул доктор, оставив спящую в постели девушку. «В травме головы нет ничего серьёзного, она ослабла после того, как израсходовала много сил, но она должна значительно поправиться после двух-трёхдневного отдыха и правильного питания». «Я вижу. всё ещё... всё ещё...» «Ничего». Старик покачал головой и вышел из дома. Ране мог легко догадаться, о чём думал доктор. «Мужчина — это одно, а с девушкой слишком много загадок». Доктор, вероятно, боялся, что это принесёт неприятности для деревни. Она располагалась недалеко от границы с Мефиусом, и они буквально только что узнали, что неподалёку произошла вооружённая стычка. Это была ещё одна причина, по которой молодёжь казалась более резвой, нежели обычно. Ситуация снова находится на грани боевых действий. Будучи практически в эпицентре подобных событий, Ране с тревогой задавался вопросом, пусть она и оставалась всего лишь одной девушкой, благоприятна ли её загадочное появление для деревни в целом. Он вошёл в дом как раз в тот момент, когда его дочь выходила из комнаты для гостей, в которой она лежала. «Этот ребёнок...» «Она проснулась, и как раз готовлю завтрак с мамой, так что подожди немного, отец». Глаза Ране расширились, его дочь, похоже, немного изменилась. Когда он привёл мужчину, она не избавлялась от страха и насторожности, но, несомненно, чувствуя жалость к девушке младше её, она начала активно заботиться о ней. «Послушай», — сказала она, повязывая фартук, «не сдавай этой девушке слишком много вопросов. Похоже, она не хочет говорить о себе». «Да уж». «Немного похожа на нас». Прервав свои слова, его дочь начала готовить еду, Ране понял, что она хотела сказать. Они тоже имели свои секреты. Ране Джейс. Полгода назад он был рядовым солдатом в столице Империи Салоне, более того, он являлся честью императорской гвардии императора Гула Мефиуса. Его дочь звали Лейла, благодаря влиянию отца, солдата императорской гвардии, она выросла, ни в чём не нуждаясь. Примерно в то время, когда ей исполнилось 18, она вышла замуж за человека того же возраста и с таким же военным прошлым. Счастье Лейлы должно было быть на пике, но его внезапно отняли, и тем, кто стал причиной её, а также всей остальной семьи Ране падения, стал Гил Мефиус, тот самый сын императора, которого Ране поклялся защищать. Гил провозгласил своё право на первую ночь, чем никогда не пользовалась императорская семья, и силой заставил Лейлу переспать с ним. На этом катастрофа не закончилась, тем, кого заставили стоять на страже у дешёвой гостиницы, в которую он её привёл, был её собственный отец Ране. Для Ране это было сродни кошмару. Он прорвался через дверь, чтобы удержать принца Гилу и остановить это варварство. Конечно, он знал, что это приведёт к его собственной гибели. То, что произошло дальше, всё ещё цеплялось за его барабанные перепонки. Выстрел. Когда звук выстрела эхом отозвался в его голове, Ране задрожал. Они запутались. Ране нажал на курок, а Гил, приемник трона императорской династии Мефиус, упал на грязный деревянный пол безмолвным трупом в луже крови. Обнимая рыдающую дочь, Ране смирился со смертью. Он считал, что до тех пор, пока он может защитить свою семью, не имеет значения, будет ли он разорван на части или вынужден сражаться с сотней гладиаторов, или заживо с единой драконами. Кроме того, первым, кто прибежал на место происшествия, стал знатный человек по имени Федом Аулин. Надежды на побег тут же испарились. Но затем ситуация изменилась в странном направлении. Принц ещё дышит. «То, что здесь произошло, позор для императорской семьи Мефиоса. Ни с кем об этом не говори. Вместо этого, если ты оставишься мне, твоей семье не придётся ни о чем беспокоиться», сказал Федом. Его слова звучали иррациональными и принудительными, но всё сложилось так, как он сказал. После ухода семьи Ране преследователи не отправились из замка, а о смерти наследного принца Гилла не сообщалось публично. Более того, очень скоро после этого Гилл Мефиос, который должен был умереть, отправился в долину Саирин, чтобы провести в свадебную церемонию с принцессой из соседней страны Гарберы. Ране и его семья покинули столицу до того, как рассказы о героических подвигах Гилла распространились по салону. Ведь они опасались за свою безопасность. Не нужно быть гением, чтобы понять, дело пахнет национальным заговором. У них также имелось намерение избежить расследования, так как многие из приглашённых на свадьбу гостей знали, что Гилл воспользовался правом на первую ночь. Незадолго до этого семья супруга Лейлы косвенно предложил расторгнуть помолвку. Они бродили с места на место в Мефиусе и когда-то даже были на грани поселения в деревне недалеко от Апты. Однако до него дошли слухи, что Гилл Мефиус прибудет в качестве лорда-защитника Апты, он не хотел, чтобы это имя доходило до ушей его дочери. Более того, он получил письмо от человека, которого хорошо знал в деревне, где ранее они на месяц или около того останавливались. В нём говорилось, что человек, который утверждал, что является одним из его знакомых салона, пришёл навестить его, однако Роне его не знал. Его прислал Федом. Роне вздрогнул и побледнел. Разыскивая его по прошествии стольких лет, он задавался вопросом, не пытается ли он убить его, чтобы закрыть ему рот. Роне немедленно собрал их вещи, уехал с женой и ребёнком. Они пересекли границу по горной тропе к северу от вершин Бильганы. Десять дней они ехали на юг, это стало путешествием в новую страну. Его жена и ребёнок начали проявлять усталость, когда они случайно оказались в этой деревне. Естественно, это было зордеанское поселение, но в то время отношение к Мефиосу оставалось дружественным. Это произошло потому, что никто иной, как Гилл Мефиос, примирился с Таурией, у самого Роне остались смешанные чувства по этому поводу, но в любом случае жители деревни принимали иностранных путешественников без подозрения. Через несколько дней после того, как они остановились, узнав, что Роне и его семья не имеют особого назначения, глава деревни предложил им дом и поле. С того момента, как они покинули салон, его дочь Лейла пребывала в глубоком отчаянии, она так много размышляла об опасениях отца по поводу её предполагаемого суицида, однако, будучи вынужденной прекратить своё путешествие для жизни в этой деревне, мало-помало она начала подавать признаки выздоровления. Но тогда, примерно двумя месяцами ранее, в деревню дошли совершенно неожиданные и, надо сказать, очень запоздалые новости. Сообщение о смерти принца Гила. У Роне Джейса возникло странное чувство шока, но что бы ни случилось, он оставил всё фидом и сбежал из салона. Он не останавливался на этом больше, чем было необходимо, однако, когда Лейла услышала об этом, она замкнулась, как и прежде. Возможно, это произошло, потому что, хотела она того или нет, это заставило её вспомнить те времена, или, может быть, это произошло, потому что она сохраняла странное чувство утраты, когда тот, на кого она горько возмущалась, внезапно умер. Это снова займет много времени. Роне тревожился на этот счёт, но затем Лейла сопоставила свои обстоятельства и обстоятельства той девушки, так что по итогу неудивительно, что она начала ей сочувствовать. «Я пойду и поговорю с ней немного», сказал Роне Лейле. «Спокойно, я просто поболтаю». «Будь осторожен». «Вырастив дочь, могу с уверенностью сказать, что у меня есть минимум деликатности». «Так ли это?» Лейла невольно улыбнулась. Когда он открыл дверь, девушка смотрела в окно с кровати. За ним виднелась изгородь, именно там так отчаянно собиралась толпа молодёжи. «Они сильно шумели?» как можно мягче, спросил Роне. Девушка посмотрела на него, её голова была обмотана повязкой, но других очевидных повреждений не наблюдалось. Взглянув на неё снова, она имела вид светлокожей девушки с пропорциональными чертами лица. Он помнил, что Лейла прежде носила одежду больше своих размеров. Несмотря на то, что выглядела эта малость абсурдным, её неподвижная фигура, лежащая на кровати, залитая ярким солнечным светом, падающим из окна, казалась Роне изображением сказки. «Ты...» «Отец Лейлы?» Спросила девочка ясным голосом. «Спасибо, что спасли меня. Нет-нет, я просто проходила мимо». Роне продолжала говорить ни о чём конкретном, притворяясь, что наводит порядок в комнате для гостей. Её лицо выглядело немного усталым, но, похоже, она не испытала никаких последствий от травмы. Как и сказала врач, она просто полностью вымоталась. «Вы меня ни о чём не спрашивали. Я не против подождать, пока тебе захочется поговорить. Это спокойная деревня, и люди, которые здесь живут, неспешно движутся со временем и с природой». Девушка слегка опустила глаза и, казалось, с этим единственным изменением в выражении лица выразила благодарность. «Моя дочь принесёт что-нибудь поесть позже. К тому же, она легкомысленная девушка, поскольку в деревне у неё не так много друзей-сверстников, было бы большим подспорьем, если бы ты стала той, с кем она могла бы поговорить». «Конечно», улыбнулась девушка. После того, как он вышел из комнаты, Роне уставился на дверь, которую он только что закрыл, словно пытаясь увидеть её с другой стороны. «Ага, похоже, она необычная девушка». Роне служил имперским гвардейцем в салоне. Он был знаком со многими людьми, не говоря уже об императоре, множестве дворян, солдат, учёных и богатых купцов. «У этой девушки есть понимание», подумал Роне. Столкнувшись с человеком впервые в незнакомой стране, как к нему следует относиться, какие слова следует выбрать, под пониманием Роне имел в виду манеры людей, принадлежащих к высшим классам. «Я должен пока присмотреть за ней». А затем, если он оказался прав, он хотел собрать информацию о стычке между Западом и Мёфиосом. Может быть, есть какая-то связь. Если возможно, Роне хотел защитить раненого мужчину и девушку, но их существование могло стать угрозой для его семьи. Может так статься, что жизни, подобранной этими руками, так и... В его голове снова эхом отозвался выстрел. После того, как Роне покинул комнату для гостей, девушка снова посмотрела в окно. Платиновые волосы блестели в утреннем свете, само собой разумеется, что она была третьей принцессой Гарберы, Велины Элуэр. После того, как она заблудилась на горной тропе и окончательно потеряла сознание, ее нашел Роне. По правде говоря, она о многом хотела у него спросить, чем закончилась битва между Мёфиосом и Таурией, были ли заметны движения из любого лагеря, известно ли, что она, королевская принцесса, пропала без вести независимо от того, сделали ли Мёфиос или Гарбера официальные заявления. Но если ее личность будет раскрыта, Роне может немедленно известить Апту, после чего ее наверняка отправят обратно в столицу Мёфиоса, в Салон или в Гарберу. А потом, принятие решения понести позор, вылететь из Апты и передать секретную информацию Таурии потеряла бы всякий смысл. Велина крепко ухватилась за край одеяла. Так или иначе, она хотела остановить войну между Мёфиосом и Западом. Поглощенной этой мыслью, она даже вовлекла Краус Хоуран и прыгнула в дирижабль. Бывшие императорские гвардейцы, служившие принцу, сдержались под арестом в Апте. Император Голумефиус, похоже, хотел обвинить Таурию в убийстве принца, чтобы использовать это как предлог для нападения на западные земли. Таким образом, они, давшие показания о преступлении генерала Оубери, стали помехой. Если бы все осталось как есть, Говина и Хоуран могли бы казнить за сговор с Западом и участие в убийстве принца. В этой ситуации она не хотела избегать в безопасное место в одиночку. Но при этом, что могло ее крошечное я сделать самостоятельно? Фактически, она оказалась ранена сразу же после попытки остановить войну. Пускай родилась в королевской семье. Ее спасла доброта незнакомцев. Она не имела никакого влияния в этой стране, где ее никто не знал. На самом деле, что бы случилось с ней, если бы мимо случайно не прошел Ране? Голодный волк вряд ли оставил бы ее в покое, объявивая она «Я принцесса Гарберы». Голод казался невозможен для члена королевской семьи, выброшенная в ночь, она действительно ничего не могла сделать и тихо перестала бы дышать. Она думала о том, как ужасно плакала от собственного бессилия. Права, обязанности и власть королевской семьи, что это на самом деле? Королевская семья обязана посвятить себя делам страны. Это слова, которым дедушка научил ее в прошлом, и это слова, которые она сама говорила наследному принцу Мефиуса в прошлом. Верила ли она в это тогда? Теперь, когда ей снова предложат эту идею, мысли Велины будут парализованы. В рукаве Лина оторвалась от одеяла и коснулась медальона, висевшего у нее на шее. В этот момент дверь снова открылась, и появилась Лейла, на ее подносе лежал хлеб и мясной суп. «Это какой-то амулет?» спросила Лейла. Ее яркий голос и выражение лица должно быть унаследовались от отца, поскольку ее улыбка была очень похожа на его. Она поставила поднос возле подушки на кровати. «Или это подарок от твоего любовника?» «Нет». Думая, что ее могут заподозрить в том, что она что-то скрывает, Велина показала Лейле обратную сторону, на которой не был изображен национальный флаг Гарберы. «Это был подарок от меня». «А его отклонили?» Велина рассмеялась от ее откровенности, и Лейла выглядела смущенной. «Извини, это прозвучало грубо. Все в порядке, но это могло быть что-то вроде того. А мужчине, который так себе повел, получив подарок от такой милой девушки, как ты, лучше всего быстро забыть. Ему определенно нравятся мужчины. Ты знаешь вербодайна? Видимо, он из таких верующих, что практикует такие обычаи и...» Зайдя так далеко, Лейла далеко выснулась из окна. «Привет!» крикнула она. Мальчики снова начали появляться в Уизгороде. Их голоса казались паническими или, возможно, взволнованными. «А!» воскликнула Лейла странно высоким голосом. «Разве это не Ленус из соседнего дома? А ведь он раньше даже цветы мне дарил? Бабник!» Несмотря на это, Велина снова улыбнулась. Парад супа был немного тёплым. Голова четвёртая. Погружённый. Часть первая. Несмотря на то, что в королевстве Гарбера он считался признанной и известной дворянской семьёй, злобный шёпот часто упоминал дом Коджун как дом ростовщика. Причина этого связана с их происхождением. Всего три царствования назад, они были, так сказать, шахтёрами, основным занятием которых являлась добыча костей дракона, и хотя они обладали некоторым богатством, их положение оставалось просто положением сильного местного клана. Их благосостояние резко возросло после того, как они обнаружили и добыли залежи из драконьей кости, лежащую в северных горах Гарберы. Затем немедленно связали себя торговым соглашением с королём Гарберы трёх царствований назад, который рёвносно относился к переработке драконьей кости в невесомый металл. Хотя отношения между домом Коджун и королевской семьёй оставались благоприятными, они держались на расстоянии вытянутой руки. Позже, когда предыдущий король, Йорк, пожелал ещё больше усилить военно-воздушные силы, он подумал, что они будут напрямую использоваться в качестве вассолов короля. В то время они договорились, что дом Коджун получит 40% от богатства, полученного от добычи залежи драконьих костей, которые они сами обнаружили и разработали. Йорк Оуэр согласился. Гарбера является страной, которая изначально была построена путём объединения влиятельных региональных семей, однако многие из этих семей вымерли или были уничтожены во время конфликта в каждой области, говорили, что Коджунский дом нашёл среди них семью с таким же именем и купил их родословной по высокой цене. Таким образом, хотя жители Гарберы и знали, что дом Коджун состоял из шахтёров в прошлом, те всё же официально заявляли, что, оглядываясь на прошлое, они всегда являлись мощной региональной семьёй знатного происхождения. Они накопили большое состояние, чем кто-либо другой в Гарбере, возможно, даже больше, чем сам король, и, сужая эти деньги аристократам и военачальникам, они накопили ещё больше богатства и влияния. Среди тех, кто считался близок к царю, находилось много людей, которые недоброжелательно относились к их существованию. Тем не менее, помощь дома Коджун несомненно позволила Йоргу, предыдущему королю, разрушить дворянские дома, которые находились на грани отделения от королевской семьи, и вернуть земли, которые раньше были заквачены Мефиусом и Энда. Более того, все признавали, что именно благодаря средствам у драконей Кости, которые предоставил дом Коджун, Гарбера в настоящее время может похвастаться мощными военно-воздушными силами, которые позволяют ей оставаться на равных с этими двумя странами. Рено Коджун, дочери Семи Коджун, только что исполнилось 17, и, как и многие поколения глав её дома, она стала известна своей любовью к вечеринкам. Она придумывала тот или иной предлог, а затем устраивала грандиозную вечеринку в их особняке в столице Фазон. Говорили, что Рено целыми днями занималась только тем, что писала приглашение на вечеринку ведущим аристократам, военачальникам и торговцам. В тот же вечер холл и сет особняка открыли для проведения банкета. Еда и напитки, заказанные отовсюду, включая редкие и дорогие предметы, были обильно поданы, а находящиеся в зале и выступающие на сцене артисты, как местные, так и приехавшие из-за пределов Гарберы, купались в аплодисментах, демонстрируя свои первоклассные навыки. Только что группа мальчиков играла на флейте, при этом стоя на руках. «Великолепно», подумал Зенон Ауэр, но сердце его оставалось неподвижно. И дело не в том, что ему не нравилась окружающая обстановка, скорее причина крылась в том, что новость, полученная несколькими днями ранее, повергла его сердце в мрак. Он знал, что привлекал к себе внимание с тех пор. Это лишь второй раз, когда он присутствует на вечеринке, устроенной семьей Коджун. В центре многочисленных взглядов, которые задавали вопрос о том, что происходит, Зенон слабо улыбнулся. Его выражение лица теперь говорило о том, что он наслаждается представлением от всего сердца. Казалось, на вечеринке присутствовало больше купцов, чем дворян. Одна из целей вечеринок Рено состояла в том, чтобы собрать торговцев со всей Гарберы и обменяться информацией. Семя Коджун открыто говорила об этом, и из-за того, что они оставались такими искренними, они избегали образа тайны перемещающихся за кулисами, чтобы зарабатывать свои деньги. Они выглядели как купцы, действующие как купцы. «Лорд Зенон!» Раздался голос позади него, когда он обернулся, то увидел Реноа Коджун. «Мисс Реноа!» Его улыбка стала шире. Когда семья Коджун приглашала на вечеринку, первое, что волновало любого гостя, было то, как ему поприветствовать дочь главы дома Реноа, одежда, которую она носила, конечно, выглядела великолепно, хотя ее основа была черной, само платье инкрустировали яркими цветами, которые не позволяли ему выглядеть слишком зрелым или становиться слишком темным. Ее волосы украшали фиолетовые бархатные ленты, а на двух пальцах сверкали драгоценности. Что ж, безопаснее всего хвалить ее одежду и аксессуары, сказали бы злые острый на язык. При королевском дворе Гарберы имя Реноа Коджун считали почти синонимом простой женщины. У тех, кого в Гарбере превозносили как красавец, были круглые щеки, залитые румянцем, большие глаза и светлые волосы. Поэтому женщины обычно наносили макияж, чтобы глаза выглядели большими, но у Реноа преобладали узкие вздернутые глаза и худое лицо, которое, казалось, сужалось до острого подбородка. На самом деле ее внешность была не такой плохой, как утверждают слухи, но поскольку она оставалась молодой девушкой, к тому же далеко не типичной, то вокруг нее окружало много слухов, наполовину незнакомых, наполовину из ревности, а ее внешности и личности. Так хорошо, что вы пришли. Несмотря на то, что я написала вам приглашение, лорд Зенон, я смирилась с тем, что это снова будет пустой тратой времени. Получив бокал с вином, протянутый спонсором вечеринки, Зенон залпом выпил все содержимое. Видите ли, я понял, что забыл выразить благодарность. Ваша благодарность? Зенон объяснил, что когда он ранее находился взаиме, инженерная группа дома Коджун подготовила современный корабль для его Ордена Тигра. О да, это имело место быть, не так ли? Но до сих пор вы часто оказывали нам честь получить от нас такие вещи. Так почему же на этот раз вы решили выразить благодарность лично? А, я... думал, что не очень любезен по отношению к твоему дому. Лорд Зенон, вас ценят за ваш рыцарский дух. Такие люди, как из дома Ростовщика, не соответствуют вашим идеалам рыцарства Гарбера, не так ли? Реноа заявила об этом публично, Зенон кисло посмотрел, но, как ни странно, когда это говорила Реноа, он не почувствовал в этих словах никакого сарказма или насмешки. Вероятно, потому что и выражения её лица и тону оставались яркими. В семье Коджун не было ни одного мрачного человека. Кстати, говоря о том, что вы стали действовать по-другому, в последнее время вы, кажется, близки с сэром Салзанте. А вы слышали об этом мисс Реноа? Даже если бы я это сделала, никто не удивился бы больше, чем я. Поскольку я предполагала, что отношения между вами двумя подобны маслу и воде. Это не было чем-то настолько экстремальным. Можно просто сказать, что до сих пор у нас возникло несколько недоразумений. По приглашению Реноа, Зенон направился к стулу в ниши Холла. В соседнем саду можно было увидеть танцующих на сцене молодых мужчин и женщин. По правде говоря, я думал, что вы пригласили новое тоже. Я ни разу не посылал этому джентльмену приглашение. Конечно, если ваше высочество скажет, что вы хотели бы, чтобы он сопровождал вас, я бы не отказалась от этой просьбы. А решительно сказала Реноа с улыбкой на лице. Просто представив, как пью чайно против того человека, мысли, которого я не могу угадать, заставляет меня дрожать. Есть ли что-то приятное в общении с этим джентльменом? Вы довольно необычны. Столкнувшись с этой женщиной, Зенон имел множество возможностей криво улыбнуться. Новое, любимец придворных женщин, но из-за этого он также часто вызывает их антипатию. А в этом смысле я в порядке. Поскольку они достаточно красиво, чтобы соответствовать его стандартам. Верно? Он не мог ответить «Верно». Увидев, что Зенон пытается сохранить нейтральное выражение лица, Реноа легко рассмеялась. «Будь то сэр Салзантес или то, что вы оказали нам честь приехать сюда, вы определенно изменились ваше высочество. Вы так думаете? Трудно понять самого себя». Зенон сделал вид, что использует ладонь как зеркало и рассматривает свое лицо под разными углами. Это была плавная контрмера, но... Если бы я любила сплетни, я бы сказала, что из-за того, что вы попали в трудное положение Венде, вы потеряли свой рыцарский дух и стали трусом лорд Зенон. Реноа тоже сказала это с улыбкой. У Зенона почти случился непроизвольный приступ кашля. Но это всего лишь чушь, сказанная начинающим шахтером. Осуждая себя, Реноа спокойно говорила на опасные темы. Например, впоследствии она сменила тему и прокомментировала его старшего брата Розетту, другими словами, человека, который стоял первым в очереди на трон. Этот джентльмен такой легкомысленный, и кроме того, у него кажется так много свободного времени каждый день, что мое сердце согревается при виде его. Принц Розетта служил командиром рыцаря Ордена Белой Цапли, элитной гвардии Королевской семьи. Это была важная роль, которая одновременно заключалась в охране Королевской столицы, но оценка Реноа оказалась такова, будто он пренебрегает своей работой. Одна из причин, по которой Зенон плохо справлялся с Реноа заключалась в том, что он чувствовал себя так, как будто его собственная природа подвергалась испытанию. У него создалось впечатление, что ей нравится стремиться к конфронтации. Мой брат серьезный человек. Какая бы ни стояла перед ним задача, он вложит всю свою энергию в ее исполнение. Да, в самом деле, лорд Розетта, конечно, не может быть плохим человеком. Например, если бы он присутствовал на вечеринке, увидев, что я так оделась, и чтобы не задеть мои чувства, этот джентльмен к этому времени умело бы придумал правдоподобный комплимент. Что вы пытаетесь сказать? Мы говорили о том, что лорд Розетта добродетельный человек, не так ли? Люди в зале косо наблюдали за разговором между ними. Несмотря на это, Реноа сознательно и открыто поднесла свои губы к его уху. Кажется, что все здесь не могут не интересоваться вами, вашего сочиства. Хотя это также может быть из-за слухов о Лиде Велине. Это чушь. Поскольку он догадывался, что эта тема поднимется, выражение лица Зинона не изменилось. До Гарбера дошла информация, что Мефиус сдвинул свою армию на Таурию. Очевидно, это произошло в отмястку за убийство принца. Хотя одно это не могло умрачить его сердце, ходили слухи, которые ее жители Гарбера не могли игнорировать. Принцесса Велина предупредила Таурию и с тех пор ее держали под стражей в Мефиусе. Эта новость пришла всего за три дня до этого. Если это правда, сказал Ноуэ, когда Зинон пригласил его в свои покои, Гул вероятно хочет посмотреть, как отреагирует Гарбера, намеренно распространяя слух и в то же время подчеркивает, что не будет его вины, если что-то неудачное может случиться с принцессой. Конечно, поскольку Зинон оставался Зиноном, он был возмущен, как император Гул использовал смерть принца Гила Мефиуса как предлог для вторжения в Таурию. Ему не составило труда представить, что, как и он, его младшая сестра оказалась яростно рассержена, к тому же только она была достаточно стремительна, чтобы сообщить эту новость Таурию и предотвратить внезапное нападение. Это его младшая сестра, которая не может солгать. Если бы он остался тем же Зиноном, что и прежде, он вполне мог бы пойти на Мефиус мечом в руке, чтобы вернуть свою сестру. Нет, даже сейчас у него хватало духу сделать это, но в то же время он считал, что его младшая сестра не хотела бы, чтобы Гарбаре и Мефиус крестили мечи. Если она донесла информацию до Таурии, то это потому, что её собственные принципы не выдержали этого, и у неё не оставалось другого выбора, кроме как попытаться остановить войну, даже если это означало противостояние её родной стране. Действительно это чушь, сказала Рено. Однако есть те, кто так не думает. Как тот джентльмен? Она указала на человека, который стоял примерно в центре зала, и Зинон посмотрел в эту сторону, и на мгновение на его лице появилось сложное выражение. Саламанд Фогель. Заместитель командира рыцаря Ордена Барсука, мужчина поистине мощного телосложения. Они несколько раз стояли на одном поле боя. В свои 28 лет его возраст был практически таким же, как и у Зинона. Это смелый и решительный человек, чей характер не выдавал впечатления, производимого его квадратной выдающейся челюстью. Нельзя отрицать того, что они были соратниками, которые вместе бросили вызов смерти, за исключением того, что этот человек являлся горячим поклонником Рюкона. Когда королевская семья подумывала о том, чтобы положить конец десятилетней войне, женив Вилину на Гиле, или скорее, когда слухи об этом факте начали распространяться по фазону, появилось много офицеров и солдат, которые остались недовольны этим. Собственно говоря, Зинон тоже к ним относился, но поскольку он также являлся членом королевской семьи, и кроме того, знал, насколько истощена их армия, он наконец согласился с решением своего отца. В то время, после ранения в битве с Мефийской армией, Саламанд Фогель лечился у себя дома. Уже чувствуя себя подавленным из-за этого и крайне недовольным решением королевской семьи, он однажды вечером напился и спел импровизированную песню, смысл которой заключался в том, что настоящий рыцарь, подобный царю Рюкону, заслуживает престола Гарберы. Его товарищи сообщили о нём, и он даже был на время брошен в тюрьму. Командующий орденом Барсука отчаянно умолял в его пользу, и Саламанд был освобождён, но тем временем произошло восстание Рюкона и его подавление армии Мефиуса. Говорили, что несмотря на то, что Саламанд только что обрел свободу, он горько плакал, не заботясь о том, чтобы кто-нибудь его увидел. «Я тоже хотел остаться верным рыцарству Сару Рюкона! Рыцарство Гарберы погибло вместе с ним!» Зенон вспомнил, как он отчаянно скрипел зубами, услышав эти слова. Он сам стремился быть образцом рыцарства во всём, что говорил и делал. Пойманный между его неспособностью простить Рюкона за предательство своей страны и его собственными попытками соответствовать этим рыцарским идеалам, сердце Зенона оказалось потрясено. Рено продолжало шептать. «Ни на кого не обращая внимания, этот джентльмен распространяет слух о том, что действия Леди Велина основаны на вере в Гарберу, и что мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы спасти принцессу от коварного Мефиуса». Зенон почувствовал, что теперь он может понять, почему Рено пригласило его сюда. И как он и представлял, она поманила Саламанда, чтобы они могли поговорить лицом к лицу. «Принц Зенон, вы проявили великолепные способности в войне Санда». «Нет, это было далеко не так безопречно, как ходят слухи». Они пожали друг другу руки. Ростом и шириной он выглядел воином, достойным имени Ордена Барсука. Даже когда он смотрел ему прямо в глаза, его взгляд не дрогнул, Зенон не был настолько экспертом в чтении мыслей, чтобы понять, что задумал его противник просто по выражению его лица. «В конце концов, я должен был привести новое». Эта бесполезная мысль мелькнула в его голове. В итоге станет проблема, если поклонники Рикона активизируются. Если они спровоцируют Мефиус, Велена может оказаться в ещё большей опасности, чем она уже находится. Вот почему Зенон нанёс первый удар. «Что касается того, как я отбросил Энды, то это просто потому, что Мефиус прислал подкрепление». Суламан задумчиво почесал квадратную челюсть. «Тем не менее, этот Мефиус в настоящее время это страна, которая действует полностью вопреки справедливости. Провосудие согласно кому? В каждой стране и у каждого человека своя справедливость. Вы, конечно, патриот и прекрасный рыцарь, но для меня идеалы рыцарства и потребности страны могут отличаться. Чувство ценности может быть разным, не следует называть кого-то аморальным только потому, что его образ мышления отличается от вашего собственного. «Принц Зенон, вы говорите, что я действую против своей страны? Теперь посмотри сюда. Наклеивать ярлыки на противников и преследовать их или заставлять их преследовать тебя явно не лучший способ притворить свои идеалы в жизнь. Да ведь ты бы ходил каждый день с обнаженным клинком в руке», «Смеясь», сказал Зенон. Хотя внешне Суламан сохранил улыбку, подходящую для банкета. «Даже тогда я не думаю, что буду возражать. Что ты сказал? Ради того, чтобы вжить в соответствии с моими идеалами, я был бы не против, если бы мне каждый день приходилось сражаться с теми, кто встанет у меня на пути и проливать их кровь своим мечом, как я ранее сказал». Этот человек безжалостен. Сохранив нежную улыбку, характерную для королевской семьи, Зенон внутренне выругался. Суламанд явно не из тех, кто болтал и бездействовал. Даже если это успокаивало союзника, в настоящее время для Зенона не было ничего более тревожного. Он раздумывал, не прерывать ли сейчас обсуждение, но... «Но разве для вас это не так же, лорд Зенон?» Суламанд запротестовал. «Рызарство — это не то, что один объясняет другим, а то, что он воплощает. И я надеюсь, что мне удастся воплотить это в жизнь посредством постоянных вопросов, поисков ответов и ежедневных усилий. То, что вы, лорд Зенон, образ рыцаря в королевской семье, не согласны со мной, действительно прискорбно!» Заявил он. По сути, он затевал драку. Тем самым он сказал следующее. «Нынешняя королевская семья Гарбера не воплощает идеалы рыцарства». На мгновение Зенон посмотрел прямо на него с серьезным выражением лица. Люди, которые вокруг наслаждались банкетом и обнимали своих друзей за плечи, внезапно начали обращать внимание на разговор между ними. Или, может, лучше сказать, они нашли другой источник развлечения на вечеринке. Сам Зенон был известен как беспощадный полководец. Он сделал шаг ближе к человеку, который открыто с ним не соглашался. Пока они гадали, собирался ли он его ударить, Зенон сердечно похлопал Саламанда по плечу. Вокруг разразился переполох, который не был ни восхищением, ни разочарованием. «Ты как искатель истины, Саламанд!» — весело сказал Зенон. «Если бы каждый рыцарь стал так же строг к себе, как ты, это было бы замечательно». «Тем не менее...» «Тем не менее...» «Тебе нужно обращать внимание на то, что говорят другие люди. Люди становятся низкорослыми, если они хоронят себя только в собственном мышлении». Я тоже был таким. И из-за этого я практически загнал себя в угол в битве с Санда. Необходимо внимательно наблюдать за теми, кого вы ненавидите, или даже за теми, кого вы считаете врагами, поскольку они вполне могут быть зеркалами, отражающими вас самих». Саламанд ничего не сказал, но его глаза явно выражали презрение к Зенону. Несомненно, он думал, что тот просто выстраивал красивые слова, чтобы на время сгладить ситуацию и убежать от их поединка. Зенон быстро разглядел эмоции другого, но ничего больше не сказав, повернулся к нему спиной и вернулся туда, где сидела Реноа. «Если бы вы остались таким, каким были раньше, лорд Зенон», сказала она, протягивая ему новую чашу с вином. «Здесь уже начались бы проблемы?» «Все так, как вы сказали. Я стал трусом». «Что вы, то, что вы, лорд Зенон, закончили спор и просто отвернулись от него, теперь называете себя трусом? Я бы не сказала даже в шутку». Реноа улыбнулась еще ярче, чем раньше, когда он завался вопросом, является ли это ее способом критиковать его. «Ну вот, она стала непостижимой девушкой», подумал Зенон, снова осушая содержимое чашки. С раннего детства дочь дома Коджун привозила ее отец для участия в жестких деловых операциях. Выражение ее лица стало несколько серьезным. Будьте осторожны, фактически этот человек Саламант только недавно начал появляться на банкетах, устраиваемых семьей Коджун. А? Если подумать, то, как и Зенон в прошлом, человек, проповедовавший до такой степени благородное рыцарство, вряд ли имел какие-либо добрые чувства к дому Коджунов. Значит, он только недавно начал приближаться к ним. «Военные фонды, не так ли?» Выражение лица Зенона на мгновение стало жестким. Увидев это, Реноа поставила бокал с вином. «Не могли бы вы подарить мне танец?» Протянула она руку. Часть вторая В другом месте, в Сафии, столице великого герцогства Энде, страны, которая стояла на равных с Мефиусом и Горборой в центре континента, подобно радужному мосту, пересекающему поверхность земли, бесчисленные павильоны сверкающего Белого Дворца, которые также назывались Тысячи Крыльев, образовывали декоративный пояс, опоясывающий главную святыню. Почти на самой высокой точке развивался флаг Древней Магической Династии. Именно флаг провозглашал легитимность власти Двора Энде. Изначально Энде являлась землей, которой управлял лояльный вассал легендарного короля Зодиаса, основателя Династии Магов, который, как говорят, провел континентом более ста лет. Через некоторое время Зодиаса больше увлекали магические исследования, нежели управление страной, из-за этого и движимой необходимостью вселить страх и трепет на Западе, который оставался вне контроля короля, герцог Энде дал название Великое Герцогство Энде землям, которыми он управлял в рамках Династии Зодиаса. В одну бурную ночь Зодиас внезапно скончался от странной болезни, борьбы за престолонаследие. Подобно гиенам и стервятникам, собирающимся вокруг свежей падали, многочисленные генералы и лорды заявили, что именно они заслуживают место преемника и продолжали кровавый конфликт, даже когда больше не оставалось ни страны, ни престола. Среди всего этого регион Энде решительно хранил молчание. Не обращая никакого внимания на предложения союзов, сделанные другими державами, они просто сосредоточились на защите своих границ от любого захватчика, который пытался их пересечь. Они выжидали своего часа более десяти лет, пока третий герцог Энде не решил, что долгая война окончательно ослабила окружающих лордов и выступил со своими войсками, чтобы объединить всю землю. Назвав себя законным преемником, он назвал себя императором Энде. Это стало началом эпохи, известной в истории как бывшая империя Энде, но продлилась она очень недолго. Это произошло потому, что в тот же период на востоке континента восстала и образовалась новое королевство Олеон, тот, кто правил как король-основатель Олеона, оказался тем, кого когда-то назначили защищать столицу династии, генерал Арма Джамиль. Когда внутреннее восстание превратило столицу в море пламени, Арма, которая, как говорили, самую поджег, использовала возможность разграбить сокровища столицы, а затем бежал на восток. Опираясь на свое значительное состояние, он взял на службу бывшие воинские части и бродящих воинов, и, как и Энде, он выжидал и экономил силы. Арма взял в жены целых сотню женщин и заявил, что одна из них является внебрачным ребенком короля Зодиаса, что сделало его, как ее мужа, законным правителем династии. Конечно, конфронтация между Энде и Олеоном стала неизбежна. Однако, в то время, как авангард от Олеона вступал в схватку с пограничными войсками Энде, везде конфликты постепенно утихали, страны и державы с формами правления, очень отличающимися от династии, создавались одна с другой. Эта ситуация ознаменовала конец тысячелетней эры столетней династии. Примечание переводчика. Используются иероглифы «Столетняя династия», в то время как фурриганы читаются как «тысячелетие». Я предполагаю, что слово «миллениум» используется для обозначения того, что это была утопическая золотая эра, а не для того, чтобы быть какой-то странной ошибкой в цифрах. И мир уже погрузился в более простые и более дикие времена, где конфликты стали куда больше связаны с борьбой за землю с помощью мечей и оружия, чем с борьбой за печать утраченного государя. В таком состоянии Энда и Леон временно сложили оружие, в последовавших за этим мирных переговорах герцог Энда согласился больше не называть себя императором, а взамен Энда и Леон пообещал не посылать солдат в Энда в течение десяти лет. С того времени, хотя Энда и Леон держались на расстоянии друг от друга, они несли один флаг и утверждали, что их двенадцать совместно унаследовали традиции дословную династии. Влияние династии быстро произвело глубокое впечатление на культурный стиль Энда. Во многих из его знаменитых зданий, в том числе в вышеупомянутом дворце Тысячи крыльев, а также в его картинах и музыке, хранилось множество шедевров, принадлежащих школе античности. Жители Энды презирали такие вещи, как искусство из Гарберы, которое соседняя страна Мефилс со смесью мазохизма и зависти ценила как культуру, но которое, по их мнению, существовало всего несколько десятилетий и могло таким образом называться не более чем причудой недостойной их внимания. Таков нынешний Энды. Все, кто там живут, хвастаются, что София является самой великолепной столицей в мире, но в настоящее время ту же самую столицу охватили опасения из-за семейной ссоры, которая, точнее говоря, демонстрирует человеческое поведение в его самом диком и примитивном виде. Противостояние двух князей наконец достигло апогея. Старший из братьев, первый принц Джереми, который обычно притворялся принадлежащим к умеренной фракции и вел себя так, как будто его совершенно не интересовала борьба за престол и наследие, теперь начал набрасываться на своего младшего брата. «Марш на Гарберу является актом произвола со стороны моего младшего брата». Он сфальсифицировал слова нашего отца, великого князя, чтобы выглядело так, как будто он это позволил, а затем переехал в армию за своих личных чувств и как способ продемонстрировать свою силу. И в конце концов, какие результаты это принесло? Не имея возможности предвидеть, что Мефиус пришлет подкрепление, он беспомощно поспешил домой, не сделав ни единого шага к столице Гарбера. Он достал посмешищем. Как может такой глупый и неотесанный хам выдержать всю тяжесть бремени управления этой исторической страны? Если взглянуть на вещи под другим углом, Джереми начал говорить именно так, потому что он больше не мог игнорировать существование своего брата. Примерно в то же время, когда принц Эрик двигался к Гарбере, произошел инцидент, когда дикие драконы начали неистоствовать в Дейране, районе на севере Энда. Чтобы защитить землю, с которой он был близок с раннего детства, Эрик немедленно развернул армию и быстро и отважно истребил всех драконов. Этот подвиг распространился не только под Эйрану, но и по всему Энде и привел к изменению властных отношений в Софии. Хотя якобы у Джереми все еще оставалось много дворян, поддерживающих его, появилось немало голосов, которые задавались вопросом, не заслуживает ли такой человек, как Эрик, способный быстро принимать решения и действовать, стать следующим великим герцогом. Джереми был человеком, который понимал тонкости суда, поэтому он мог почувствовать, что атмосфера опасна для него. Если он не нападет сейчас, другие дворяне будут постоянно втягиваться в эту атмосферу, это еще одна причина его нетерпения. С другой стороны, его младший брат, второй принц Эрик. Естественно, он заметил, что подул ветер, толкающий его сзади, и так Эрик принял быстрое решение, что настало время переходить в наступление. Во-первых, в Дайране никогда не появлялось ни одной записи о Диких Драконах. Вдобавок ко всему, это выглядело так, как если бы их появление оказалось переурочено ко времени моего отсутствия. Точно так же, как если бы за этим стоял чей-то замысел. Это напоминает мне, что мой брат Джереми кажется по какой-то причине близок с бюром колдовства. Не так давно слуги видели, как он крадется оттуда и туда. Громко прокомментировал он. После беспорядков в Дайране Эрик наблюдал за своим братом. В результате он смог рассказать, что Джереми лично контактировал с бюро колдовства, и когда этот скандал охватил весь двор, то, что выглядело просто сдвигом в атмосфере, превратилось в нарастающий ветер. И руководящие деятели герцогства стремились выяснить, в каком направлении будет дуть этот ветер. В каком-то смысле это стала более жестокая схватка, чем просто драка между братьями, что было вполне естественно, учитывая тот факт, что с кем они станут сотрудничать сейчас, будет означать разницу между небом и землей для их жизни в будущем. Тактика информационной и психологической войны применялась повсюду. Были те, кто делал вид, что остался с одним, пока накапливал информацию о стране старшего брата Джереми. Появились те, кто распространял ложные слухи о том, что младший брат Эрик готовит свои войска для атаки на Софию. И даже те, кто отчаянно пытался привлечь на свою сторону служителей, которые смотрели за больным и прикованным к постели великим князем. Неслышимый для уха грохот невидимых мечей, копий и стрел разнесся по всей Софии. Подойди ближе. В круглой комнате раздался звонкий голос. Стены, которые изначально должны были быть серыми, сьели золотом. Это произошло из-за света, исходящего от высокой колонны, которая оказалась целиком скопирована с космического корабля эмигрантов, возвышалась в центре зала. Свет исходил от сферы размером примерно с человеческую голову. Немного выше нижней части колонны лучи разделялись в восьми направлениях и незадолго до того, как они достигали стен круглой комнаты, в конце каждой из которых располагалось место, в котором установили стулья с высокими спинками на педесталах. На каждом из них сидел человек, так что они, по сути, окружали столб. Все они были одеты в длинные мантии, доходившие до щиколоток, а их воротники плотно застегнуты. Поскольку они низко надели капюшоны, их лиц не было видно. Похоже, что эта страна вступает в новый этап своей истории. Сказал один из них. Затем встал другой. Будет определенный беспорядок. Можно сказать, что Джереми и Эрик борются за власть, но это все. Мы сторожа до последнего. Для нас битвы, политические раздоры и даже взлеты и падения стран не более, чем репь единственного камня, брошенного на поверхность океана. Волны океана легко поглотят их, и репь вскоре исчезнет. Он заговорил строго, и все маги одновременно кивнули. Человек, поднявшийся, чтобы сделать это заявление, был Вадан, директор Клодовского бюро Энде, длинная борода на подбородке которого была заплетена в косу в стиле аристократов времен древней династии. Разве это не так, Хезель? В основании колонны, куда упал взгляд Вадана, стоял одинокий мужчина, на нем тоже был халат с капюшоном, но его одежда выглядела немного грязной, руки связаны за спиной, а колени прижиты к земле. Мужчина обратился к нему, когда Хезель с болью поднял голову, и казалось, что-то сказал, но голос не прозвучал. Вадан щелкнул пальцами. Снимите это! Приказал он. Позади Хезеля по стойке смирно стояли двое солдат с копьями в руках. По обе стороны от их лиц что-то вроде бледной татуировки в виде молнии тянулось от век до губ. Они принадлежали к особому классу солдат на триэнде, тем, кто охранял бюро колдовства. Они протянули руки и сняли металлический ошейник с шеи Хезеля. Мастер Вадан! Послушался хриплый голос из арта Хезеля. Он попытался продолжить, но находился в ужасно ослабленном состоянии, и у него разразился приступ сильного кашля. Вадан поднял руку. Все хорошо. Ваши пять чувств были отключены на месяц. Ваш голос не выйдет легко даже на третий день, но когда я вижу тебя, который для меня как любимый сын, доведенный до этого состояния, я все еще не могу винить себя за то, что зашел слишком далеко. Грех, который ты совершил, есть та могила. Вы не только сблизились с принцем Джереми и запросили финансовую помощь только на основании своей собственной власти, но также вынудили принца убрать сосуды колдовства из-под поля. Кажется, вы использовали своих подчиненных для их изучения. Это также заслуживает сурового наказания. Его голова опустилась, Хезель не двигался. Сосуды колдовства являлись множеством артефактов, которые переданы Венде из древнего династического периода и могли быть названы самим символом Великого Княжества. Хезель использовал их, чтобы возродить древнее колдовство, которое манипулировало драконами. Благодаря ему появились драконы, которые внезапно неистовствовали в области Дайрана. Другими словами, Хезель оказался замешан в чем-то, что сильно повлияло на политику Энде. Хотя бюро колдовства считалось одним из институтов страны, оно по своей природе должно было дистанцироваться от политики и правительства. На предыдущей встрече были те, кто сказал, что мы должны изгнать вас навсегда, как мы сделали с этим дураком Рейзусом. Но вы молоды и подаете больше надежд, чем любой другой колдун вашего поколения. Поэтому от моего имени Вадана, директора бюро колдовства, я отправил вас в тюрьму на месяц. Если вы узнали из этого... Но... Прервала его Хезель. Его голос звучал слабым и хриплым, но должно быть удивительно, что у него осталось достаточно сил, чтобы вообще говорить, поскольку Вадан непреднамеренно замолчал. Хезель постепенно поднял голову, хотя его шеи и плечи дрожали, как будто кто-то крепко держал его. Сила и влияние принца Эрика также увеличились. Если бы второй принц, не разбирающийся в колдовстве, занял трон великого герцогства, мы оказались бы в невыгодном положении. Когда Вадан услышал это, он, казалось, восстановил самообладание и покачал головой. Вы говорите, что действовали, имея в виду бюро? Разумеется, принц Джереми лучше понимает колдовство, чем кто-либо другой в последующих поколениях великого герцогского дома. Я бы пошел дальше и сказал, что он проявил интерес, поскольку этот человек в значительной степени изучал артефакты. Похоже, он очень заинтересован в использовании магии для управления. Если бы он стал великим герцогом, наше бюро колдовства действительно, вероятно, получило бы большую силу, чем когда-либо прежде. В этом случае власть бесполезна. Бессердечно заткнул и воводан. Сила, которая может быть продемонстрирована только внутри страны, не имеет значения. Скажем, например, что Энде будет на грани разрушения в результате какого-то бедствия. Мы будем сотрудничать, чтобы защитить страну, но если в конце концов это станет опасным, мы с такой же легкостью отказались бы от него. Ценные бумаги для нашего сохранения это знания и колдовство. Мы не можем обменять их на какую-либо одну страну. Если впоследствии нам нужно будет искать новое место для поселения, это будет просто вопросом создания новой организации. Кроме того, если вы говорите, что действовали, имея в виду бюро, как вы объясните роман с Гарберой? Когда генерал по имени Рюкон поднял восстание, принц Джереми тайно оказал ему помощь. Это тоже было вашим предложением? Что вы пытались сделать, напрасно затягивая внутренние раздоры Гарберы? Что ж... Глухим голосом произнес Хизель из глубины своего грязного капюшона. Принц просто подумал, что это хорошая возможность разрушить отношения между тремя странами. Ваш скрытый мотив ясен как день. Как только Гарбера будет нейтрализована, вы бы направили внимание принца на запад. Ваша цель... Да. Действительно, это Барбарой, не так ли? Когда произнесли слово Барбарой, по комнате распространилась безмолвная суматоха. Семь колдунов, которые до этого молча наблюдали за происходящим, несколько раз взглянули друг на друга. Вы не должны вмешиваться туда. Прежде чем беспокойство утихло, директор Бюро Волшебства предупредил его тоном более сильным, чем тот, который он использовал до сих пор. С самого начала мы, Бюро Колдовства Энде, существуем не ради какой-то страны, не просто ради передачи техник колдовства потомкам. Мы существуем ни для чего другого, кроме как защиты предсмертного желания короля магии Зодиаса, наблюдая за судьбой, предсказания, будущее, которое он сотворил для этой земли. Повторяю это, Хезель, какие были последние слова, которые царь Зодиас однажды передал верным ему колдунам? Прежде всего, защищай Барбарой до последнего. Когда он говорил, дыхание Хезеля стало прерывистым, Водон кивнул, но Хезель сразу оборвал его слова. В последние годы в Барбарой наблюдается движение. Колдун по имени Гарда появился на западе, и поскольку эфир там сильно нарушен, как он мог не пробудиться на некоторое время? Несмотря на свои страхи, ты, мастер Водон, безусловно, должен понять. Когда король Зодиас отдал приказ защищать Барбарой до последнего, это было не потому, что он дорожил этой землей. У короля имелся план, он даже решил предупредить нас, что этот план будет напрасным, если другие люди приблизятся вслед за ним к этому ужасающему существу, которое даровало королю знания магии. Сейчас, когда Барбарой снова собирается двинуться в путь, нам нужно принять меры. Какой толку прямо защищать завещание короля Зодиаса, того, кто унес коготь бога дракона и еще словно убегая из этого мира? Директор, если Барбарой окажется в наших руках, тогда наше бюро колдовства могло бы заново... «Тишина!» Взревел Водан. «Вы говорите о зле. В пространстве, где вы ничего не видите и не слышите, о пустом пространстве, в котором вы не можете ни к чему прикоснуться, как если бы вы плыли по космосу. Хотя вы были заперты в этой тюрьме колдовства в течение месяца, никто бы не поверил. Я без колебаний хвалю вашу храбрость, но, повторяю, вы молоды, слишком молоды. Что касается Гарды и Варбарой, мы, конечно, должны усилить наш мониторинг, чтобы быть готовыми к этапу, когда нам нужно будет вмешаться. Естественно, то же самое касается внутренних дел Энда. Когда дело касается мира людей, мы должны оставаться глазами до конца. Мы не можем быть устами, которые тревожат судьбу. Невозможно, чтобы вы не понимали смысла этого». Мастер Водан. Один из колдунов, который до этого момента наблюдал, молча открыл рот. «Этот человек более опасен, чем Рейзус. Вы снова заключите его временно в тюрьму и призывете к исправлению, или вы поступите с ним как-то иначе?» Водан задумался на мгновение. «Хэзель, я предоставлю вам отсрочку на одну неделю. Дайте тело отдохнуть, после этого вас снова вызовут сюда. Если к тому времени ваши намерения не изменятся, мне придется подумать о том, чтобы запереть вас в этой тюрьме навсегда. Вы понимаете? Да...» Слабо ответил Хэзель. Дело не в том, что он оказался ошеломлен словами Водана, но скорее в том, что ослабленное состояние его тела наконец сказалось. И во-вторых, это явно не та ситуация, в которой он мог что-либо сказать. Поддерживаемого с обеих сторон татуированными солдатами, Хэзеля вывели из зала, как будто его утащили. Пройдя по длинному коридору, его бросили в маленькую голую квадратную комнату. После того, как солдаты ушли, Хэзель, лежа лицом вверх на полу, смотрел на низкий потолок, не шевелясь. «Я молод, не так ли?» Хриплый голос сорвался с его потрескавшихся губ. «Конечно, я молод. Куда моложе, чем мой отец, который пережил сотни лет». Слова, которые он произнес, были странными, но хотя его глаза оставались тусклыми, в них не проступило ни гнева, ни страха, ни даже раздражения. Вместо этого на его губах появилась бесстрашная улыбка. «Я немного устал от этого. Бесценные колдовские сосуды Энда не заслуживают особого внимания. Что же до простого наблюдения за вещами, я бы предпочел развести огонь хаоса. Неужели центр континента скоро загорится? Или репет того таинственного камня, который я бросил, погасит пламя?» Хэзель наполовину приподнял верхнюю часть своего тела, и капюшон упал с его головы. Хэзель, член колдовского бюро Энда, был тем же человеком, который посетил колдуна, ставшего гардой во время недавних потрясений на западе, однако ожога, нанесенного ему в то время подчиненной гарды, ведьмы Итахи, нигде не было. Фактически, его черты изменились. В то время у него было молодое красивое лицо юноши, но теперь его бледное лицо выглядело более плоским, и казалось трудно определить его настоящий возраст. Это лицо в прошлом также видели при императорском дворе Мефиоса. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Аск, который принадлежал к дивизии Крыльев Рассвета, со сложным выражением лица смотрела вниз на область, расположенную в западном углу крепости Апта. Именно там, на участке первого этажа, где крепость обречена к обрыву, в настоящее время содержатся бывшие императорские гвардейцы, в том числе Пашир. Среди офицеров Крылатых Драконов Аск легко обладал самым выдающимся телосложением, однако на днях, когда он обменялся ударами с Паширом, занявшим второе место в гладиаторском соревновании, и его отправили отдыхать прямо на старте. Он все еще чувствовал пульсирующую боль от того места, где кулак, похожий на камень, врезался ему в челюсть, он потер ее, но в его сердце пылал гнев и негодование. Он любил и уважал седого генерала Роуга Саяна, поскольку генерал поддерживал князя, который выступал против императора, его положение было понижено, но Аск думал, что действия его правильные, ведь он уже давно стал для солдат как второй отец. Однако, когда он услышал, что императорская гвардия принца станет их коллегами, он почувствовал сильную антипатию. Те, кто принадлежали к армейскому корпусу, который в основном используется в воздушно-десантных боях, все они находились в одной лодке и имели между собой более сильную связь, чем с обычными сухопутными солдатами. Они товарищи, разделившие ту же судьбу, поскольку в подобной обстановке, если будет допущена ошибка хотя бы на одном из назначенных им постов, все они могли упасть с небес. И тут в их среду входила куча посторонних, к тому же они являлись подчиненными принца, который, как легко догадаться, и стал причиной того, что Роу Гасаяна держали подальше от столицы. Кроме того, Пашир являлся отвратительным преступником, который когда-то пытался восстать против Мефиуса. Естественно, он не мог приветствовать их с распростертыми объятиями. Поэтому он и затеял ту ссору с Паширом. Что касается того, почему он выбрал его, то в качестве предупреждения он намеревался избить самых храбрых из них. Но не все получилось так легко, как хотелось. Звание Пашира, занявшего второе место на гладиаторском турнире, и его история бывшего Робана Мечах, очевидно, была не для пустой бравады. Но теперь Пашир и остальных задержали по подозрению в связях с Западом. Аск определенно не перестал быть недоволен Паширом, но ему также трудно поверить в то, что новоприбывший снова намеревался причинить вред Мефиусу или что он оказался связан с Западом. Большинство имперской гвардии были людьми, которые оказались выведены из рабства наследным принцем Гиллом. Звучало немыслимо, чтобы они стали участвовать в убийстве принца. Даже если бы Запад действительно предпринимал попытки переманить его и предлагал ему план по убийству, было более естественным предположить, что такой человек, как Пашир, категорически отвергнет подобные предложения. Поскольку война с Таурией зашла в тупик, настроение Роуга не улучшилось. Поскольку он хорошо знал личность отца, Аск, конечно, понимал, что у него нет энтузиазма по поводу этой войны. Напротив, на самом деле баланс его эмоций изменился в необычном направлении и казалось, что он делал всё, что мог, чтобы остановить Драко. И, заражённый чувствами своего начальника, Аск тоже почувствовал отвращение к этому. «Это глупая война!» Вздохнул он и пошёл. Но прежде чем он сделал хотя бы несколько шагов, женщина позвала его остановиться в проходе в стороне. Он узнал её лицо, она являлась служанкой в апте, не подобающая своей юной и тихой внешности, она взяла Аска за руку и попыталась пригласить его в свою комнату. «Ай-ай! Средь бела дня!» Он возражал, но она выглядела отчаянно решительной и не отпускала его руку. Аск подумал, что дурачиться для разнообразия не так уж плохо. Но когда дверь в комнату открылась и он увидел, что на кровати уже поджидала другая женщина, он как и следовало ждать был удивлён. Более того, она выглядела необычайно манящей красавицей, такой бледной, что казалось, будто с неё слили все краски. Аск рефлекторно сглотнул, чувство предвкушения закружилось в его груди, но затем женщина заговорила. Спустя полдня Аск подбежал к генералу Роу Гусаяну. «Что случилось? Вам есть что обсудить? Это редкость. На самом деле, генерал, я хочу кое-что спросить у вас». С этим предисловием Аск повёл генерала в ту же комнату, в которую его пригласила служанка. У подразделения дирижаблей возникли проблемы с людьми генерала Набарла. «Будет хорошо, если это только обычная драка, но отряды люди Набарла содержались в одной комнате, другая сторона уже вытащила мечи и ружья, при таком раскладе будет убийство. Генерал, не могли бы вы подойти пообщаться с ребятами из части». Как только он это услышал, Роук помчался по коридорам со скоростью, не соответствующей его возрасту. Шумиха между Аском и Паширом это одно, но такая шумиха, как эта, была, так сказать, уже его собственной ошибкой в том, что он не смог сплотить людей. Когда Роук открыл дверь, на мгновение выражение его лица стало таким же, как у Аска полдня назад. На кровати лежали две женщины, одной из них была слуга, которая пригласила Аска, у другой было незнакомое выглядели настолько красиво, что даже Роук опешил, цвет лица был бледный, как у голубя, а губы, налитые румянцем, от этого ещё более соблазнительно блестели. «Давненько не виделись, генерал!» Но когда красавица заговорила, прозвучал голос мужчины. Взгляд Роука сгорелся, и не потому, что Аск тихонько закрыл за собой дверь, а потому, что он вспомнил этот голос и, взглянув на него снова, узнал человека перед ним, как кого-то, кого уже встречал. «Шики!» «Генерал, пожалуйста, понести свой голос!» Переодетый женщиной Шики приложил палец к своим красным губам. Роук поспешно закрыл рот и повернулся к Аску, который стоял на готове позади него. У большого крылатого дракона-офицера было смущенное лицо. Когда он состоял в имперской гвардии, Шики мало разговаривал с этим человеком. Вспомнив об этом, Шики сначала попросил девушку-служанку, с которой он уже ранее был знаком. Поскольку Орба попросил его собрать информацию о форте, у него не оставалось другого выбора, кроме как сблизиться с ней. Позвать Аска, а затем попросил его, чтобы тот привёл генерала. «Я уверен, что слышал, как ты пропал без вести после боя с варной дивизией. Как ты выжил? И чем ты занимался до сих пор? Твои товарищи в настоящее время заключены здесь, в Апте. А, ты узнал об этом, и поэтому намеренно замаскировался и пробрался сюда? Только не говори мне, что собираешься их спасти. Какой великолепный дух! Сделать подобное, не беспокоясь об опасности для собственной жизни. Однако в нынешних обстоятельствах... Генерал, пожалуйста, успокойтесь!» С улыбкой прервал шеи кислого Роуга. Сразу после этого его охватил приступ кашля. Некоторое время его спина и плечи дрожали. «Я, конечно, волнуюсь за них, но у меня есть другая причина, чтобы специально приехать к вам, генерал». «Понятно». Как будто смущенный потери спокойствия, Роу глубоко вздохнул. Неудержимые эмоции поднимались из глубины его сердца, сознательно не позволяя себе думать о том, что это было, он снова уставился на шейке. «Впечатляющая маскировка! Нет, если я правильно помню, ты также выдавал себя за красивую рабыня во время восстания за Атакварка. У вас хорошая память!» Шейки время от времени морщился и выгибал спину, как будто находился в плохой физической форме. Каждый раз, когда он это делал, служенка тревожно гладила его спину. Роу почувствовал сильное сердцебиение. «В тот раз это произошло по приказу принца. А что насчет сейчас? Ты пропал без вести после боя с варной дивизией. Почему ты рискнул вернуться в Апту?» Шейки молча вынул из груди письмо и протянул его генералу. Роуг прочитал его одним махом. «Невозможно!» Сказал он шепотом, затем прочитал снова с самого начала. Находя забавным, как эти действия отражали его собственные, Шейки чуть не рассмеялся, но снова начал кашлять. Дыхание Роуга постепенно стало грубым. Наконец, еще раз взглянув на весь документ, он спросил. «Это правда?» Возможно, из-за того, что его эмоции боролись со всех сторон, его лицо выглядело довольно невыразительным. «Там все написано. В течение трех дней...» Пробормотал Роуг в своем сердце. «Через три дня принц направится к границе и явит себя. Мда. Принц Гилл Мефиус. Если содержание этого письма правда, то он узнал о плане генерала Оуберри убить его и намеренно использовал время этого плана, чтобы броситься в реку. Намерение состояло в том, чтобы пролить свет на план Оуберри, надеясь поймать отряд, которому поручили его осуществить, но в итоге принц почувствовал, что за ними стоит еще более темная тень и на время спрятался на западе, притворив собственными силами свою смерть. Его дыхание все еще звучало грубым, Роуг несколько раз закрыл глаза, а затем широко открыл их. Принц жив. Почему, просто подумав об этом, он почувствовал, как будто яркий луч света освещает и его самого, который чувствовал себя окутанным тьмой и будущее Мефиолса. Императорский принц Гилл стал героем, прославившимся менее чем за год, тем не менее, было неизвестно, есть ли у него политическая находчивость. Однако, он законный наследный принц. Прямо сейчас это стало самым важным для Роуга. Важнее всего то, что законный член императорской семьи открыто критиковал нынешний курс императора. С бледным лицом Шейки наблюдал за противоречивым поведением Роуга. Через некоторое время ветеран-генерал заговорил. Понятно. Это всё. Он не сказал, верит ли он содержанию письма или нет. Он также не говорил о том, что намеревался сделать. Напротив, он спросил, что ты собираешься делать дальше? Я прервал себя Шейки, чтобы прочистить горло. Я вернусь на запад. На самом деле, когда я уходил, произошёл переполох, и меня беспокоит ситуация там. Я должен вернуться, чтобы проверить. Ты не можешь, заявил Роуг. Генерал, что бы ни произошло, сейчас мы находимся в состоянии войны с Таурией. Это неоспоримый факт. Я не могу просто отправить обратно к силам врага человека, который побывал в нашем лагере. Я не годен для шпионажа. Я привлекаю слишком много внимания. Как ты посмел так говорить, когда до такой степени замаскировался? В любом случае, ты останешься в апте. Я найду ту или иную причину, чтобы предоставить тебе комнату, затаись пока там. Генерал. Покачал шейки своим бледным лицом. Сбежав как дезертир, он не верил, что сможет вернуться в Таурию в нынешних постоятельствах, но он боялся, что ситуация может осложниться для орбы. Ему также нужно сообщить ему, что он смог благополучно покинуть Таурию с письмом, но... Генерал, я... Когда шейки попытался встать, Роук силой потянул его за руку. Когда служанка закричала, тело шейки резко упало вперёд. Роук пристально посмотрел на его спину и сказал, «В тебя стреляли!» Причина, по которой женская одежда, которую он носил, так странно выпирала на спине, заключалась в том, что повязки там неоднократно наматывались вокруг него. В то время как спереди дополнительная набивка действительно выглядела, как набухшая грудь. Ты виделся с врачом. Кажется, пуля застряла. Улыбнулся шейки, и его лицо побледнело. В твоей нынешней ситуации ты не мог пойти к хорошему врачу. Это явно был не лицензированный врач, незаконно практикующий в каком-то закоулке. Догадка Роуга оказалась верной. Когда шейки покидал Таурию, его подстрелил один из солдат сзади, составлявший часть засады. Стальная пуля прошла от его спины до нижней части груди, то, что он не упал тогда с лошади, действительно делало его достойным быть известным бывшим гладиатором. Хотя по дороге он оказал себе элементарную медицинскую помощь, оказалось достаточно трудно подавить жар и боль, которые грызли его изнутри. Честно говоря, его не удивило бы, если бы он упал в обморок, увидев Апту. Как бы то ни было, он стиснул зубы и пробрался в город, который когда-то был ему хорошо известен, и, используя в качестве платы всё, что ему удалось вынести из Таурии, вызвал закулисного врача. Но, как сказал Роуг, он не мог пройти надлежащее лечение, его гноющуюся рану попросту перевязали свежей повязкой и дали только жаропонижающее средство. «Этот кашель вызван повреждением твоих внутренних органов. Оставлять всё это так опасно. Ты снова и снова видел, как люди смеялись один день, а на следующий падали замертво? В любом случае, в таком состоянии ты не доберёшься до Таурии. Я найду тебе армейского хирурга из отделения крылья рассвета. Он мой друг, так что не волнуйся». Говоря это, Роуг осторожно толкнул Шейки обратно на кровать, использовав всю свою физическую силу только для того, чтобы так сильно подняться, Шейки рухнул на неё без какого-либо сопротивления. После этого Шейки перевели в комнату, где ему оказал помощь армейский хирург. Лёжа в одиночестве на белоснежной кровати, он находил ситуацию, раздражающую и странной. Высоко над ним располагалось окно, и этот вырезанный квартал стал его единственной точкой контакта с внешним миром. Солнце встало, затем зашло, тени сгустились, затем снова взошёл день. Если только он не спал, Шейки смотрел на этот вид, не уставая от него. С тех пор прошло два дня, нет, уже три, он решил, что голова у него нечёткая из-за лекарства, значит, Орба сейчас приближается к границе. Или, может быть, поскольку он понял, что сети расставлены, а наблюдение за ним усилено, он ещё не покинул Таурию. Шейки больше ничего не мог сделать, он мог делать ставку только на способности Орба и удачу в том, что будет дальше. Здесь, в апте, не звучало никаких заметных движений, армия тоже ещё не пошевелилась. Роуг, поверивший письму, должен всеми возможными средствами сдерживать главнокомандующего Набарла. Но всё же, на третий день, если Орба не сможет появиться как Гилл Мефиус, генерал не сможет больше сдерживать Набарла. Вспомнив реакцию Роуга после прочтения письма, Шейки слабо улыбнулся. Он не мог сыграть принца больше полугода назад. Несмотря на это, разве не интересно, если бы не нынешнее состояние Мефиуса, генерал, возможно, не увидел бы его выживание как луч света во тьме. Верно. Разве не всё, даже боли и страдания, будут проложены ради него путём. Он полагал, что помимо индивидуальных способностей, прежде всего, о ситуации, в которых они необходимо создают героев. Да. Ему этого не хватало. Шейки вырос в бедной семье. Оба его родителя работали в поте лица, даже в этом случае было трудно заработать на дневную еду. Тем не менее, даже живя такой жизнью, мать Шейки всеми средствами пыталась гарантировать, что её сын не утратит своей гордости. Она покупала книги, даже когда это означало обходиться без еды. Она дала ему образование и научила его основам этикета, а также иностранным словам, которые знала сама. Его мать утверждала, что прослеживая свою родословную до далёкого прошлого, она произошла от аристократической линии династии магов. Казалось, что в период своего расцвета он даже имел право на следование престола, хотя его ранг в порядке старшинства был низким. Действительно ли это правда или нет, он не знал. Но, по крайней мере, его мать в это верила. Или, может быть, в жизни, потягивая мутную воду, она нашла эмоциональный костыль, поверив в эту заплесневелую старую историю. Но для совсем юного шиики, а также для его отца, это стало обузой. Его отец исчез, как будто сбежал от его матери, которая оказалась полностью поглощена своей гордостью за эту очень сомнительную родословную. С тех пор его мать изливала всю свою любовь на шиики, несмотря на то, что ей приходилось продавать свое тело, чтобы заработать их ежедневный доход, она позаботилась о том, чтобы он получил образование, купила ему дорогую одежду и научила изысканным танцам и искусству фехтования. Голос его матери, когда она обняла его за плечи и прошептала «Кровь семьи Элан течет в тебе!» Неустойчивый блеск в ее глазах, то, как она прикасалась к нему, само ее существование, так сказать, угнетало шиики. «Мама!» Мысленно позвал он, все еще глядя в высокое окно. Он не смог быть тем, на которого она надеялась. Но тот повод для гордости, который она видела в нем, он нашел в другом месте. Так что он... Это произошло через два дня после того, как шиике удалось добраться до крепости Апта. Конечно, Говен, Пашир и остальные не знали, что он рядом. В этом узком и замкнутом пространстве их нетерпение и раздражение только усиливалось. Для них это лишь еще один день, когда не произошло улучшений по сравнению с предыдущим. Но уже в Сымерках раздались далекие крики, которые полностью изменили судьбу бывших имперских гвардейцев. Говен, когда-то надзирающий за рабами-мечниками, с самого начала имел дурное предчувствие, крики доносились со стороны драконьего загона. В тот день Хоуран все свое время провела, присматривая за драконами. Это случилось в то время, когда она возвращала их к клетке после прогулки. Когда последний дракон возвращался в свою клетку и прежде чем она смогла должным образом повернуть ключ, ее схватили сзади. Ее рот заблокировали, а ее само оттащили к участку травы. Обычно несколько рабов помогали в крупномасштабных задачах, таких как чистка драконих клеток, но когда дело доходило до самих драконов, поскольку Хоуран заботилась о них в одиночку, в этом районе не осталось нити ни человека. Хоуран придавили несколько мужчин. Она не могла издать ни звука, но пристально смотрела на них. Что касается мужчин, то их похотливые взгляды открыто поглощали вид тела Ран, на котором красные лучи санца и тени клеток бросали пятнистый узор. Это были те самые солдаты, которые всегда вульгарно окликали ее и, вероятно, являлись людьми на Барла. Во всяком случае, она женщина с запада. Никто не будет винить нас, даже если мы будем делать с ней то, что нам нравится. Мы позаботимся о тебе, как не смогли бы зардианцы. Руки мужчин скользнули по смуглой коже Ран, она не могла сопротивляться им. Бешеное дыхание Ран безуспешно вырвалось из щели между ее ртом и руками. Когда мужчины начали снимать с нее одежду, большой силуэт внезапно заслонил свет от заходящего солнца. Большая тень, охватившая также конечности Ран, принадлежала Байену, дракону среднего размера, которого только что пустили в клетку. Его глаза налились кровью, он вырвался из клетки с достаточной силой, чтобы сломать ее. Быстрее, чем люди смогли закричать, его пасть открылась, вытягивая за собой струйки слюны. Клыки, похожие на мечи, пронзили мужскую шею сзади, ярко-красная кровь брызнула свободно. Раздались крики и гневный рев, но рык дракона заглушал их. К тому времени, когда прибыли солдаты, которые услышали шум, с обнаженными мечами и ружьями, люди, прижавшие Ран, все погибли. Занять позиции! Когда человек, похожий на капитана, отдал приказ, солдаты упали на одно колено и приготовили оружие. Прежде чем он смог отдать приказ стрелять, человеческая фигура быстро встала между пушками и пожирающим плоть драконом. Ран выглядела полностью залитой кровью, а ее глаза наполнились слезами. Я его успокою. Уберите оружие! Убирайся отсюда! Если ты не двинешься, мы тебя пристрелим! Этот ребенок ждет, когда он вернется. Я пообещала защищать его до тех пор. Как только она заговорила, Ран повернулась спиной к ряду стволов оружия и вцепилась в шею Баина. Дракон взревел, из его пасти хлынула кровавая пена, он тряхнул шеей, как от раздражения, и тело Ран швырнуло на землю. Баин угрожающе обнажил клыки, кровь возбудила его. Когда дело доходит до этого, даже укротители, которые знали дракона годами, могли оказаться съеденными. Но Ран не сдавалась и снова и снова бросалась за Баином. Даже когда его хвост врезался в нее, и клыки натянулись прямо перед ней, она отчаянно обняла его за шею, погладила чешую и что-то прошептала ему. Все ее тело уже было покрыто порезами и синяками от того, что ее время от времени отправляли в полет, и потому, что ее кожа разрывалась, когда она царапалась отвердую чешую дракона. Ее щеки, разорванные в клочья, уже были покрыты не только мужской кровью, но и ее собственной. Наблюдая за тем, как она все же прижималась к дракону, солдаты оказались совершенно ошеломлены. Пока они стояли неподвижно, голос Баина постепенно становился тише. Когда он перестал топать ногами, махать хвостом, безвольно опустив голову, Рэн, казалось, прислонилась к дракону и медленно опустилась вниз. Она потеряла сознание. Когда Набарл получил известие, на мгновение на его лице не проступило ни удивление, ни радости. То, что только Хоуран будет ограничено менее строго, было связано с тем, что он решил, что если вокруг женщины с запада возникнет хоть одно беспокойство, он сможет извлечь пользу из этой ситуации, но он определенно не ожидал, что все пойдет как надо, вплоть до того, что всем солдатам будет поручено следить за тем, как ее чуть не съел дракон. И все же... Это проклятая западная женщина. Итак, она раскрыла свое истинное лицо. Набарл вскочил со стула, как будто действительно пребывал в ярости. Должна быть, она стремилась разрушить этот лагерь изнутри. Брасьте этих ублюдков в клетку. В качестве примера и возмездия они должны быть расстреляны. Глава пятая. Лев, девушка и надгробие. Часть первая. Через два дня после заключения Орба в тюрьму, Боуван Тедес отправился навестить мудреца Равана в его комнату. Первоначально он хотел провести перекрестный допрос, как только узнал об этом, но из-за того, что подкрепления от всех концов пребывали в Таурию одно за другим, он задержался. Вот почему он хотел выразить свои жалобы на этот счет Равану, а не только по поводу обращения с Орбой. А еще также из-за слухов о том, что Раван планировал задержать возвращение в замок генерал-губернатора Таурии Акса Базгана. Это будет похоже на нытья, но я не могу справиться совсем в одиночку. Это станет санным опытом для тебя. Раван лежал животом на простыне, расстеленной на полу, и курил. Теоретически он достаточно поправился, чтобы стоять и ходить, но для этого ему нужно использовать трость. Хотя старик выглядел так, будто его не заботили взгляды окружающих, Боуан знал, что на самом деле он ценил свою гордость. Пока он не привыкнет к трости, он не перестанет ненавидеть, как выглядит неуклюжая его фигура во время ходьбы, он, вероятно, не собирался делать ни единого шага на улицу, пока не научится ходить с ней намного лучше. Из-за этой идиосинкразии от греческого своеобразный, особый, необычайный, индивидуальный, присущий конкретному человеку физиологический или психический способ реагирования на раздражитель. Боуан, которому он доверял, видел его в позах, подобных этой, когда он лежал на животе. Когда придет время, тебе придется отдавать приказы и командовать войсками из других стран. Ты должен лично осмотреть каждый из их лиц. Если ты сейчас встретишься с ними лично, это изменит мир к лучшему в будущем. Я понимаю это, но... Верно, мастер, сейчас важнее орба. Перешел к основной теме Боуан. Тем, кто распространил сеть наблюдения вокруг орба его товарища, был наток, командир 6-го армейского корпуса. Спросив его, он услышал, что получил приказ лично от Акса и разрешение от Равана. Я не слышал об этом ни слова. Подумал он, хоть и считал, что не должен жаловаться, учитывая, что в основном он являлся лишь нынешним главнокомандующим армии Таурии и все же чувствовал себя смущенным этим фактом. Что с ним сейчас происходит? Он находится в заключении. Он не разговаривает, даже когда его просят объяснить, для чего он отправил секретного посланника в Мефилс. Обычно его бы пытали по подозрению в связях с вражеской страной, но в любом случае он считается героем, победившим Гарду. Более того, он совсем недавно добился успеха в битве против Мефилса, но когда дело доходило до самого важного, то есть до защиты страны, Боуэван был способен на хладнокровную жестокость. Если отношение орба продолжит быть слишком упорным, то он вполне готов отправить его в подземную камеру пыток. «Хмм...» Выдохнул Раван табачный дым. Но даже если он отправил секретное сообщение, каково его содержание? Учитывая, что это Мефилс, есть очень мало вещей, о которых стоит сообщить ему. Например, о формировании нашего войска. В конце концов, эта война такая же, как и в прошлый раз, и внезапная атака больше не сработает. Возможно, орба и его товарищи могли действовать изнутри Таурии одновременно с атакой Мефилса, но... это тоже нереально. Орба и его друзей слишком мало. Также возникла трудность, как поступить с отрядом орбы. Можно было предположить, что Мефиец Гелиан, который встал на пути людей натака, является соучастником предательства. Но как насчет таких, как Талькот или Стан, которые являлись наемниками в Таурии задолго до прибытия орбы, или Курун, который был солдатом в Гелио? Конечно, поскольку их нельзя было оставить просто так, как и орбу, всех и заключили в большую камеру. Другими словами, и в Аптии, и в Таурии, двух городах, разделенных рекой Юнос, орбы и немало его знакомых вновь оказались лишены свободы. Вот почему нам нужно, чтобы орба собственными устами рассказал нам, что это за содержимое. Мастер Рован, не могли бы вы пойти и увидеть его лично? Извини, но я не собираюсь идти на поводу у дурака. Очень ясно, сказал Рован. Даже если я приду сейчас, Маска не заговорит. В какой-то момент он сам придет и будет умолять о пощаде. Более важная проблема «Обеспечение условий для Таурии». Рован перешел к другой теме, завершив теморбу на время. Однако на следующий день, когда Боуван вышел из здания замка, чтобы получить очередной рапорт от пограничников, «Сэр Боуван!» кто-то окликнул его верхом. У него была темная черная борода и синие доспехи. По слухам, это один из братьев, синий дракон Кадайна, Нильгиф. Он только что прибыл в Таурию накануне поздно вечером, но только он и его старший брат прошли через ворота. Когда их спросили о кадаинских солдатах, которых они должны были возглавить, они небрежно ответили, «Они медлили! Они, вероятно, прибудут через два или три дня!» Хотя на первый взгляд его тело выглядело тяжелым, Нильгиф ловко спрыгнул с лошади без малейшего труда. «Я слышал об Орбе!» — сказал он. «Орбе?» «Не прикидывайся дураком!» «Кажется, его задержали!» Боуван нагло врал. Но внутренне он выругался. Предполагалось, что Рестворба будет строго охраняемым секретом. Официально он еще не оправился от полученного ранее огнестрельного ранения и было решено, что ему следует сосредоточиться на лечении. Кто слил информацию? «Это потому, что он мефиец!» «Что вы имеете в виду?» «Среди людей Таурии ходят слухи, что поскольку он бывший житель Мефиуса, вы собираетесь сделать его примером и казнить!» «Это смешно!» «Верно, это смешно!» «Но я еще не выплатил свой долг ему!» «Помимо того факта, что он спас мою семью, наша борьба во время войны также еще не решена!» «Я буду сильно недоволен, если вдруг с ним случится что-то нехорошее!» «Нильгиф, где твои манеры?» На этот раз появился красный дракон Молдорф. Боуван видел его издалека во время битвы на холмах Колдрина, хотя в то время они считались врагами. Сэр Акс – герой, который спас весь западный регион, а Орба известен как его самый сильный меч. «Нильгиф, слухам нельзя доверять!» «Сэр Боуван уже давно осознает, что если его казнят, Таурия попадет под обвинение со всех концов запада». Хотя Молдорф извинился за грубость младшего брата, его слова были инсинуацией, направленной против Боувана. «В самом деле...» Покачал головы Боуван, его лицо выглядело старательно пустым. «Орба, наемник из нашей Таурии. Хотя вы являетесь нашим партнером по Альянсу, я не могу просто раскрыть, где он сейчас находится и какое здание им поручено. На этом...» Боуван вскочил на коня и уехал от красного и синего драконов, но, конечно, это не разрешило ситуацию. Если бы об этом даже говорили в народе, они бы больше не смогли скрыть ситуацию с Орбой. Но если выяснится правда о том, что он был заключен в тюрьму за то, что отправил секретное сообщение Мефиусу, моральный дух в Таурии скатился бы в хаос. Эх, с ним сложно иметь дело. Итак, почему именно Мефиус? Гнев Боувана усилился. Если дело дошло до этого, возможно, было бы лучше, если бы огнестрельное ранение стало ещё хуже и он умер. Станут ли они тайно лишать его жизни или из соображения его достижения в победе над Гардой сорвут его маску и выбросят вон? «Однако будет жаль», подумал Боуван. «Теперь в такой момент будет большая потеря отказаться от этого человека. А точно нет другого выхода». Из этой мысли во второй половине того же дня Боуван заполнил промежуток своего напряжённого рабочего графика, лично зайдя в комнату, в которой заключили Орбу. «О вас ходят слухи», сказал Боуван. «Судя по всему, есть много голосов среди людей, умоляющих спасти вашу жизнь. Вы сами распространили слух, ожидая, что всё так и будет». Он всего лишь пытался добиться признания Орбы, который находился здесь той самой ночи и не видел больше никого, кроме солдат Таурии. Со своей стороны Орба молчал. В этой унылой комнате, где внутри стояли только стол и стул, он казался подобен закованному в цепи дракону, терпеливо и тихо присявшему на корточке. Но даже когда он настаивал на этом притворстве, острый взгляд, скрытый за маской, казалось, говорил, что он точил свои клыки и когти, и что любой человек, который неосторожно подойдёт слишком близко, будет разорван на куски и сожжен одним ударом. «Сними маску!» Не получив никакой реакции, Боуван был захвачен порывом закричать из силы и сорвать железную маску. Лицо собеседника было скрыто, что не давало никаких указаний на чувства или намерения другого. Но он терпел. Когда Боуван уже собирался уходить, Орба открыл рот. «Третий день». «Что?» «Сегодня третий день с тех пор, как я приехал сюда». «Всё верно?» «Да, всё так». Банальная вещь. Он решил, что это просто повод для разговора, но вопреки его ожиданиям Орба снова закрыла рот. Боуван Тедес некоторое время стоял неподвижно, но у него было ещё много дел, которые нужно закончить до конца дня, поэтому он ушёл. Даже после того, как Боуван ушёл, Орба осталась сидеть на стуле. Хотя казалось, что ничего не изменилось, то, как он иногда вставал и беспокойно бродил по комнате, показывало, что это не потому, что он оставался спокойным и собранным, но если он сосредоточится только на чём-то одном, он боялся, что это может его парализовать. Иногда он вёл себя так, как будто тренировался с мечом, хотя у него ничего не было в руках. Что касается того, о чём он думал, это не имело прямой связи ни с Мефиусом, ни с Таурией, а скорее похоже на то, что если «я столкнусь с таким противником, как Молдорф или Нильгиф верхом, как мне с этим справиться?» Время, потраченное на ожидание, расстраивало. Когда Боуван приехал в гости, он почти спонтанно ухватился за возможность, так как знал, что ему снова придётся долго ждать, если он её упустит. Вместо этого он вспомнил о поле битвы. Великие генералы Молдорф и Нильгиф считались мастерами владения копья верхом. Он боролся против обоих, но довольно трудно сказать, что он держал чистую победу в обоих случаях. С этого момента, когда он будет сражаться с такими же противниками, как они, как с ними бороться? Вначале Орба предполагал двухэтапную атаку копьём и мечом, а он не смог бы противостоять им в лобовой атаке копьём. Итак, он держал поводья во рту и метал копьё правой рукой, использовал инерцию, чтобы вытащить меч слева и сковать удары. Он даже практиковал движения. Конечно, так как он находился в заключении, у него конфисковали все виды оружия, и он не мог тренироваться, используя меч. Однако, несмотря на юный возраст Орбы, у него имелся богатый опыт практических боёв. Воспоминания о множестве боёв помогли в тренировке Миража. Неплохо, но... После того, как он повторил движения достаточно для того, чтобы его дыхание участилось, Орба нащипал другой метод. Трудно свободно держать в руках лошадь или дракона с оружием в обеих руках, и тем более, если это происходит в полусражении, кроме того, если он с самого начала будет держать в руках оба оружия, то можно легко угадать его намерения. Так что нужно держать меч на поясе и начать с копья. Орба пристально смотрел в темноту, и из неё вырисовывалась фигура красного дракона Молдорфа. На расстоянии, которое не было ни слишком большим, ни слишком близким, он метнул копьё. Для этого не требовалось прикладывать все силы, напротив, чтобы плавно выполнить свой следующий ход, он не должен быть ни слишком сильным, ни слишком слабым, поскольку это был Молдорф, он легко отбил копьё. Орба наклонился вперёд и рванул лошадь, отбив копьё, Молдорф выхватил собственное копьё и поскакал вперёд к теперь уже с пустыми руками Орби. Он чувствовал, как ветер свистит мимо его лица. И в этот момент, на долю секунды, Орба казалось упал вперёд, а затем обнажил меч на поясе. Лошади проезжали мимо друг друга, от резкого удара по торсу Молдорф упал с лошади, его мысленный образ смог дойти лишь до этой точки. Что действительно здесь важно, так это то, что движение извлечения из ножен меча и движение удара по туловище противника должны действительно быть одним и тем же. Он не должен использовать длинный меч. Длина короткого меча, который он получил от своего брата Роана, будет идеальной. Орба, один, неоднократно практиковал сгибания в коленях и сутулась из переднего положения, обнажая меч. Он начал потеть, и хотя был поглощён движением своего тела бессознательной мысли, он смог на короткое время забыть о своём нетерпении и сожалении. Это не способ убежать от реальности, а скорее изгнать негативные эмоции, которые в противном случае могли бы взять под контроль его тело и разум. А потом, сразу после того, как Боу в Антедос ушёл, Орба, оставшись позади, сел на стул и размышлял. Третий день, не так ли? По его подсчётам, если бы Шиик искакал вперёд в течение дня, он должен уже достичь Апте. Если он поедет туда ещё через три дня, как обещано в письме, ему придётся уехать отсюда самое позднее до наступления ночи. В его окружении не было ничего, кроме тени человека, звук затих до такой степени, что стал гнетущим. Он совершил глупую ошибку. Чувства, которые он почти забыл во время движения, непреднамеренно воскрёсли. Он горел от жестокого сожаления, и его голова, казалось, бурлила. Он определил своё решение, когда написал это письмо, ему не нужно было, чтобы Шейки напоминал ему об этом, потому что до сих пор, на протяжении всей битвы против Гарды на Западе, он не думал о будущем, в котором он сбросит маску. Но куда он тогда вообще смотрел? Он всегда тщательно готовился до такой степени, что это раздражало его товарищей, но на этот раз он так спешил двигаться вперёд, что совершенно не замечал своего окружения. В результате он оказался в ситуации, когда вообще не мог двигаться. Он ни на кого не смотрел, у него не было чёткого ответа на вопрос, кем он был и кем хочет стать. Не осознавая, что он делает, Орбо взял маску в руку. Что он хочет сделать? За последние три дня он ни разу не смог разгадать эту проблему, он никогда не мог принять решение, не сомневаясь. Думать о том, чтобы снова стать наследным принцем Мефиоса, вернуть это лицо нужно, чтобы остановить войну с Таурией. Но что тогда? Продолжить как наследный принц? Планируя участвовать во всех войнах в этом мире? Притвориться, что он может создать мир, в котором никто никогда не грустит и никто не теряет жизнь? Хотя он не сторонник Бодейна, он хотел стать героем. Руководить десятитысячной армией, вести свою страну к победе, вот таким героем он мечтал стать. Такого рода существования, о котором будут говорить в будущих историях наряду с великолепными иллюстрациями. Внезапно Орбо встал и резко выдохнул. Он чуть не подался вперёд от оставшейся инерции, а затем вытащил невидимый меч на поясе и взмахнул им горизонтальной линией. Он рассмеялся. Если бы кто-то растворился в тени и внимательно наблюдал за Орбо в этой комнате, он мог бы сдаться вопросом, не сошёл ли он наконец с ума. Рассмеявшись, Орбо покатился по полу, затем посмотрел вверх, в потолок и несколько раз ударил кулаком о землю в припадке веселья. Кто он такой? Он продолжил спрашивать себя об этом с раннего детства. Его старший брат, Роан сказал, что никто не может знать ничего подобного. Его подруга детства, Алиса, сказала, что это глупо, и тогда смелая четырнадцатилетняя принцесса из Гарбары спросила самого Орбо, Орбо, кто я? Орбо какое-то время неудержимо фыркал, а затем, когда его припадок смеха закончился, он внезапно замер, глядя в потолок. Это глупо. Сорвался с его пересохших губ короткий шёпот. Ты права, Алиса. Это глупо. Что-то в этом роде. Он закрыл глаза. Невозможно было сказать, кто периодически появлялся в его мыслях, какие сцены, когда и где. Орбо внезапно вскинул обе ноги в воздух, а затем, на одном дыхании, поднял своё тело, когда они снова упали на землю. Он сделает это. Его противник в этом бою Гул, этот ублюдок. Люди, будущее, как будто он заботится сейчас об этом. Он, тот, кто заберёт у него всё, тот, кто снова сожжёт людей, которых он знает. Всё. С него хватит. Часть вторая. По мере того, как слухи о Борбе распространялись всё дальше и дальше, к Боувану Тодосу стало приходить множество людей, чтобы просить пощады для него. Если вы уже начали поднимать эту тему из-за беспочных слухов, что вы будете делать, когда Мефиус начнёт настоящую информационную войну? Большинство из них ушли, когда Боуван упрекнул их, но оставались и такие, кого нельзя просто игнорировать. Командующий драгонами Гелио, Ласвилс, а также и синих и красных драконов Кадайна, обе стороны отправили письмо, хотя якобы они заняли позицию, что эта новость недостоверна, их содержание на деле являлось фактической петицией. Или, по крайней мере, над своей полной формальной подписью Ласвилс написал следующее. Хотя предполагается, что могут быть определённые обстоятельства, поскольку его высочество Рожа и Гелио с нетерпением ждёт встречи с Орбой снова когда-нибудь в будущем, мы по-прежнему ожидаем, что к нему будут относиться снисходительно. В то время, как драконы-близнецы Кадайна утверждали, уже принцесса Лима Кадайн очень обеспокоена тем, что во время вторжения Мефилоса с Орбой может случиться что-то нехорошее, поскольку он Мефиец. Мы твёрдо верим, что и впредь будем смеяться вместе с принцесс над её совершенно беспочвенными страхами. Когда Боуэн показал ему эти две записки, Раван Дол засмеялся. И так много смеялся, что подавился табачными парами, от которых его спина задрожала, и на мгновень он потерял сознание от боли. Но... К тому времени, когда он заговорил, прошло немало времени, прежде чем он снова заговорил, пробегая глазами по буквам. А третье... А? Не было письма? Значит, тебе сказали об этом из первых рук? Да. Неохотно признал Боуэн. Есть ещё один человек, который пришёл к Боуэна, чтобы проверить слухи, которые он услышал о Борби. Сама эсмена Базган. Когда ему сообщили об этом, стратег снова заговорил. Сможет ли он сделать шаг в это время или нет? Нет никаких сомнений в том, что этот мужчина доставляет беспокойство. Пока наш господин не вернётся, единственное, что нужно делать, это держать его в секрете под замком. Что вы думаете об этом секретном сообщении? Действия этого человека слишком сбивают с толку. Если это просто сговор с Мефиусом, что мне делать в подобной ситуации? Как быть, я решу позже. Хорошо. Теперь перестану об этом беспокоиться. Боуэн мог только вздохнуть в ответ. Глаза Равана ярко сияли. Они горели намерением, потому что жизнь стоила того, чтобы снова теперь жить, когда он нашёл кого-то нового помимо Акса, который смог бы сыграть роль ученика, но сам Боуэн совершенно не осознавал этого. В любом случае, мы распределили наши силы вдоль границы и уже наблюдаем за Мефиусом. Наток усиливает внутреннюю охрану, так что устранение любых проблем я оставил на него. Другая сторона определённо сделает свой ход. Однако... Он замахал обеими руками. Появилось движение совсем другого направления. Я ожидал этого, но оно выходит за рамки того, что я думал. Вы этого ожидали? Да, ведь это я распространил слухи об Орбе. Мастер! Опишил Боуэн. Согласно объяснениям старого стратега, он не принимал участия в сражении, в котором победили гарду, и не мог впоследствии собственными глазами оценить ситуацию в различных западных странах. Итак, поскольку он не мог оценить влияние Орбы из первых рук, он так действовал для того, чтобы иметь возможность измерить его. Если он остался незначительным, любая возникшая проблема вскоре исчезла бы, просто оставив его в заперти как есть. Если он стал влиятельным, нам нужно было бы тщательно продумать, как и когда его использовать. Боуэн чувствовал себя подавленным, но поскольку ему оставалось ещё кое-что, кроме писем, что сказать старику, он собрал всю свою энергию. Прежде всего, это общение доказало, что всё идёт в соответствии с предсказаниями старика. Орба говорит, что хочет тебя видеть, мастер. Может, тогда он всё раскроет? О, ты готов вытолкнуть старика, которого даже не держат ноги? Ничего не поделаешь. Я умоляю вас о помощи. Когда он опустил голову, Боуэн впервые почувствовал, что ненавидит старого стратега, которого всегда любило уважал. Он испытал то же чувство, что испытывает и Аксбазган. Раван направился в комнату, где заперли Орбу, со скоростью, с которой вынесли ноги. Его спина оставалась криво согнута, а походка выглядела неуклюже, так как он ещё не привык ходить с тростью. Вооружённые охранники сопровождали его со всех сторон, но когда они нечаянно протянули руку, когда Раван казалось вот-вот споткнётся, старик бросил на них свирепый взгляд. Он терпел унижание, пока они, наконец, не прибыли, затем Раван приказал всем браться из комнаты. Дверь осталась заперта, а солдаты встали насторожи снаружи. Старый стратег и молодой герой смотрели друг на друга по обе стороны стола. «Я считаю, что мы впервые встречаемся лицом к лицу, сэр Орба». Орба не ответил. «Оу, разве ты не позвал меня сюда, потому что у тебя было то, о чём ты хотел поговорить? Если ты не имеешь со мной дела, я, пожалуй, пойду. В этом мире у меня осталось совсем немного времени, и я не могу позволить себе его тратить». «Я...» Сказал Орба, глядя прямо на Равана, который опирал со своим весом на трость, чтобы поддержать его спину. «Я хотел бы, чтобы вы разрешили мне вернуться в Мефиус». «В Мефиус?» «Да». «И что бы вы там делали?» «В Апте есть генерал, с которым я знаком. Я также хорошо знаю его личность. Если смогу убедить его, эту войну можно будет остановить до того, как она начнётся». «Оу...» «Ну, ты был мефийским гладиатором. Не так уж странно, что ты знаком с генералом, но всё же ты наивен». «Наивен?» «Эта ситуация не изменится, если не считать чувства одного единственного генерала. Тот, кто отдал приказ, это сам император Гулумефиус. По общему мнению, эта война позиционируется как мейза наследного принца, вполне достаточный лозунг. Из-за этого поднятые мечи нельзя вернуть в ножны, если только сам император не решит это сделать. В таких обстоятельствах победа над одним генералом в лучшем случае позволит нам выиграть время». Гулумефиус не верит в своих вассалов, а его вассалы в свою очередь больше не верят в него. «Если хотя бы один генерал выступит против него и поднимет знамя праведности, многие пойдут вместе с ним». «Даже так?» «Я всё ещё наивен?» «Именно так. Вы говорите так, будто хорошо знакомы с внутренней ситуацией Мефиуса. Но не демонстрируете никаких оснований для этого». «На самом деле, когда в Мефиусе произошли волнения и тот человек за ад поднял восстание, за ним никто не последовал. Насколько я могу судить, Гулу удалось умело сплотить страну. Хотя он делает это практически во время террора, его способность связать страну вместе, не вызывая беспорядков, неоспоримо. У Заата не имелось обедняющей силы, и он не размахивал великим делом». «Итак, согласно тому, что вы говорите, у этого генерала, которого вы знаете, есть обедняющая сила, чтобы свергнуть правление императора? Как его зовут?» «Роук Саян». «Также высока вероятность, что Адайн Лорга, который находится с ним в апте, поддержит его». «Я слышал эти имена». «В самом деле, они оба выдающиеся генералы». «Даже в этом случае вероятность схода лавины очень мала». «Как и думал, это приведет лишь к тому, что вы потянете время». «Что ж, это будет нам на пользу». «Наша сторона могла бы подумать о том, как вмешаться, используя возможность внутренних раздоров врага». «Может быть, лучше сделать так, чем совсем ничего». «Нет, я бы хотел, чтобы Запад воздерживался от ненужного вмешательства». «Что вы сказали?» «Я не допущу, чтобы ни один солдат с любой страны пересекал границу». «Я так сказал». «Вы не потерпите этого». «Именно так». «Вы говорите очень величественно». «Тогда я спрошу, кто ты?» «Ты знаком с мифийскими генералами, хорошо знаешь внутреннее положение Мефиуса, а также отдаешь ему и Таурии приказы о сдержанности». Раван впился взглядом в маску Орба, как будто мог видеть сквозь железо, но Орба со своей стороны оставался спокоен. «То, о чем вы спрашиваете, это то, что старый мастер вроде вас уже должен был понять, не так ли?» «Что вы сказали?» «Или вы действительно не знаете?» «Такой человек, как ты, Раван Долл, опаснейший стратег Таурии». В его голосе слышалась явная насмешка. В тот момент Орба, несомненно, ошибся в обращении со стариком. Взгляд Равана Долла мгновенно расслабился, он вернулся к своему обычному спокойному выражению лица и неторопливо поднялся со стула. «Вы играете великого человека, но этого вполне достаточно, и у меня, Раван Долла, нет времени играть тебе вторую скрипку». Он щелкнул пальцами, чтобы вызвать стражу. Дверь открылась, и в поле зрения показались несколько солдат с истребиными чертами лица. Раван молча прошел через вход. «Мастер Раван!» Когда чей-то голос позвал его сзади, старый стратег не останавливал своих шагов. Он приказал солдатам закрыть дверь. Дверь издала тяжелый звук, но как только она начала захлопываться, он услышал, как тот сказал. «Кажется, веер войны благополучно вернули». Раван внезапно остановился, Орбу продолжил. «Я слышал о восстании Росвана Базгана, думая об этом, я чувствую облегчение, что это было возвращено в нужное время. Если бы кто-то столь ненавидящий Мефиус, как раз Ван занял трон, это стало бы проблемой для меня». Раван протянул руку. Перед тем, как дверь успела закрыться, он проскользнул обратно через щель. С бесстрастным лицом он еще раз отдал солдатам приказ отступить. Когда дверь захлопнулась, Раван зашагал к Орбе. Когда он подошел к нему достаточно близко, чтобы почувствовать его дыхание на лице, он сказал «Сними маску». Орбани ответил, но под маской он улыбнулся. Глядя на него прямо, Раван широко открыл глаза и изменил слова. «Пожалуйста, разве нельзя просто снять маску?» Улыбка Орба стала шире, и гнев сразу же залил лицо Равана, а затем эта ярость растаяла, как лед. Прошло какое-то время. «Не мудрено», сказал Раван. Железную маску положили на стол. Раван снова прошептал «Не мудрено». Как всегда, у старика оставалось выражение лица, наполненного отрешенностью от мирских забот, но его темно-коричневые руки слегка дрожали. «Почему ты не раскрыл свое лицо с самого начала? Это ведь гораздо эффективнее, чем произносить сотню слов». Я подумал, что внезапно открывшееся мое лицо с большой вероятностью усилит подозрение. Варба слегка пожил плечами. Кроме того, Таурия только что воевала с колдуном вроде гарды, я также волновался, что меня могут обвинить в использовании колдовства. «Значит, ты даже знаешь о гарде?» «Стратег. Кто убил гарду?» «Ах да, верно». Раван несколько раскивал, совершенно не похожий на хитрого стратега, затем он глубоко вздохнул. Не то, чтобы эта мысль не приходила мне в голову, но это слишком. Это действительно просто слишком нелепо. Я старею. Хотя я говорю себе, что не должен ослеплять себя здравым смыслом. Я оказался пойманным так же, как тогда и в апте. Ты... Нет. Ваше Высочество. Вы бомбили свою крепость, как бы высмеивая мои предсказания. Конечно, если бы вы отдали приказ генералам, то вполне могли бы изменить нынешнее положение дел, но это опасная авантюра. Мефиус может быть охвачен пламенем гражданской войны. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить распространение этих пожаров. И с этой целью Таурия... Нет. Сотрудничество Запада будет необходимо». Сказал Орбо, его манера речи и тон голоса оставались такими же, как когда он находился в маске, но он немного провецировал атмосферу другого человека. Конечно. Как и прежде кивнул Раван Дол, но по этому единственному жесту видно ясно, что его манеры изменились по сравнению с тем, что были раньше. «Чтобы избежать войны с Мефиусом, мы продемонстрируем всю нашу силу». «Ты мне доверяешь?» «Ха?» Раван в изумлении широко раскрыл глаза. С резкостью, не подобающей старику, выражение его лица стало странно-юмористическим. «Ага. После этого я не думаю, что когда-либо снова увижу что-то столь же загадочное или подозрительное. Как вы думаете, что я буду делать в такое время, принц?» «Ну тогда я перестану беспокоиться». Раван засмеялся, показывая неожиданно белые здоровые зубы. «Прежде всего, этой ситуации интересно. Стоит поставить на карту скромную голову одинокого старика. Я обязан тебе». «Тогда вы поедете в Апту?» «Немедленно, если возможно». «Я понимаю». Согласился Раван. После того, как Орба снова надел маску, Раван хлопнул в ладоши и позвал солдат. После обмена мнениями не более нескольких минут Орбу тут же легко освободили. Как только солдаты поспешили сообщить свой отчет, они снова остались одни. «Мы не можем ждать долго», сказал Раван. «Есть приготовления к войне, которые будут сделаны до тех пор. После того, как ваше высочество уйдет, если будет казаться, что Мефиус снова собирается вторгнуться, мы, конечно же, будем защищаться изо всех сил и подумаем, как атаковать, если мы увидим любую возможность сделать это». Это правильно. В таком случае можем ли мы сказать, что Орба, герой в железной маске, умер? Убит Мефиусом или казнен за то, что планировал предательство, в зависимости от того, что вы предпочитаете? Вы не могли даже подумать, что Орба говорил о себе и как он это говорил, но однако… однако… «Принцесса Исмена очень поддерживала меня сзади, поэтому, пожалуйста, скажите ей правду и поблагодарите ее за помощь. Я обязательно так и сделаю». Освободившись из заточения, Орба появился у восточных ворот Таури незадолго до наступления темноты. Он сидел верхом на коне и капюшон плаща, который он носил, скрывал непривлекательную маску. На поясе у него висел новенький меч и его обычный короткий меч. Он не уходил один. В обмен на отмену приказа наблюдать за отрядом Орбы, Раван дал Натаку новой инструкции выбрать несколько человек и отправить их в сопровождении Орбы. «Сопровождайте его до Мефейской границы. Вы не должны позволить ему получить ни единые царапины». Когда он получил этот приказ, Натак, естественно, оставался несколько подозрительным, но он полностью верил в Равана Дола. Поэтому он предположил, что у него есть какой-то план. Более того, также по приказу Равана к тому времени, когда Орба отправился в Апту, другая группа уже ушла вперед и покинула Таурию в облаке пыли, несколько человек заперли в клетке, которую тащили драконы. Во всяком случае, Орбе дали шесть охранников, все из которых сидели на лошадях. Один из них посмотрел на темнеющее небо и зажег сосновый факел. Когда он подошел к Орбе, пламя отразилось в маске под капюшоном. «Мы вдвигаемся!» Поскольку он не знал, какую позицию ему следует занять, его речь оставалась грубой, ведь перед ним находился герой-фехтовальщик, которого подозревали в измене. Ага. Тот же самый Орбе лишь раз кивнул. Каждый из них хлестнул лошадей и бросился вперед. В небе над головой засверкали одна звезда, затем две. Испод капюшона и за маской глаза Орбе были устремлены прямо вперед. Их взор устремился на Апту, крепость, которую он когда-то получил, а также землю, которую он сам когда-то покинул. Приближалось время забрать все это обратно. Часть третья Группа зордианских торговцев шла по дороге, ответвляющейся от шоссе. Хотя они, безусловно, так и выглядели, а в телегах с лошадьми лежали свертки, наблюдавший, однако, определенно заметил необычную остроту в их глазах и поведении. Их насчитывалось больше пятидесяти, и большинство из них являлись зордианцами, хотя никто из них в настоящее время не жил на Западе. Вместо этого они поселились в святилище драконних богов в Салоне, столице они являлись воинами, которым было поручено охранять их, и поэтому они знакомы с окружающей местностью. Следующие за ними двадцать человек являлись мифийскими солдатами. Это группа, которую послали запты на поиски Велины, выражения лиц мифийцев выглядели напряженными. Когда им сказали, что они будут переходить границу к северу от реки Юнос, они задались вопросом «Вы серьезно?» А вот зордианцы не колебались. Раньше они уже разделились на небольшие группы и расходились, вероятно, в тех же горных племен, что и они сами, но теперь они перестали делить свою численность и после того, как все перегруппировались, двинулись вперед твердыми шагами. Более того, перед мифийцами поставили унизительную задачу при переходе границы, их заставили раздеться до пояса и связали руки веревкой. Это было нужно для того, чтобы когда им бросила вызов гарнизонная охрана, они смогли оправдаться тем, что «Мы поймали солдат, бежавших с поля боя». Они завершили рассказ, объяснив, что собираются продать их в рабство, останавливали их два или три раза, пока они шли вдоль границы, но поскольку зордианские купцы несомненно выглядели крупными и смелыми, все им поверили. Поскольку они имели дело с зордианцами, мифийские солдаты подозревали более чем один или два раза, что они попали в ловушку, но они получили этот приказ от самого генерала Набарла, кроме того, они не видели никакой выгоды для зордианцев в их захвате. Так они ехали на юг по реке Юнос около недели. Затем зордианцы остановились. В поле зрения виднелась деревня, дома были подобны каменным выступам, возвышающимся над мягко-холмистой почвой. Это там? Ведущий зордианец, человек по имени Кирилл, с которым встречался Набарл, указал, когда увидел деревню. Зордианец, который был немного старше остальных, выбранных в поисковую группу, кивнул. Это означало, что здесь находится принцесса Велина. Кирилл почесал остроконечную бородку. Будет лучше искоренить это, чтобы не оставлять бессмертную обиду. Искоренить что? Один из мифийских солдат отругал его. Эту деревню? Не будь дураком! Возразил другой из них. Нам просто нужно сказать им, что мы пришли забрать принцессу Мефиоса. Они не окажут особого сопротивления. Это вражеская территория. В таком случае будет лучше, если вы, зордианцы, притворитесь, что выполняете здание Таурии. Мы одолжим вам наши доспехи и оружие. Если вы замаскируетесь под таурийских солдат... Понимая, что другие были серьезные, Мефиец сделал поспешное предложение. Им следует избегать ненужных драк. Как и сказал Кирилл, они сейчас на вражеской территории. Шум может привлечь внимание ближайших врагов. Однако... Вон там... Зордианец, который был примерно того же возраста, что и Кирилл указал на единственную дорогу, ведущую в деревню. Кирилл пристально посмотрел, потом резким голосом сказал... Ваше предложение отклонено! К деревне приближалась очередь людей. Судя по внешнему виду, вооруженная группа несомненно являлась таурийскими солдатами. Велина уже провела в деревне восемь дней. За время прошедшей с момента её пробуждения, она выздоровела и стала помогать семье Джейсов в их работе. С учётом сказанного, работа, с которой могла помочь Велина, оказалась очень ограниченной. Утром она кормила цыплят, затем получила корм от Роне, когда он вернулся с гор и заботилась о лошадях. Она также набрала воду из деревенского колодца и отнесла её жене Роне, которая работала в поле. Однажды она накормила мужчину, который спал в отдельной комнате. Она уже слышала, что Роне спас ему жизнь, но тот лежал спиной к двери и совершенно не обращал внимания на Велину. Иногда он подавал голос, как будто ему снился кошмар. Хотя она была ограничена в том, что могла делать, время пролетело в мгновение ока, пока она работала. Она часто слышала, как дворяне Гарберы говорят о том, что, когда тот уехал из города и пошёл поработать в деревне, прочувствовал всю неторопливость, будто очутился в совершенно другом мире от этого шумного двора. Но она всегда думала, что это откровенная ложь. Вечером она поела, а затем провела время до того, как солнце полностью село с Лейлой. Лейла любила Велину как настоящую младшую сестру. У каждого из них имелись свои обстоятельства, и они никогда не говорили вместе о своём прошлом, но из этого Лейла тем более смогла понять, что Велина несла рану в своём сердце. Вечером восьмого дня. «У тебя такие красивые волосы, Луна!» Изумилась Лейла, расчёсывая волосы Велины сзади. Луна стала вымышленным именем, которое использовала Велина. За исключением семей высшего сословия, у зордианцев не было обычая купаться в горячей воде. В этой деревне также, так как поблизости протекала река, люди ходили и умывались к ней или набирали воду в ведра, чтобы мыть волосы и тело, и в начале Велина стеснялась обнажаться перед другим человеком, однако у неё не оставалось другого выбора, кроме как согласиться с этим, поскольку её жизнь зависела от других. В такие моменты Лейла заботилась в Велине, как у младшей сестре. «Нет ни мифийцев, ни, хотя это грубость с моей стороны, зордианцев с такими красивыми волосами, ты...» Лейла внезапно замолчала. Ей было неприятно бездумно любопытствовать, хотя Велина чувствовала благодарность за всё внимание, которое она получала, однако это также было болезненно. Лейла сгладила ситуацию, рассказав о разных забавных историях, произошедших в деревне, при этом она нашла время, чтобы тщательно очистить волосы Велины. Внезапно вспомнив о своей матери и Терезии, Велина посмотрела через окно на небо, усыпанное бесчувственными огоньками. «Это всё так далеко!» Её грудь сжалась от непреодолимой тоски по дому. Гарберы, страны лугов, страны, которую защищают отважные рыцари и быстрые дирижабли, когда она живо вспомнила королёвский двор, где она жила до 14 лет, с его знакомыми тропинками и цветочными садами, которым каждый из них вёл, веки Велины стали горячими. Как она сбегала с учёбой и баловалась тут и там, Терезия каждый раз преследовала её, но у Велины имелись укрытия по всему дворцу. Были также времена, когда она приходила туда, где работали взрослые, но повара, садовники, кузнецы и все, кто работал на авианосцах, являлись союзниками Велины. Поэтому, когда приходила Терезия, они изображали невежество. Когда её брат Зенон находился при дворе, они часто играли в бирки или устраивали дуэли на игрушечных мячах. А ещё её дед Йорк, как она с нетерпением ждала, что они два раза в сезон будут развлекаться на королевской вилле, где жил её дед. Дедушка. Жар за веками стал невыносимым, поэтому Велина закрыла глаза и позволила текущей воде смыть пролившиеся слёзы. Ей было интересно, слышали ли люди из её родной страны, что она предала Мефиус и выдала секретную информацию, как отреагировал её дед, когда услышал. Аплодировал ли он ей, восклицая, что он не ждёт ничего меньшего от дочери Гарбера и его внучки, или он сетовал на то, что его внучка оказалась под влиянием текущих чувств и задела их национальные интересы. Думать об этом было напрасно. Она уже давно прошла через этот внутренний конфликт и приняла решение. Но то, что она приняла решение не противоречит тому, что у неё остались сомнения. Возможно, она заметила чувство Велины, Лейла пригласила её в свою спальню в тот вечер и долго разговаривала с ней после того, как погас свет, и их подушки оказались выстроены рядом. Она рассказала о некоторых молодых людях из числа жителей села, несмотря на то, что Леннус из соседнего дома был моложе Лейлы, то, что бесхитростный мальчик тепло посмотрел на неё, заставило её почувствовать себя не только наполовину смущенной, но и наполовину гордой. Но разве не похоже, что ты собираешься его украсть? Во всяком случае, с тех пор, как ты приехала, он постоянно на тебя смотрел. Что-то вроде того. Велина отрицала это, чувствуя себя неловко, она не привыкла к таким девчачьим разговорам. Лейла нечаянно захихикала. Не беспокойся о том, чтобы никого не побеспокоить. Ищи кого-нибудь хорошего, Луна. Кстати, ты должна первым не сказать, если найдёшь его. Лейла легонько толкнула Велину локтем в сторону. Жениться на ком-то, иметь собственного ребёнка, это счастье определённо можно найти где угодно. Даже если культура и ценности разные, даже в другой стране и в другой культуре, это определённо нормальные явления. Голос Лейлы стал почти шёпотом. «Вероятно, такая жизнь возможна», подумала Велина. «Если бы она не выросла в королевском дворце, если бы она родилась обычной городской девушкой, хотя её непослушная личность могла бы доставить неприятности её родителям, когда она была маленькой, но когда она стала взрослой, она бы тоже стала осознавать противоположный пол, проводя целые ночи, сплетничая об этом с другими девушками её возраста. А потом, в скором времени, она вышла бы замуж за кого-нибудь, став родителем собственным ребёнком на руках. Слова Лейлы, которые говорили «Ты можешь остаться здесь навсегда, если хочешь», эхом это звались в её сердце. Велина боялась той, кто почти хотел такой жизни, если бы её пребывание здесь продлилось дольше, это желание, несомненно, только усилилось бы. Она родилась в королевской семье. Это факт, который не изменился, независимо от того, на какую жизнь она надеялась. Поскольку она родилась в королевской семье, у неё имелся долг, даже если у неё уже почти не осталось силы. На ум снова пришло лицо деда, которого она вспомнила раньше, как и лицо её отца тоже. В сердце Велина оставалось ещё одно лицо молодого человека, на которого, несмотря на то, что он происходил из высокого происхождения, смотрели с высоко жителей его страны и пренебрегал даже его собственный отец, но который преодолел все трудности. И поэтому, встречая утро девятого дня, она решила, что проработав до заката, она обсудит этот вопрос с семьёй Джейсов во время ужина. Завтра она уйдёт. Таурия Леапта приближалась время принимать решение, Велина повернулась спиной к доброте Лейлы и, как будто её толкнули, приняла решение. Конец того дня наступило в мгновение Ока, а к деревне приближалась некая группа. Как будто они ждали решения Велины, эти фигуры казались оплощением будущего, который она выбрала. В лёгких доспёхах и вооружённых слегка изогнутыми мечами, а также старомодными ружьями, верхом на конях приближалась группа из тридцати человек, высланных из Таурии. Вскоре около половины из них ждали наперевес за пределами деревни, в то время как оставшаяся половина разговаривала со старостой. Мы слышали, что в этой деревне есть девушка, которая выглядит так, как будто она из чужой страны. Когда он услышал, чем они занимаются, староста деревни подумал, что девушка в конце концов оказалась причиной неприятностей, но солдаты просто сказали, что они пришли за ней, и воздух вокруг них не заставлял его чувствовать, что будет драка. Пожалуйста, подожди немного. В это время казалось, что глава деревни собирается выйти из своего дома. Поскольку он не мог понять ситуацию, он подумал, что следует спросить мнение девушки, но... Ах... Он слышал, как солдаты возле дома подняли шум. В тот момент, когда он сам вышел из дома, причина этого оказалась прямо у него на глазах. Велена лично выступила вперед, прежде чем сопровождающая ее растерянная семья Джейс позвала лидера поисковой группы. «Я доставила вам неприятности. Единственное, что имеет значение, это то, что вы в безопасности», с сердечным облегчением сказал капитан. «Мы все спасены благодаря тебе, принцесса. Если бы мы потеряли благодетельницу, мы не смогли бы встретиться лицом к лицу ни с нашими предками, ни с нашими потомками. К счастью, мы удостоились чести сопровождать вас, принцесса. Вы равны герою, убившему Гардо». Жители деревни потеряли дар речи. Велена вежливо поблагодарила старосту деревни и подошла к семье Джейсов. Хотя она собиралась заговорить, она не знала, что сказать, поэтому Велена просто приложила руку к груди, как придворный аристократ Гарберы и глубоко поклонилась. В нем заключался смысл оставить часть ее, которая не являлась принцессой Гарберы. Ранэ и его жена обменялись взглядами, Элойла могла только позволить своему рту открыться от изумления. «Сейчас хорошее время», сказал Кирилл в тот же момент. Они затаились недалеко от села. Он выбрал несколько своих людей, а также солдат Мефиуса, чтобы они следовали за ним. Затем он отдал отдельные приказы оставшимся зордианцам и приказал ему уйти и сделать что-нибудь еще. Место, где скрывались Кирилл и остальные, казалось, служило общественным кладбищем и скалма, густо заваленного землей, им открывался прекрасный вид на группу таурийцев, а также на принцессу Велину. Хорошее время напасть на них. Мефицы в ужасе смотрели на Кирилла. Не будь дураком. Если мы выйдем сейчас, принцесса может пострадать. Вместо этого мы должны отступить и поставить солдат вперед в засаде по пути, по которому они будут идти. Как только они окажутся достаточно далеко от деревни, мы сможем застать их врасплох и... В настоящее время вражеских солдат мало. Мы сможем вернуть принцессу быстрой внезапной атакой. Ты, должно быть, шутишь! Если ты этого не сделаешь, я заставлю тебя это сделать. Оба его глаза странно блеснули. Кирилл поднял руку. В следующее мгновение раздались выстрелы. У мифийцев не осталось времени сдерживать своё удивление. Люди, которых оставил Кирилл, подкрались к таурийским солдатам, ожидавшему входа в деревню, и по его сигналу начали стрелять. Сделав сначала один, затем два залпа, они сразу же отступили. Несколько солдат, спасшихся от ран, поспешно бросились на коня и отправились в погоню. Враги! В атаку! Оставшиеся солдаты попали в ловушку. Настроение в деревне полностью изменилось. Люди, собравшиеся перед домом старосты села, закричали, и, потянув за руки женщины и детей, побежали к домам. Пока мифийцы пребывали в шоке, Кирилл ещё раз махнул рукой. Больше выстрелов, на этот раз они прогремели поблизости. Дым поднимался от стены земли вокруг домов. Один мужчина, который не спешил убегать, получил удар в живот и беззвучно свернулся. Люди Кирилла рассредоточились по деревне. И они были вооружены не только ружьями, над головами людей свистел звук стрел. Стрелы с огнём на кончиках пробили крыши домов и груды сена. Дым и пламя начали подниматься по всей деревне. Хаос стал ещё хуже. В тот момент, когда это пламя ярко осветило его лицо, Кирилл внезапно встал и побежал вниз с холма. При этом он крикнул. «Мефийские солдаты! Меня преследуют Мефийские солдаты! Пожалуйста, помогите мне!» И, несомненно, там под прикрытием лежали вооружённые солдаты Мефиуса, куда он указывал. Это смешно. Больше, чем удивлены или разгневаны, мифийцы оказались совершенно ошеломлены. Из числа матерей и детей, которые пытались спастись от выстрелов огня, несколько таурийских солдат, а также несколько пылких молодых людей, вооружённых топориками и мотыгами, бросились один за другим туда, где находились мифийские солдаты, прячась. Они сократили дистанцию, прежде чем те смогли убежать. Не в силах вынести это, один из них поднялся, вытащив меч и нанёс удар крестьянину, который шёл впереди. У него было удивительно рябое лицо, и он находился в том возрасте, когда его ещё можно назвать мальчиком. Рука, в которой он держал свою мотыгу, оказалась отрублена наполовину и отправлена в небо. «Леонос!» Закричала Лейла, но, конечно, это имя ничего не значило для мифийского солдата. Дальнейшие крики рёв разорвались с оглушительной силой. Велина инстинктивно сдержала Лейлу, когда та собиралась побежать к сидящему на корточках мальчику, чью руку отрезали. Выведенные из равновесия и вынужденные сопротивляться, мифийцы не могли понять намерение Кирилла. Воспользовавшись мифийскими солдатами в качестве приманки, Кирилл и его люди легко смогли подобраться к принцессе, но вытащить её из деревни, конечно, будет сложно. Вот только мифийцы не могли понять, о чём он думал. Однако ответ оказался прост. Кирилл не собирался её вытаскивать, а он подойдёт к ней посреди хаоса и убьёт её. Кроме того, им самим нет необходимости выживать, они должны выполнить свой долг, как им приказали, и умереть, как им приказали. Это всё ради чего они существуют. Так весело. Каждый раз, когда он отталкивался от земли, расстояние до Велина сокращалось. Обычное апатичное лицо Кирилла стало сияющим и живым. Как и сказал тот мифийц, конечно, намного легче было бы убить таурийских солдат, если бы они стреляли в них после того, как те покинули деревню, и они, безусловно, смогли бы захватить принцессу. Но это же совсем не весело. Когда они почувствовали эфир, поднимающийся из множества мёртвых потоков на его лице, он жаждал смерти. Потому что тогда его призовут к богам-драконам, он считался набожным верующим, который принёс им много смерти и много эфира. Внимательно следя за происходящим позади и делая вид, что убегает, Кирилл наглос измерил расстояние между собой и вилиной. Он приложил руку к груди. То, что он извлёк, оказалось небольшим V-образным боевым бумерангом. Он в основном состоял из невесомого металла, сделанного из очищенных костей дракона и являлся орудием убийства. С ним в руке он сделал большой взмах движением вверх и бросил его. Воздух стал настолько туманным, что больше ничего не было видно, и бумеранг поглотил небо. Оттуда он нарисовал дугу и вернулся, рассекая ветер. Он рассчитал, что тут идеально ударит вилину по голове. В этот момент Лейла оттолкнула вилину, чтобы броситься вперёд, но упала на землю. Удивлённая, вилина протянула руку и наклонилась. Бумеранг пронёс над её головой. Несколько преди волос разбросало в воздухе. Кирилл прищёлкнул языком, но когда поражённая вилина обернулась, чтобы оглядеться, она стала самим воплощением беззащитности. Он стёр все выражения со своего лица и побежал прямо к ней. «Принцесса, сюда!» Между ними ворвался капитан поисковой группы. Естественно, он не разглядел замысел Кирилла и планировал увезти принцессу в безопасное место из-за нападения Мефиуса. Это могло причинить ей вред. Кирилл пробежал мимо него. Кровь клынула из шеи капитана, и он упал боком. В руке Кирилла был зажат кинжал, с его кончика капала кровь, как если бы он рисовал и он приблизился к Велине. «Кто-нибудь!» Воскликнула Велина. Под рукой у неё не имелось оружия. Она собиралась увернуться от атаки Кирилла, когда в этот момент она наткнулась на Лейлу, которая сидела у её ног. Велина упала, её тело накрыло тело Лейлы. Инстинктивно она пыталась хотя бы защитить эту жизнь. Тепло, которое Велина чувствовала собственным телом, было тем же теплом, которое защищало её последние несколько дней. Увидев прекрасную возможность, Кирилл поднял клинок». Глава шестая Возвращение Часть первая Примерно в то же время на тренировочной площадке драконов в Апте собралось очень много людей. Толстые кольи один за другим вбивали в землю этого открытого пространства. Каждый из более чем пятидесяти кольев скоро будет использован, чтобы кого-то распять. А именно гвардейцев бывшей императорской гвардии принца. К тому времени, как Роуксаян заметил суматоху, приготовление уже более чем наполовину завершили, а Дайин, который расслаблялся в своей комнате, тоже уловил Ветер Перемен и помчался вместе с ним. Они вдвоём строго расспрашивали на Барло об этом, но нынешний главнокомандующий Аптых ладнокровно ответил. «Мы скоро проведём здесь казнь! Вы сами произвольно решили это!» «Не всё! Поскольку Его Величество будет нуждаться в информации, некоторые из них будут оставлены. В остальном это вопрос морального духа войск. Из-за нынешнего шума солдат раздражало то, что решение этой проблемы длилось так долго. Публичная казнь стаи, сговорившейся с Таурией, убить принца поднимет им настроение. Шум вызван тем, что дракон, которым управляла Хоуран, растерзал некоторых людей на Барло до смерти. Выражение лица Роуга стало горьким. Когда мы спросили её об этом, она объяснила, что тот защищал её. Пока нет никаких доказательств того, что они связаны с Таурией. Вы не слишком торопитесь? Есть ли свидетели, которые могли бы поддержать оправдание этой женщины? Правильно, нету. Я верю отчёт о своих подчинённых. Если бы вы оказались на моём месте, вы бы поступили точно так же. Однако, помимо всего прочего, вы требуете доказательств? Его императорское высочество, наследный принц был застрелен и погиб. Первоначальная имперская гвардия возложила ответственность за это преступление на генерала Оубери, однако генерал уже освобождён в салоне. И его величество заявил, что в этом виновата Таурия. Генерал Сайян, не говорите так бездумно. Ваши слова только что могут быть восприняты как прямая критика его величества. Лицо Роуга залило кровью. Спорив с ветераном-генералом, Набарл оставался от начала и до конца резок. На самом деле это его не интересовало. На самом деле казнь имперской гвардии являлась не более чем добавлением к его оправданиям за поражение в битве и не было чем-то особенно продуктивным. Не пройдёт ещё и нескольких дней, как войско каждого из 12 генералов вероётно будут отправлены в Апту. Если это произойдёт, не было никакой гарантии, что он останется верховным главнокомандующим. Набарл очень хотел возглавить новое нападение на Апту с его нынешней военной мощью. Казнь представлялась ему чем-то вроде ритуала. Для него это означало как стереть с лица земли своё поражение, так и подстегнуть солдат. «Я потерял своих лучших солдат!» Закрыл глаза Набарл. «В их смерти был бы смысл, если бы они погибли на поле битвы, но вместо этого они были растерзаны до смерти драконом, которым управляла рабыня. Как я могу объяснить это их семьям, ожидающим их возвращения? Пожалуйста, не пытайтесь меня остановить, сэр Роуг. Как и сейчас, это то, что необходимо сделать. Безусловно, вместе с рассветом должна пройти казнь». Когда ему сказали, что это будет на рассвете, Роуг закрыл рот. Согласно письму, примерно в это время должен прибыть наследный принц Гилл Мефиус, это позволяло Роугу рискнуть. «Если он приедет, хорошо, но если он этого не сделает, ты веришь в это?» спросил Адайн шетчардом с ним после того, как они покинули Набарла. «Верю во что?» «Что мы обсуждали?» Роуг Сайен показал Адайну письмо, которое доставил Шики. Его реакция не сильно отличалась от собственной реакции Роуга. Он был удивлен, но не взволнован. Он также не заявил, что намеревался сделать связи с этим. Пока они шли плечом к плечу, Адайн осторожно сказал, понизив голос. «А разве не потому, что ты в это веришь, ты пока что отступил?» «Возможно». Несмотря на то, что стояла глухая ночь, фигуры множества людей можно было увидеть в свете костров, которые зажгли в железных корзинах вокруг тренировочной площадки. Они находились там, чтобы наблюдать за казнями. «Что значит возможно?» «Я не знаю. Я правда не знаю. Но правда это или нет, я благодарен за это письмо». «Благодарен?» Глаза Адайны удивленно расширились от неожиданных слов. Роукс Аян улыбнулся. Это дало мне стимул принять решение. Хотя я не доволен всеми вещами в текущем состоянии Мефиуса, я не собирался ничего с этим делать. Я оправдался тем, что уже слишком стар и что это работа для молодых. Я и сам этого не осознавал. Пока они шли, Роукс узел глаза, словно смотрел на что-то ослепительное. Итак, без этого письма я тоже мог бы в конце концов повезти своих людей через границу с Таурией. Но благодаря этому, верю в это или нет, это отдельный вопрос. Я решил подождать три дня в качестве Мефийского воина. И я дам свой ответ, подумав об этом как воин. Меня заставили осознать это. Если на рассвете принц не появится, то... То что потом? Я остановлю казнь. Даже если мне придется сразить самого Набарла. Генерал! Словно ожидая, что в него внезапно выстрелят, Адельн осторожно оглядел всех вокруг. А рядом стояли часовые и несколько солдат, но эти слова, похоже, не дошли до них. Сам Роук все еще улыбался. Пока во мне осталась жизнь, я не позволил ни одному солдату пересечь границу. Его величество, естественно, будет в ярости. Но я горжусь принадлежностью к Саянскому дому, и мы поддерживали страну как мифийские воины из поколения в поколение. Если тот же самый дом Саян продемонстрирует свою военную мощь в последний раз, даже его величество кое-что осознает. Сэр Роук, ты молод, тебе не нужно следовать за мной. Для меня мои мужчины как моя семья. Они того же мнения, что и я. Но я не собираюсь вовлекать в это никого, кроме своей семьи. Даже я... Адельн собирался заявить, что разделяет его волю, но тут же остановился. Независимо от того, насколько сильно он испытывал антипатию к императору, которому так не хватало праведности, если он присоединится к действиям Роуга, то не только он сам окажется в опасности, но и его семья в салоне тоже. То, как Роук ясно сказал о своей семье, другими словами, он был готов пожертвовать ими. У Адайна перехватило дыхание, когда он подумал о собственных колебаниях по сравнению с глубиной решимости ветерана-генерала. Возможно, потому что он заметил мысли Адайна, Роук весело рассмеялся. До этого мы не были особенно близки, но я рад, что приехал сюда. У меня появился друг. Поэтому ты будешь жить. Если все, кто разделяет это в сердце, будут убиты в бою, Мефиос будет покрыт еще большей тьмой, чем сейчас. Так что ты будешь жить. Я хочу, чтобы вы жили и терпели, пока ждете своего часа. Тогда, возможно, если найдутся те, кто посчитает, что в моих действиях есть какая-то праведность, ты сможешь привлечь их на свою сторону. Даже один убежденный человек может быть засчитан победой. Лицо Роуга оставалось спокойным, когда он объяснял план, который работал с предпосылкой его собственной смерти. Возможно, теперь, когда он избавился от всех сомнений, он почувствовал себя лучше, потому что лицо Роуга выглядело посвежевшим, когда он хлопнул Адайна по плечу. У Мефиоса светлое будущее. Ты так не думаешь? Хорошо. Сегодня вечером давай вместе выпьем. Я не позволю тебе сказать нет. Пока одни ждут, мужчины поднимают шум. Хорошо. Пошли. Два генерала покинули тренировочные площадки. Когда Адайна на мгновение оглянулся, он почувствовал, что копья, освещенные огнем, выглядели подобно над гробием самого Мефиоса и вздрогнул. Семь фигур на лошадях мучались вперед с поднятыми вверх факелами, они ехали из Таурии. Поскольку было время войны, можно часто увидеть такие отряды, патрулирующие повсюду, даже вдали от городов. Солдаты прибыли не только из Таурии, но и из Гелио, Кадайны или Черрика. Лицо Орба оставалось скрыто под его капюшоном, поэтому он остался незамеченным. Хотя по пути они останавливались на базе ретранслятора дирижаблей, которая также служила лагерем для охранников, до границы все равно требовалось преодолеть два дня пути. А недалеко от Апта уже протекала река Юнос, группа в основном хранила молчание, гнав лошади вперед. Всем было о чем подумать. Солдаты-Тауриицы вообще не были проинформированы о том, что планировал делать Орба, в то время как у Орба сложилось сильное впечатление, что он жестко ехал по дороге, по которой он никогда не сможет повернуть назад. Точно так же, как если бы он мчался по мосту, горящему позади него. И все же он не пожалел. Это борьба. Борьба. В доказательство тому, что его кровь шевелилась. Его враг колоссальный. Хотя он уже проходил битву за битвой, на этот раз его противник намного сильнее. Так что, чтобы бороться с ним, он тоже должен стать нечто большим. Один за другим он мысленно перебирал процессы, чтобы добиться этого. Однако среди них не появилось ни одной вещи, которую он принимал как должное. Он мог только думать о многих ловушках, которые лежали на пути впереди. Даже это чувство напряжения в настоящее время уже стало приютно Орбе. Жаребий брошен, он больше не колебался между тем и этим, Орба никогда не чувствовал себя таким живым, как когда он достиг стадии, когда ему нечего делать дальше, кроме как действовать. Прошел день, пока они шли мимо места, недавно превращенного в поле битвы. Они вздремнули в казарме перевалочного пункта и сразу же снова ушли. В этом лагере, конечно, находились только мужчины, но всего недели ранее было исключение. Кто-то, кто тоже являлся иностранцем, но Орба этого не знал. Когда день умирал, они быстро ехали сквозь сумерки. «Эй, вон там!» сказал один из туристских солдат. Когда они посмотрели, казалось, что сбоку поднимается пламя, поскольку он находился в том же направлении, что и заходящее солнце, раньше они не замечали. Но теперь, когда горящие солнечные лучи потускнели, всадники могли видеть свет пламени. На вопрос, что там оказалось, что в этом направлении есть небольшая деревня, солдаты начали шевелиться. «Это не может ли быть нападение мифийских сил? Новостей о пересечении границы не было. Могли ли облётки подкрасться к пограничникам?» Каждый из них натянул поводи и остановил лошадей. Орба не стал исключением. «Нападение на деревню». Выражение его лица под капюшоном изменилось. В своём воображении он видел пламя, поднимающиеся из каждого дома, и людей, бегающих между ними, пытаясь убежать. Армейский отряд, одетый в чёрное с головы до пят, гнался за ними. Кричащие женщины и дети, раздавленные копытами лошадей. Молодые люди, чьи головы летели, когда те пытались сопротивляться. Один за другим мелькали образы, а затем исчезали. То время из его детства совпало с настоящим. «Что мы делаем?» Солдаты-тауриицы начали дискуссию перед Орбой. «Если это действительно мифийские войска, подобраться к границе будет невозможно. Вернёмся в лагерь. Мы можем известить Таурию с помощью дирижаблей. Прежде всего я пойду проверить ситуацию, а остальные остаются здесь в режиме ожидания и...» В результате группа была разделена на три части. Двое пойдут в деревню в качестве разведчиков, ещё двое вернутся в лагерь, остальные трое, включая Орбу, останутся там, где они находились в режиме ожидания, но... «Нет». Покачал головой Орба. «Мы подойдём как можно ближе к границе». «Что?» Солдаты-таурии оказались ошеломлены. Орба уже гнал лошадей вперёд. При виде его высокомерного поведения самый молодой солдат в группе заречал. «Вы просто собираетесь прыгнуть в объятие врага. Мефиус уже переправился через Юнос вброд. Нет времени». «Времени для чего?» «Нам ничего не сказали. Даже если для тебя это не имеет значения, это одна из наших деревень вон там, это...» «Если не согласен, делай что хочешь. Я иду вперёд». Просил в его сторону Орба и хлестнул свою лошадь. Оставляя солдат позади, он уверенно шёл вперёд. Под колышущимся капюшоном его глаза резко блеснули, он тоже не хотел покидать деревню, он тоже был обеспокоен тем, что Мефиус мог занять границу, но это звучало ещё более вязкой причиной, чтобы поспешить вперёд. С другой стороны, лидер таурийских солдат, которых он оставил, принял решение. «Во любом случае, нам надо проверить ситуацию на границе». Отдав каждой группе свои соответствующие приказы, одна направлялась в деревню, а другая возвращалась в лагерь, он затем с тем самым молодым солдатом погнался за Орбой. Эх. Молодой солдат неохотно заставил лошадь пошевелить ногами. Орба не собирался оглядываться, в его ушах раздался выстрел, он прозвучал не с какого-то далёкого направления, то есть не из деревни, звучало совсем рядом. Он выхватил меч из-за пояса. Несколько фигур внезапно выпрыгнули с обочной дороги. Выстрел. При этом Кирилл отпрыгнул назад. «Не двигайся!» Его дымящаяся дула пистолета крепко прижалась к Кириллу, к нему подошёл Рене Джейс. Они столкнулись друг с другом и с принцессой Лейлой между ними. «Забудь об этом!» Говоря это, Кирилл снова широким движением взмахнул рукой, от него в воздухе пронеслась чёрная тень. Рене инстинктивно отступил, и он пролетел над его головой. Увидев, что он проходит мимо, Рене хотел уже сердито спустить курок, когда... «Отка!» Велина вскрикнула в то же мгновение. Он как раз вовремя понял, что делает оружие, которое вот-вот должно было положить конец его жизни. Его воинские инстинкты ожили от резкости этого голоса. Изначально он являлся человеком, обладавшим достаточными навыками, чтобы его выбрали в качестве одного из императорских гвардейцев. Когда Рене нагнулся, Кирилл бросился бежать. Рене поправил прицел, но было уже поздно. От удара длинных ног Кирилла оружие полетело. Затем, используя дачу своего действия, чтобы кружиться как крабат, он поймал бумеранг в воздухе. Он приземлился позади Рене. Почти в тот же момент, когда бывший имперский гвардеец высвободил блеск калинка на его талии, Кирилл взмахнул кинжалом, который держал в одной руке. Тем же движением, прицелившись в спину Рене, в почти художественный момент мечи столкнулись. Полетели искры, оба повернулись друг к другу, их лица стали близки. Они приложили все силы, чтобы нарушить это равновесие. Рене имел преимущество и в оружии, и в телосложении. Постепенно он сокружил Кирилла грубой силой. Внезапно Рене бросился вперед. Кирилл немедленно ослабил свои силы, присел, повернулся на правой ноге, когда Рене начал спотыкаться, и в итоге споткнулся с землю. «Отец!» Голос дочери звенел в ушах, Рене быстро перевернулся, когда за ним пронеслось лезвие. Дважды, трижды он едва увернулся от него, но движения Кирилла оставались безжалостно точными. И на третий раз лезвие загнало его в угол, из которого он уже не мог избежать удара. «Подождите!» «Виолина!» Никто этого не осознавал, но она подняла пистолет, выбитый из рук Рене, и стояла рядом с ними. Кирилл ни секунды не дрогнул. Его мяч опустился на шею Рене. Он вскрикнул, как птица дурного предзнаменования и попетелся назад. Из-под земли поднялось облако пыли, кончик его ног был почти порван. Произведя выстрел, Виолина сократила расстояние между ними и снова приготовилась. Глаза Кирилла наполнились удивленным восхищением. «Ты действительно это сделала, принцесса!» «Ты назвал меня принцессой!» «Судя по твоему поведению, ты знаешь, кто я!» «Конечно!» «Третья принцесса Гарберы, Виолина Ауэр!» «Позавышенное существование, подобного которому нет второго в этом мире». Когда он официально объявил её имя, Руны и Лойла ахнули. Однако Виолина не уделяла им внимания, её сердце колотилось, вонь пороха наполнила её нос до слёз. Выполняя наставления деда и чтобы защитить себя, Виолина продолжила практиковаться в стрельбе, но, конечно же, это стал первый раз, когда она стрелила в человека. Хм. Тем не менее, она подняла свой тонкий подбородок, и её манеры оставались высокомерными до последнего. «Если у тебя есть дела со мной, то это не имеет ничего общего с сельскими жителями. Почему ты сделал что-то подобное? Ради достижения своей цели я не мог позволить себе выбирать средства». Выражение лица Кирилла на мгновение стало печальным. «Но это ложь. Я сделал это, потому что это весело». «Весело?» «Из-за всех тех усилий, чтобы зайти так далеко, я не мог допустить, чтобы стало скучно, если бы единственной добычей остались мелкие таурийские солдаты. Если битва не будет водоворотом криков и крови, эфир, который люди выпускают перед смертью, не будет очищен». В глазах Веллина вспыхнул раскалённый гнев. Краем глаза она увидела падающий труп мужчины, которому живот пронзил мифиец. В то время, как юноша, которому отрезали руку и который даже сейчас терял сознание от агонии, несомненно был тем человеком по имени Ленну, с которой подарил цветы Лейли. «Негодяй!» Голос Веллины звучал так, как будто он мог убить его. «Не двигайся. Пока ты ценишь свою жизнь, брось оружие и сдайся вместе со своими товарищами. Поскольку я не ценю её, я буду сопротивляться тебе». Кирилл лукаво улыбнулся и быстрым движением швырнул бумеранг. Поражённая Веллина перевела взгляд влево и вправо, и в это мгновение Кирилл пустился в бег. Двигаясь так быстро, как будто он летел, он сократил расстояние в мгновение ока. Когда принцесса осознала это, она подняла перед собой пистолет, но было уже слишком поздно. Кирилл ударил её кулаком по животу. Веллина без слов упала на колени, на секунду ей показалось, что из её тела выпустили весь кислород. Кирилл легко выхватил пистолет из её трясущихся рук. «Вы должны обратить пристальное внимание. Не будет второй столь благодатной жертвы, как вы. Чтобы повысить качество, я хочу, чтобы вы ещё больше ненавидели и отчаивались». Кирилл облизнул губы. Как раз в этот момент таурийский солдат поднял свой мяч позади Кирилла и прицелился в него, но оружие, которое Кирилл бросил взорвав ветер и поразило солдата, который стоял всего в нескольких шагах от него в заднюю часть его шеи. Не обращая внимания на кровь, вхлынувшую, как бушующий водопад, Кирилл плавно вытащил его, как брошенная кукла солдат упал на землю. Кровь жертвы размазалась по нему как косметика, Кирилл ещё раз перевел взгляд на отца и ребёнка Джейса. «Держись подальше!» крикнула Роне, но не Кириллу. Его жене, которая с бледным лицом собиралась броситься к ним, сам он стоял перед Кириллом с мечом в руке. Велина едва могла держать их двоих в поле зрения, стало тяжело дышать, чёрные тени свисали с её век, и если сознание ещё немного упадёт, две фигуры окутают волна тьмы. Когда голос прошептал ей, что так будет удобней, она стиснула зубы и отвергла его. «Чёрт побери!» Обиженные проклятия, которые иногда произносили солдаты Гарберы, отозвались эхом в сердце Велины. Хотя она изо всех сил старалась оставаться в сознании, она не могла свободно пошевелить даже пальцем. Не подозревая, что из её рта текут слюни и что её глаза наполняются слезами, третья принцесса Гарбера проклинала своё бессилие, поскольку она не могла даже пошевелиться. Всегда, всегда. В такие моменты она осознавала, каким незначительным существом она является, хорошо только для того, чтобы быть сбитым с толку, не имея возможности что-либо сделать. По мере того, как расстояние между ними сужалось, казалось, усиливалось чувство угнетения, исходящего от огня, и Руны был готов взмахнуть мечом, но не потому, что он ухватился за брешь, а потому, что он больше не мог выдерживать напряжение. Другими словами, Кирилл заставил его двигаться. Даже Велина, любительница, могла это увидеть, и как она и представляла, Руны двигался по прямой линии, от которой Кирилл легко уклонился, прежде чем уткнуться правой рукой в живот Руны. Кенжал глубоко вонзился ему в живот, Руны хмыкнул, когда начал падать назад, Кирилл прижался его к себе, чтобы этого не произошло, раздавались крики жены и ребенка Руны. Прекрати! Голос, который только что сорвался с губ Велины, пронзил уши Кирилла острее, чем любой другой. Он обернулся с несколько удивленным выражением лица. За это время тело Руны рухнуло. Бог мой, у тебя еще хватает смелости говорить. Хотя глаза Кирилла снова наполнились восхищением, последовали странные слова. Такая трата. Такое качественное существование следует сохранить для молочного эфира или стать полезным лорду Гарди. Это действительно бесполезная трата, но это приказ, так что тут ничего не поделаешь. Что ты такое? Что ж, не забудь пролить кровавые слезы, когда будешь смотреть в отчаяние. Кирилл повернулся к Велине спиной. Его полное безразличие разожгло ее гнев. Однако черная завеса уже более чем наполовину закрыла ее сознание, все ее тело онемело, и через несколько секунд она больше не сможет говорить и потеряет сознание. Неужели женщина бессильна? Вдали от защиты солдата народа, разве королевская семья ничтожна? Она вспомнила ту ночь, бродя по горной тропе, боясь темноты, семья Джейса спасла ее от этого. Она узнала, что даже при том, что она из королевской семьи, если она сделала хотя бы один шаг за пределы их территории, нет, из области, которую она сама знала, она вновь опустится до того бессилия. Хотя свет от костров должен был освещать ее окрасности, в какой-то момент небо, простирающееся над ее головой, стало невероятно темным. В том чернильно-черном небе, на которое она смотрела, не виднелось ни малейшего проблеска надежды. Когда к ней вернулся страх того времени, она потеряла силу цепляться за настоящее. Я, она, королевская семья, даже когда ее душу собиралась поглотить ночь, Виолина спрашивала себя до самого последнего момента. Королевская семья, да, это свет. В сознании Вилины внезапно примлекнула сцена в крепости за им, когда она столкнулась с храбрым молодым генералом Риконом, сама Вилина сказала, что этот человек, который безмерно горевал по своей стране, довел ее до насилия. Королевская семья не является краеугольным камнем страны. Чувство гордости за вассалов и людей одинаково. Вы можете найти такой же свет в этой нации. Из-за этого она хотела стать сильней, она хотела стать краеугольным камнем королевской семьи. У людей и у вассалов разные концепции счастья, но они могли разделить надежду, близкое будущее они могли представить. Это произошло сразу после того, как битва при заиме закончилась, поскольку она все еще могла слушать стоны раненых, плач горберских солдат, а также прерывистое дыхание фехтовальщика орба в маске убившего Рикона, Вилина Уэр подумала, что она хочет стать светом, подобным этим руководящим принципам. Правильно. Хотя она сама маленькая и бессильная, Вилина напрягла последние силы, она выпустила последний воздух из легких и, не заботясь о том, что из-за этого она может потереть сознание или даже потереть жизнь, открыла рот. «Кто-нибудь!» воскликнула она. «Есть ли кто-нибудь? Есть ли кто-нибудь, кто победит этих негодяев и защитит благородную кровь королевской семьи Горберы? Быстрей! Быстрей!» Единственным ответом стал громкий смех Кирилла. «Великолепно! Если такие королевские особи как вы отдадут приказ, сбегут ли ваши верные подданные даже со всех концов земли? У меня действительно прекрасное настроение!» Велина продолжила, не обращая на него никакого внимания. «Есть ли кто-нибудь, нет ли героя, который ответил бы на голос Велины Ауэр? Если здесь есть кто-то, кто-то, кого я не знаю или не вижу, даже кто-то, кто сейчас сражается против нас, кто готов быстро поднять свой меч, я, принцесса Велина, буду восхвалять тебя как героя!» Её зрение было уже практически закрыто, рот Велины закрылся, её сознание почти исчезло. Кирилл подошёл к кричащей и плачущей Лейли. Жена Раны бросилась защищать её, но он оттолкнул её простым позже. Но он оттолкнул её простым позже. Он поднял мокрый красный клинок. «Кто-нибудь!» Хриплым голосом Велина кричала до конца, закрыв глаза. Кирилл продолжал громко смеяться, для него церемония приближалась к своему пику, и он мог чувствовать высококонцентрированный эфир на своей коже. Он собирался нанести удар своим клинком изо всех сил, раздалось громкое ржание, в сторону Велины подул чёрный ветер. Это неслись на Кирилла, когда он собирался врезаться в него, в глазах Велины отразилась фигура человека на лошади. Ошеломлённый, Кирилл отпрыгнул в сторону и едва избежал атаки всадника. «Облюдок!» закричал он, поскольку его противник не был ни таурийским солдатом, ни очевидно мифийским. На нём была железная маска. Часть вторая Этого не может быть. Думал он, но сомнений не оставалось. Несомненно, это принцесса Гарбары, Велина Оэр, которая лежала, словно рухнув, отбрасывая тёмную тень на землю, освещенную огнём. Изначально Орба собирался проехать мимо деревни без остановки, даже если мифийские солдаты вышли из-под контроля, он решил, что его первоочередной задачей остаётся поспешить капти и остановить наступление врага. Но когда он собирался покинуть деревню, он столкнулся с бегущими из неё зордианцами. Это были подчинённые Кирилла, которые первыми открыли огонь по поисковому отряду, пытаясь разделить противника. Сразу за ними их преследовали солдаты Таурии. Те, кого назначили сопровождать Орбу, узнали в них товарищей и помогли прогнать зордианцев. «В чём дело?» спросили конвоиры. «Мы нашли принцессу Гарбера!» ответили солдаты поискового отряда. Орба всё ещё сомневался в собственных ушах, но они быстро объяснили ситуацию. Он понял, что враг обманом заставил их разделиться. Он не помнил, что произошло после этого. К тому времени, когда он это заметил, он уже низко лежал на шее своей лошади, когда она мчалась. Поскольку это мешало бежать, он сбросил плач с капюшоном. Каждый раз, когда копыты лошади просверливали дыры в поверхности земли, посылая земли и песок, он приближался к деревенскому шуму и жару огня. И вместе с этим чувства, которые трудно описать, мрачно бушевали в груди Орбы. И вот, вели на лежащие в обмороке. Это отношения, которые он когда-то разорвал. С того момента, как он бросил своего смертельного врага Убери в огонь, Орба решил отказаться от своего фальшивого лица, но не только его лицо. Среди множества вещей, которую он отбросил, была также принцесса из Гарберы. Теперь они снова встретились в другой маленькой деревне, где летели искры. Сердце Орбы сильно билось. Кирилл, в свою очередь, уже восстановил свою стойку после внезапной атаки. Видя, что внимание врага на мгновение отвлечено от него, он бросил бумеранг. Придя в себя, Орба инстинктивно попытался его избежать, однако тот взлетел намного выше радиуса действия у меча. Орба погнал лошадь вперед, не обращая на него внимания. На лице Кирилла появилась улыбка. Словно ведомый врагом он развернулся и бросился к Орбе в спину. Враг приближался, и тень смерти гналась за ним. Волосы на затылке Орба встали дыбом. Знак. Когда он был гладиатором, Орба часто чувствовал этот знак смерти, и он научился доверять этому инстинкту. Он снял ногу со стремени и тут же прыгнул, и посмотрел над ним. Гудя вращаясь, оружие пронеслось под его ногами и ударило лошадь в шею. Оно прорезало половину плоти. С жалобным ржанием лошадь потеряла равновесие и бросилась вперёд. Орба приземлился на землю и с мечом в правой руке двинулся, чтобы атаковать Кирилла ещё раз. Кирилл совершенно не ожидал, что он отпрыгнет, но как будто он тоже стал побуждён инстинктом, уклонился с дороги. Он сделал комбинацию колёс и кульбитов, и дважды, трижды меч Орба рассёк воздух. Его акробатический стиль боя отличался от любого другого врага, с которым когда-либо сталкивался Орба. Уклоняясь четвёртый раз, в целом, Орба проворно отступил, но на этот раз атаки Кирилла не прекратились. Прыгая на земле влево и вправо, он обрушивал сильные удары. Орбе стало трудно читать его ритм. Как раз в тот момент, когда он подумывал атаковать сбоку, чтобы использовать свой длинный меч для досягаемости, Кирилл крепко прижал локти к флангу и нанёс короткий удар, как стрела. Более того, его спина была согнута, как посреди колеса телеги. Кирилл легко наносил удар и находясь в самых невероятных положениях. Дико. Сверху, снизу, слева, справа его движения оказались бессмысленными для фехтовальщика. Орба также не мог воспользоваться возможностью для контратаки и мог только увернуться от падающего меча. Острое кинжало только что вошло и рассекло вертикальную дыру в тунике Орбы. Ощущая победу, глаза Кирилла заблестели, он сделал движение правой рукой и с особой силой бросился с земли. Он атаковал в прыжке, но Орба едва смог уклониться. Кирилл издал немного беспокойный звук. Ублюдок к этому привык. Такое чувство отразилось на его лице. Пристально уклоняясь от его ударов, тело Орбы запомнило боевой стиль противника или другими словами его уникальный ритм. В доказательство этого он постепенно смог отбросить меч Кирилла. Прямо над головой Кирилла пронеслась стальная масса. Дерьмо! Он уклонился от следующей атаки, сделав сальто назад и вытащил еще один бумеранг из-за пояса. Увидев это, Орба попытался сократить расстояние между ними, но Кирилл вырвался и расширил его. Он высоко поднял оружие. «Я не буду целиться в тебя!» Широко улыбнулся он. Беззаботный Орба собирался бросить на него с мечом в руке, но... «Я отрублю этой женщине голову!» Кирилл бросил бумеранг. Осознав значение этих слов, Орба внезапно остановился. Затем он одновременно развернулся и мчался в противоположном от Кирилла направлении. На этот раз за Орба погнался Кирилл. Свернувшаяся фигура Веллина отражалась в дрожащем поле зрения Орбы. Подняв глаза вверх, бумеранг собрал кинетическую энергию, нестя к ней с ужасающей силой. «Он не успеет!» Столь же потрясающие шаги Кирилла преследовали его по пятам. Почти в то же самое время, когда Веллине перережет шею, Орба также получит удар сзади. Интуитивно догадавшись, Орба тут же вытащил меч за плеча. Он швырнул его изо всех сил. Ему потребовалось одно мгновение, чтобы измерить на глаз то, что он делал, и меньше, чем мгновение, чтобы принять решение. Длинный меч пронзил ночный воздух. По обе стороны полетели искры. Звук стали раздался прежде, чем он пронзил землю. Бумеранг слегка отклонился от головы Веллины и упал почти в противоположном направлении от её тела. «Так ты это сделал!» Орба услышал этот шёпот у себя над ухом. Их разделило расстояние одного удара мечом. Когда он повернулся, наконечник оказался прямо перед нём. Когда Орба развернулся, он заставил свои сильные ноги подавить импульс, которым он бежал. Кирилл продолжал стремительно мчаться, и меч, которым он размахивал, повернулся на его глазах. Кирилл, однако, также хорошо переносил вес собственного тела. Точнее, с самого начала казалось, что у него отсутствует такое понятие, как вес, и он сразу же вернулся, чтобы оказаться впереди Орбы. В руке Орбы уже не было длинного меча. Блеск кинжала приблизился. Орба согнул верхнюю часть своего тела. Когда он стал так близко к Кириллу, что оказался слишком близко, он протянул руку к талии. Затем выточил свой короткий меч и тем же движением вонзил его Кириллу в живот. На этот раз, после того, как сталь вошла в его живот, короткий меч Орбы с гудением пробежал по воздуху, нацелившись на покачивающегося врага, упавшего на колени. Когда сталь собиралась разрезать его шею, на губах Кирилла появилась слабая улыбка. Возможно, он чувствовал, что даже его собственная смерть стала жертвой, посвященной богам-драконам. Орба ничего не знала об обстоятельствах своего врага. В этот момент подбежали солдаты сопровождения, которые Орба оставил с опозданием. Казалось, они прорвались сквозь запутанную битву между солдатами Мефиуса и Таурии. Мефийские солдаты, втянутые в бой, с самого начала не имели желания сражаться. Увидев, что число противоположной стороны увеличивается, они немедленно приготовились бежать и бежали из деревни. «А, дорогой, открой свои глаза! Пожалуйста, пожалуйста, открой глаза! Открой свои!» Теперь, когда бои утихли, мужчины и женщины повсюду цеплились за упавшие трупы. Орбе хорошо знакомы эти слезы и эти крики. Он не собирался вмешиваться, но среди убитых был один человек, который мог еще дышать. Он наполовину силы оттолкнул жену и ребенка, которые обнимали его, чтобы взглянуть на его состояние. У него сильно текла кровь из живота, поэтому Орба сбросил тунику, которую разорвал Кирилл и намотал на него вместо бинтов. Обнаженный до пояса, он немедленно позвал таурийских солдат. «Отправь посыльного на ближайшую релейную базу! Поистине отправят врачей и лекарства на дирижабле!» Он отдавал приказы, как будто это совершенно естественно. Не имея причин идти против него, солдаты поспешно вскочили на лошадь, как им было сказано. «Не трогай его! Верь в него и жди помощи!» Сказал Орба женщине, которая, казалось, была дочерью. Женщина молча кивнула, а затем, услышав голос, похожий на плач, Орба обернулся. Там стоял одинокий мужчина, его тело целиком обмотано бинтами, но это было слишком быстро, чтобы залечить раны, полученные во время этого нападения. У него виднелись сильные ожоги на лице, на голове почти не осталось волос, а один глаз заблокирован, поэтому трудно представить, каким было его настоящее лицо. Мужчина указал на Орбу дрожащим пальцем. «Клеймо! Выжженное клеймо!» Орба обнажился по пояс, и на его спине наверняка виднелось выгравированное клеймо раба. Когда мужчина показал на него, ужасно обожженные губы открылись и закрылись. «Ты тоже вызывал это пламя!» «Вжох! Вжох! Вжох!» «Оно горит! Горит всё! Все, кто увидит это клеймо, будут брошены в огонь!» Казалось, он потерял рассудок, шагая неустойчиво, он выкрикивал эти загадочные слова, пока наконец не упал на землю. Женщина, которая оказалась дочерью человека, которого лечил Орба, поспешно бросилась к перевязанному мужчине. «Клеймо!» Орба отвёл глаза от мужчины, и его ноги начали двигаться, как будто он принял решение. Толпа мужчин в настоящее время занималась тушением пожаров, и когда они сердито кричали, снося здание, набирая воду, шум не стихал. Несколько таурийских солдат собрались в углу деревни, все они сидели в кругу и взывали к упавшей фигуре. Эта фигура, Велина Оуэр, выглядела вялой. Орба пробился сквозь солдат и наклонился рядом с принцессой. Он заложил руки за шею и спину Велины и приподнял её верхнюю часть тела. Как будто её только что вытащили из воды, пот покрыл затылок её белой тонкой шеи, а длинные волосы прилипли к ней, как водоросли. При виде её безжизненного лица, сердце Орбы бешено забилось. С момента своего рождения Орба ни разу никому не молился, поэтому в то время он не знал, как облегчить чувство страха в своём сердце. Бездумно он собирался потрясти её изо всех сил и громко выкрикнуть её имя, но прежде чем он смог это сделать, тело Велина содрогнулось в его руках, как будто у неё был сильный приступ кашля. Когда Орба в панике снова подпирала её спину, она сделала долгий глубокий вдох, который, казалось, врывался из самого дна её легких. Как только он задумался, будут ли веки принцессы непрерывно дрожать, они начали приоткрываться. Её влажные зрачки точно отражали лицо Орбы, словно занавес приподнялся. Не осознавая этого, Орба издал горловой звук. Пересохшие губы Велины приоткрылись, затем она что-то прошептала, как будто снова потеряла все свои силы, и голова упала на грудь. Быстро приблизив своё лицо к её, он понял, что она дышит. Судя по всему, она потеряла сознание. С ещё одним судорожным вздохом Орба отнёс её к месту, где собирались отдыхать раненые. Глядя на спящую девушку, которая оказалась потерянной во сне, он почему-то медленно поднял руку и погладил собственное лицо. Он ощутил прикосновение железа. Без сомнения, ведь он всё время носил железную маску. Но даже так, когда Велина открыла глаза и посмотрела на Орбу, она на мгновение выглядела пустой, но затем сказала, «Так в конце концов это правда. Ты лжец». Затем с улыбкой тут же снова заснула. «Гил Мефиос лжец». Он сказал ей это сам в последний раз, когда он провёл с ней в апте. Он произнёс эту фразу, потому что чувствовал себя виноватым по отношению к ней, которая начинала ему доверять и которую он собирался предать. Но до самого последнего момента это был Гил Мефиос. Это не то же самое, как бывший гладиатор в маске Орба. Из своего туманного сознания принцесса что-то увидела, когда она посмотрела на его маску. Нет, за его маской. Некоторое время Орба стоял неподвижно, но вскоре вспомнил, что у него осталось очень мало времени. «Что нам делать с принцессой?» Направляясь к солдатам, которые вместе консультировались, он сказал, «Принцесса останется здесь». Испуганные солдаты повернулись к нему. Она целая скоро проснётся, в то же время я хочу, чтобы ты передал ей сообщение. «Что?» Скажи ей, что за ней немедленно приедет приветственная группа из апты. «Ты что говоришь?» «Ты ж не забыл, что тебе сказал старый мастер Раван?» Солдаты несколько раз приглянулись. Их долг был одним, но понять этого человека казалось абсолютно невозможно. Он бросился спасать деревню, которую, как они думали, он проигнорирует. Там нашли принцессу Гарбары, которую искала Таурия. И теперь он говорит, что из апты будет прислан приветственный отряд. Однако по каждому его действию они могли почувствовать, что он является кем-то, кто отделён от обычных людей, как и положено герою, убившему Гарду. «Мастер Раван, кажется, доверил тебе кое-что, касающееся Мефиоса. Извините, но... Я понимаю, ты, наверное, не можешь об этом говорить. Хм, в таком случае ты поедешь со мной. Так мы оставим принцессу вот так? Пожалуйста». Это казался человеком, который выглядел высокомерным, но в то же время принимал подходящую манеру, когда люди примерялись. Он немного похож на его гораздо более молодого кузена, подумал человек, которого назначили руководителем эскорта Орбы. Между прочим, этому двоюродному брату исполнилось 14 лет. Хотя они уже находились возле границы, и больше не нужно было беспокоиться о том, что маска будет видна, Орба по какой-то причине сознательно пошёл искать плащ с капюшоном, который он выбросил, и ещё раз завернулся в него. Взяв лошадь у одного из членов поисковой группы, они снова двинулись в путь. За их спинами поднимался чёрный дым из деревни, и они торопились дальше и дальше. После того, как они прибыли на границу во время этой поездки, Орба и его сопровождающие присоединились к другой группе, которая также недавно покинула Таурию. В клетке находились несколько человек, которых тянули драконы, когда Орбы и остальные были замечены подходящими к ним, колетка распахнулась. Под наблюдением солдат мужчин выстрелив в шарянгу, никто из них не являлся зордианцем, и ни одной из их лиц не было известно Орбе. Среди них стоял один мужчина, лицо которого скрывал плащ с капюшоном. В точности, как у Орбы. Солдаты также казались ужасно внимательными к этому человеку, и они приказывали ему самовольно. Орба взглянул на эту фигуру, и под его маской появилась улыбка. Как и ожидалось от Равана, он думает обо всём. Но улыбка сразу же исчезла с его лица, когда они начали следовать курсом через Юнос. Он не знал, кто напал на деревню, однако не похоже, что они прибудут до того, как войска Мефиуса пересекут границу. Маска Орбы начала отражать бледный свет рассвета. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И вот, наконец, начался рассвет. По сравнению с окраинами салона, ночи в апте ощущались на удивление прохладными. Лишь тёмные тени ночи отступали, оставляя позади прохладный воздух, в то утро ветер был особенно ясным. «Хорошо, если бы это произошло завтра», подумал Роук Саян, вдыхая ром от бодрящего ветра. Как это обычно бывает в авиации, большинство людей Роуга были молоды. Они пробыли в апте недолго, но он слышал, что среди них имелось много людей, которые сразу же начали заигрывать со слугами в форте и городскими девушками, и которые полностью наслаждались временем, прежде чем отправиться на поле битвы. Это утро выглядело прекрасным днём для прогулки. Роук думал, что если бы казнь состоялась на следующий день, они могли бы неспешно провести этот особенный период со своими возлюбленными. Но время приближалось, он не собирался больше менять своё решение. Примерно в то же время, когда хребет бельганских вершин начал сиять белым на западе, бывших имперских гвардейцев стали выводить на открытое пространство. Когда их фигуры оказались видны, люди, собравшиеся вокруг тренировочной площадки, разразились насмёшками и гневными криками. «Как вы посмели предать лорда Гила? Неблагодарные! Мы будем ссать на ваши трупы!» Гил являлся правителем апты. Это длилось очень недолго, но поскольку он совершил много героических действий тогда, его популярность среди горожан оставалась высокой. По сравнению с людьми в столице, в салоне, их горе было намного сильней. Однако среди них имелись и те, кто молчал, наблюдая, как бывших императорских гвардейцев привязывали к крестообразным кольям. Поскольку популярность принца оставалась высока, все сплетни, связанные с Гилом, подробно обсуждались в апте. История о том, что его императорская гвардия состояла в основном из бывших рабов-мечников, которые стали руками и ногами принца, а иногда и его глазами и ушами, легко вызывала у людей сочувствие и широко обсуждалась ее поддержку. Таким образом, часть населения, которая не доверяла рассказу о том, что гвардия спланировала убийство принца, и которая, отчасти потому, что находилась далеко от салона, открыто сплетничала о том, что все это определенно придумали для того, чтобы император мог совершить убийство и начать войну с Западом. И вот так получилось, что на глазах у толпы людей мужчин одного за другим привязывали к кольям, на которых их должны будут распять. Если они пытались хоть немного сопротивляться, их били мечами и посохами. Дерьмо! Мы ничего не сделали! Отпустите! Помимо того, что изначально они не являлись военнослужащими регулярной армии, они были обвинены в преступлении, которого они не совершали. Нельзя сказать, что они решительно шли навстречу смерти, были даже такие, которые боролись так яростно, что требовалось несколько охранников, чтобы их усмирить. До такой степени, что казалось, что их могут убить перед казнью. При этом ни пошир, ни говен не потеряли самообладание, в случае с Паширом он думал, что «Значит, Мефиус все-таки убьет меня!» Когда он впервые решил хотя бы нанести ответный удар Мефиусу и сразиться, в то время он уже отказался от жизни. Поскольку в него ворвалось странное существо, которым стал гил Мефиус, конец этой жизни оказался продлен, вот и все, что нужно было сделать. Со своей стороны, Говен являлся командующим бывшей имперской гвардии. При нормальных обстоятельствах он имел возможность сдать показания непосредственно императору, если ему будет предъявлено обвинение в преступлении. Но, конечно, император Голу Мефиус не хотел знать реальную ситуацию, или скорее он смотрел на тех, кто знал подробности преступления, как на неприятность. Наоборот, догадывался об этом и поставил имя Говена на первое место в списке тех, кто должен быть казнен. Сам Говен оставался таким же спокойным, как и Пашир. Он также нашел некоторое спасение в том, что его приемная дочь Хоуран на данный момент избежала казни, хотя судьба, которая ее ждала, вряд ли удалась. Она все равно умница, намного хитрее, чем те люди, которые смотрят на нее с высока. Он чувствовал, что поскольку это Хоуран, через несколько дней она будет гнать драконов за горизонт с равнодушным выражением лица и поэтому не беспокоился о ней. Говен широко улыбнулся, когда его привязывали к столбу распятия. Первоначально он не чувствовал большого несчастья за своей жизненоззирателя над рабами, но в то же время он не помнил, чтобы от нее получал какое-то удовольствие. Он отправлял рабов на смерть и ожидал, что однажды они просто умрут без вязности. Затем он пошел работать на Орбу, который стал дублером наследного принца и стал жить со своей приемной дочерью. Те дни для него похожи на сон, так что ему больше не было о чем сожалеть в этом мире. Вот только этот парень, где он и что делает? Фигура Орба внезапно пришла ему в голову. И вот так пятьдесят человек наконец привязали к кольям. Через мгновение шум полностью прекратился, качество воздуха изменилось, словно чтобы заткнуть зияющую щель, открывшуюся в шуме, на открытом пространстве появился ряд солдат с ружьями. Командовал имя адъютант Гаррет, если вернуться к истокам, это именно он предложил казнить имперскую гвардию. Когда вокруг стало тихо, а их стальные каски залило тусклым светом утреннего солнца, солдаты заняли свои позиции. Постоянно наблюдая за происходящим, Роу к Саяну вздохнул. В заключение, когда Гаррет уже поднимет руку, чтобы отдать команду огонь, люди Роуга бросятся его остановить. Тогда Роуг сам вытащит меч из-за пояса и бросит вызов на Барлу, он будет использовать его как щит, чтобы захватить его солдат и освободить имперскую гвардию, после этого он будет ждать приговора от Салона. И, как он и заявил о Дайну, до того момента, как его судьба постигнет его, он не позволит ни одному солдату перейти на запад. Его чувства прояснились, последние три дня он почти не ел и не спал, в любом случае его разбудили бы кошмары, лишь только бы он лег. Семья Роуга находилась в Салоне, даже если он старался не думать об этом, ему приходили в голову наихудшие возможные сценарии обращения с ними разъяренного императора. Он видел сцены, в которых его молодая жена и маленький сын превращались в безмолвные трупы. «Простите меня», молился он, закрыв глаза. Когда он открыл их еще раз, солдаты выстроились в очередь, у всех имелись на готове ружья. Затем, когда Роу глубоко вздохнул, внезапно появился другой человек. «Ты!» Адайн Лорга. Он искоса взглянул на Роуга и сказал, «Я пойду с тобой. Мои люди поджидают меня возле Апты, даже если подчиненные на Барло пошлют гонцов, они смогут выиграть нам время. Адайн, генерал, я нелегко выбираю смерть, но я уже принял решение, давайте вести войну с императором Мефиосом, мы вдвоем, здесь и Апты, отсюда мы будем звать наших соотечественников и собирать товарищей. Мы не можем, кто выиграет от этого, если мы восстанем сейчас? Если я поставлю свою жизнь на... Для этого уже поздно, генерал Саян, я никому не раб, я думаю за себя и решаю сам». Взгляды Роуга и Адайна встретились, тем временем Гаррет встал перед преступниками и вслух зачитал обвинения. Закончив, он отступил к солдатам. «Наконец-то пришло время. Люди затаили дыхание при виде этого знака. Солнце поднялось над горным хребтом и копья отбрасывали длинные черные тени, которые черным цветом разделили формы людей. Рука Гаррета поднялась. На плечи возложили столько оружия, сколько преступников. В тот момент, когда у Гаррета открылся рот и он, казалось, собирался приказать огонь, вдруг прибежала фигура. «Генерал! Генерал!» Удивлены оказались не только Гаррета и Набарл, но и Роук, который собирался подать сигнал своим людям. Что-то вроде горящей надежды вспыхнуло в груди старого генерала, однако... «Таурийские солдаты!» Стражник, наблюдавший за границей, которой служила река Юнос, преклонил колени перед Набарлом. «Таурийские солдаты замечены на другом берегу реки Юнос!» Когда Роук и другие, в том числе Набарл, бросились к вершине утёса, который выходил на запад, они увидели, что солдаты Таурии действительно выстроились бок о бок на противоположном берегу. Однако, похоже, они не разбили лагерь. Их внимание привлек один-единственный дирижабль, он развивал пополам чёрно-белый флаг. Это обозначало посыльного. Кажется, они не спрятали никакого оружия. Набарл позаимствовал бинокль у пограничников и всматривался вдаль, и, он дал разрешение на посадку. Все выглядели напряжёнными, когда дирижабль садился. И когда этот человек, посыльный из Таурии, вышел, он сказал Набарл нечто странное. «Солдаты, захваченные Таурии, в последний раз будут возвращены в вашу страну на лодке». Роук не мог понять происходящее, почему именно сейчас. Однако Набарл остался доволен. «Враг нас боится! Они определённо делают это в надежде сбежать полномасштабной войны!» Тем не менее, у них не имелось причин отказываться, как только Набарл дал своё разрешение, на противоположном берегу тут же спустили несколько небольших лодок. На каждом из них посадили по несколько человек. Естественно, Набарл подозревал, что это могла быть какая-то ловушка, поэтому отдал приказ пограничникам запускать свои дирижабли с подготовленными и готовыми орудиями. В конце концов, враг мог попытаться отвлечь их внимание, пока они атаковали в другом месте. Первая из лодок пришвартовалась на берегу, стало слышно, как один из солдат, вышедших навстречу, возвысил голос от восторга. Казалось, что он их знал. Это означало, что они, несомненно, являются мифийскими военнопленными. К тому времени солнце полностью взошло, и река Аюна стала ярко-белой. Из-за яркого света с поверхности воды Роуг прищурился, чтобы увидеть. Когда он смотрел, как люди карабкаются на берег, затем поднимаются по тропе, врубленной в скале, глаза Роуга сузились по другой причине. Большинство пленников оказались почти голыми, но среди них имелся один человек в глубоком капюшоне, скрывавшем его лицо. Этот человек не подчинялся приказам солдат и смело шагал вперед. Набарл подумал, что это должно быть кто-то из его собственного подразделения. Несомненно, он хотел извиниться за унизительное заключение в плен. Набарл улыбнулся и собирался поприветствовать его, намереваясь щедро обнять его за плечи, когда... Что означают эти ставки? Что? Мужчина в капюшоне кивнул подбородком в сторону линии кольев, которая была видна даже с того места, где они находились. Я спрашиваю, что ты собираешься делать дальше? Этот ублюдок. Улыбка Набарла застыла, а глаза гневно вспыхнули. Во всяком случае, казалось, что он не один из его людей. Судя по его манерам, он не попал в плен. Это означало, что он должно быть посланник из Таурии. Набарл не знал, сопровождал ли он передачу военнопленных, намереваясь начать переговоры, но, по крайней мере, его манера говорить звучала высокомерно. Нет нужды в разговорах. Даже с возвращением заключенных преступления Таурии не исчезнет. Преступления? Посреди бледного утреннего солнца мужчина снова посмотрел вниз на линию кольев, которая казалась странно оторванной от реальности. Роук! Крикнул он старому генералу, стоявшему рядом с Набарлом, обращаясь к нему без всякого уважения. Что ты думаешь? Он перевел взгляд из-под капюшона. В этот момент выражение лица Роуга Саяна стало чрезвычайно напряженным. Что я думаю о чём? Неужели Таурия виновата в таком ужасном преступлении? Это... Солдаты возле Набарла с сомнением смотрели на взволнованное состояние Роуга. После этого, не дожидаясь ответа, мужчина обратился к генералу, стоявшему на противоположной стороне Набарла от Роуга. Адайн! Адайн Лорга, в свою очередь, стоял прямо, как будто его трясло электрическим током. Его глаза были широко открыты, как будто свернув за угол переулка, он внезапно увидел лицо человека, который должен был умереть. Я тебя тоже спрошу, о каком преступлении говорит генерал Набарл? Это... Голоса Дайна застрял в его горле. Он громко закашлялся, чтобы убрать это. Преступление Таурии это убийство наследного принца. Возможно, из-за того, что он так взволнован, его формулировка прозвучала необычно жесткой. Набарл насмешливо усмехнулся. Похоже, Таурийские дикари не знают учтивости. Вы уже закончили свое дело, так что поспеши, возвращаясь на свою землю. Хотя, как долго эта земля будет твоей, это... убийство наследного принца? Игнорируя Набарла, мужчина в капюшоне говорил без интонации, бросив взгляд на Набарла, лицо которого покраснело от гнева, он по очереди посмотрел на Роуга и Адайна. Тогда я спрошу тебя еще об одном. Ты веришь, что Таурия действительно убила наследного принца Гила? Я... Нет, мы... Начал отвечать Адайна, но затем остановился. Вместо него заговорил Роуг. Мы не были свидетелями реальной сцены. От начала и до конца именно его императорское величество расследовал ситуацию и пришел к выводу, что это так. Что мы могли сделать, как не повиноваться его словам? Здесь все одинаково. От генерала и до солдата. Примерно в это время собравшиеся на берегу солдаты затаили дыхание и начали наблюдать за происходящим. В самом деле... заговорил Адайна во второй раз. Однажды мне как-то сказал один человек, ты раб, живущий только почему-то приказу? Спросил он меня. Несмотря на то, что мне казалось, что он растекает мою грудь, национальные дела не так просты. В Мефиусе только императорская семья имеет право решать дела и управлять страной. Те, кого они видят, для нас весь мир, но только их планы имеют право переместить страну или другими словами переместить нас, простых людей. И этот мир и эта власть по сути являются будущим Мефиуса. Если мы насильственно осуществим будущее, отлично от того, которое решил его величество император, просто под предлогом, что мы не любим подчиняться тому или иному приказу, политика Мефиуса закончится неудачей. Власть будет разделена на две или три части, и даже мирная жизнь, которую люди с трудом могут удержать, исчезнет в огне. О чем они говорят? Плечи на Барла непрерывно тряслись, он все больше и больше раздражался. Ему нужно как можно быстрее закончить этот фарс и вернуться к казни. Набор намеревался сразу же после этого послать гонцов с обращением непосредственно к императору. Они еще раз нанесут Таурию удар своей военной мощью. Теперь, когда противник проявил слабость, возвращая пленников, должна быть хорошая возможность. Не надо больше прислушиваться, он находился на грани того, чтобы возвысить голос, чтобы отослать таурийского гонца, и пока он собирался сделать это, тот посланник сказал то, что он не мог пропустить. Итак, что если будущее, которое ведет императорская семья, ошибочно? Что? Что если императорская семья попытается вести свою власть по явно неправильному пути? Вы бы все еще слушались как собаки? Если бы вы знали, что Мефиус погибнет, и его народ будет брошен в огонь, вы бы продолжили рабски трудиться, чтобы осуществить это будущее? Ты ублюдок! От ярости на Борл чуть не закружился. Кто-нибудь схватите этого дурака! Привяжите его к столбу! Пусть таурейские дикари на другом берегу наблюдают за его казнью! Роук спокойно протянул руку, чтобы остановить солдат, но начали действовать, а потом он заговорил. В то время его голос стал хриплым. Мы бодрались. Если будущее, увиденное старыми глазами, ошибочно, мы открыли бы глаза молодым, чтобы увидеть новое будущее. То же самое! Кивнула Дайн. Но мы ведь маленькие люди. Как я сказал ранее, у нас нет ясновидения, чтобы увидеть далекое будущее. То же самое с оценкой того, ошибочно ли будущее, которое видит его величество император. Император ошибается. Мужчина сказал ясно. Было такое ощущение, будто беззвучная суматоха дует, как ветер по всей местности. Небо стало тускло-синим, облака легкими и низкими. Набарл уже преодолел свой гнев и оказался совершенно ошеломлен. Рядом с ним Роук спросил. Почему вы так думаете? Как можно так уверенно говорить об этом, если у вас веские основания утверждать, что его величество ошибается? И вы можете нам это доказать? Эй! Хватит! Хватит! Хрикнул Набарл, когда его эмоции наконец перешли черту. Как далеко зайдет эта глупость? Если никто другой не сделает этого, я сделаю это! Я уничтожу своими руками дурака, который утверждает, что слова нашего прославленного величества ошибочны! Его рука легла на меч на поясе, который он собирался обнажить одним движением. На мгновение наблюдателям показалось, что дует ужасно сильный ветер. На самом деле ветер оставался спокойным, однако у всех появилась иллюзия, что мечи Роуга и Адайна, которые теперь оказались крещены перед Набарлом, вызвали ветер с обеих сторон, и что в то же время этот ветер смел капюшон сговорившего человека. Это... Глазные яблоки Набарла казались вылезли из орбит, когда он внезапно обнаружил, что два лезвия прижаты к его горлу. Что это за поведение? Какое-то время я думал, что вы болтаете только ерунду, но вы сволочи тоже решили перейти на сторону Таурии? Итак, вы предатели императорской семьи и враги Мефилса! Посмотри внимательно, генерал Набарл. Выражение Роуга стало выражением лица, подавляющего неудержимые эмоции с мрачной решимостью. Что? Взгляни собственными глазами на то, на кого ты собирался направить меч. Набарл отвел взгляд от мечи и вместо этого обратил его к человеку, стоявшего перед ним. Мерцающая река Юна стрелила ему в глаза бесчувственными стрелами света. В этом свете лицо мужчины сначала показалось темной тенью, которую он не мог четко разобрать. Когда глаза Набарла наконец привыкли к отраженному свету, его голос разразился криком. Его меч с громким лязгом упал на землю. Принц! Имя сорвалось с его дрожащих губ. Наследный принц! Гил Мефиус! Так произошел момент, когда наследный принц, который предположительно погиб в апте, снова вернулся к жизни в апте. Момент, когда Гил Мефиус вернулся на передовую сцену истории. Послесловие автора. Таким образом, герб заклеймённого достиг восьми томов. Когда закончил писать первый роман в серии, сам автор наклонил голову и подумал, «Ах, как это будет с точки зрения продаж?» «Но прежде чем я это заметил, мы уже работали над восьмым томом». Я удивлён. В то же время очень благодарен моему уважаемому редактору, который неустанно предлагает огромные усилия, чтобы сделать эту работу хоть сколько-нибудь достойной. Три, которая придаёт глубину миру романа, и, конечно же, всем вам, читателям, которые продолжают поддерживать работу, покупая её. Пожалуйста, продолжайте дальше поддерживать мои героические рассказы о Борбе. Хорошо? Итак, между предыдущим томом и выпуском этого романа произошли разные вещи. По правде говоря, я исправляю это послесловие через три месяца после того, как впервые закончила его писать. Шок поразил всю Японию. Этот роман был впервые выпущен через месяц после землетрясения и цунами в Тохоку в марте 2011 года. Моей семье и они пострадали, но каждый раз, когда я узнавал из новостей о ситуации в зоне бедствия, мне казалось, что моя грудь сжимается. Тем из вас, кто действительно пострадал, я выражаю свою искреннюю озабоченность. Хотя это нереально, я не могу не пожелать, чтобы эта история, казалось, надеюсь, следует реалистичному повествованию, могла успокоить ваши сердца. Если вы можете сопереживать персонажам, радоваться им, злиться и грустить из-за них, с нетерпением ждать следующего развития, эти побеги от реальности никогда не могут быть плохими. Потому что я считаю, что если человек может держать в своём сердце другой или несколько миров, который отличается от реальности, он может стать силой, которая изменит эту самую реальность. Что ж, по крайней мере, я надеюсь, что на то время, которое потребовалось для чтения этого романа, ваше сердце могли насладиться другим миром, а вы сами забыли свои печали хотя бы на час. И что это могло дать вам обновлённую энергию, я могу только молиться об этом. Томанори Сугихара читал Адреналин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok